В нашем автобусе совещание закончилось. Костик, расположившись в тени под бортом, сосредоточенно очистил автомат. А Дитрих снова разложил над раном сиденья аппаратуру и вовсю трудился. Выходило, что я один бездельник. Впрочем, это меня ничуть не смущало. Я проверил свой почтовый ящик. Конечно, письмо от Ларисы с немыслимым количеством смайликов. Похоже, сестренка будет теперь слать мне электрические улыбки каждый вечер. Я представил себе, как Ларик сидит, уткнувшись в экран, и тычет пальцами, старательно набирая текст. Небось и губу прикусило. Все-таки приятно, если о тебе кто-то помнит. Вандемейр, а вы со своими переписываетесь? С семьей? Конечно. По четвергам я отправляю им письма. Каждый четверг строго по расписанию? А что в пятницу или в среду? Ни-ни. Дитрих поднял глаза от приборов и устало потер переносицу. Мы договорились по четвергам. Это удобно. Жена отвечает в воскресенье вечером. У нее есть два дня, чтобы придумать ответное письмо. Извините, слепой, но мне нужно часа два, чтобы упорядочить данные. Наш шпигун готовит шифровку разведцентра. Бросил снаружи Костик. Не заважай. Иди краще до меня. Я також телеграмму отримал. Телеграмму? Ну, помнишь, мы спросили Гошу, с кем еще пустовар разговаривал, чтобы маршрут найти. А, да. Последние сутки было столько событий, что я и забыл об этой просьбе. Как-то все перемешалось. Ну и что Карой? Так что, он не может с этим подием много внимания приделить. Бо люди ж все бачат. Это понятно. Если Гоша станет вплотную заниматься ограблением, люди подумают, будто его круто обнесли. Серьезные люди так подумают. Нет, это Гоша западло. Все должны знать, что у Карова дела в порядке. А если мелкие неприятности и происходят, то Гоше плевать. Ерунда, мол, не стоит внимания. Выходит, Гоша может выяснять потихоньку из подваль, чтобы глаза не бросалось. Но кое-что он выяснил верно, говори уже, что в телеграмме. Что-то в срачниках вынесли. У Чарти, он с каким-то новым бухом крапли свои капал. Шти крутое заведение, понтовое. Чарка в Чернобыле 6, тоже крутизна. Из тамошних с пустоваром никто не захотел за стол садиться. Но какого-то новичка он подцепил, значит. И за соточку, за две втюхал ему координаты брошенного хабара. А где еще Дима лицом торговал? «Та шо я тебе буду переказывати? Бери та читай». Костик отстегнул запястье ПДА и протянул мне. Правда, на мониторе высветился не ящик с Гошиным майлом, а текстовый файл, часть письма. Я, конечно, был не в претензии, если сообщение Карова содержало нечто, не предназначенное для дальтоников. Значит, так надо. Я углубился в чтение. Там перечислялся десяток кабаков в поселках около периметра. Интересно, что Дима двигался по наклонной от самых дорогих заведений до нашей звезды. Наша-то база из скромных, чего уж там. Кроме названий стояли даты и иногда собеседники. Из трех сталкеров, упомянутых в Гошиным майле, я был знаком только с одним, Лехой Лысым. Не то чтобы близко знаком, но пару раз встречались. И его сетевые координаты у меня остались. Двух других я не знал. Конечно, общался Пустовар не только с упомянутыми парнями, но Гоша раскопал информацию об этих. Я вернул ПД Акостику, подумал немного и быстренько набил сообщение Лысому. «Леха, привет! Ты с Пустоваром бухал?» Учти, он скинул координаты Хабара Димьяну, и Димьян там накрылся. Слепой. Это так, чтобы хоть с чего-то начать. Тут из автобуса выбрался Дитрих. Слепой. У нас воды нет. Моя фляга пуста, а мне бы запить. Что-то мне немного нехорошо. В руках Ван Демейра была уже хорошо мне знакомая упаковка таблеток. И выглядел рыжий в самом деле паршиво. Я встревожился, полез в рюкзак доставать запасную флягу. «Чуешь, слепый, мне щось тоже, я кто не той?» Неуверенно заметил Костик. «Нибы тиск подвышился, чи що? Так-то я ніколи не хворію. А тут щось...» Я прислушался к собственным ощущениям и теперь только почувствовал. «Я к этому делу не очень чувствителен, но хвастать здесь нечем. Наоборот, опытный сталкер должен заранее предчувствовать выброс. А мне пофиг, почти до самого начала светопредставления ничего не ощущаю. Я же артефакт. Так, быстренько собираемся, нужно уходить. Ван Демейр, таблетки принимайте и бегом сворачивайте свою богадельню». «А?» «Я говорю, собирайте манатки, будем уходить. Ну, аппаратуру упакуйте, понимаете?» «Костик, возьмешь рюкзак Ван Демейра?» «А що? Чому це?» «Выброс будет. Смотрите, лагерь уже снимается. Нужно укрыться где-нибудь». «И в самом деле, не будь я увлечен дедуктивными изысками, давно бы заметил, что сталкеры возвращаются в лагерь, укладывают хабар и готовятся в путь». «Выброс, как известно, нужно переждать в бункере или каком-нибудь подземном убежище. И чем глубже в грунт, тем лучше». «А куди пидемо?» «Я думаю, в сундук. Ты ж туда отправил наше ПДА, заодно бабки получим с бороды». «Абстыгнемо? Доктор наш зовсім бледий. Сундук далеченько». Ван Демейр быстренько упаковался и уже вышел из автобуса. «В самом деле, таблетки не помогали, выглядел Дитрих Паршива». «Точно, ты прав. Ладно, взяли шмотки и вперед. Есть еще кое-какие места поближе. Куда успеем добраться, там и привал». Я заметил, что Рыжий снова нащупывает в кармане лекарства. Пришлось его одернуть. Ван Демейр. «Отставить колеса! Вы на моих глазах превращаетесь в наркомана. Рюкзак отдайте Костику и двигаем». Дитрих поднял на меня мутные глаза. «Я сейчас!» «А сам теребит пачку лекарств». «Ван Демейр, вы упрямый сволочь. Это не ваша болезнь. Просто скоро выброс, а вы чувствительны меня. Костика вон тоже крутит. Это нормально. Лекарства не помогут. Нужно в убежище. Давайте, давайте». Кое-как удалось распределить поклажу. И мы пристроились в колонне сталкеров, покидающих лагерь. «Колонна» — это я условно выразился. В самом деле, ребята расходились в разные стороны. Причем большая часть сворачивала на север. Но к северу начиналась территория, контролируемая долгом. И нам туда, благодаря Дитриху с его взрывным темпераментом, путь заказан. Так что пришлось двигать в восточном направлении. Совсем неподалеку старая ферма. Наверное, можно будет укрыться в подвале. Небо начало темнеть. Не в том смысле, что набежали тучи. Нет, пространство над головой стало наливаться ощутимой тяжестью, приобретать странную плотность. Будто боги зоны гигантскими пипетками капают багровый чернила в промокашку над нашими головами. В голове загудело, ноги налились тяжестью. Вот теперь и меня проняло. Костику хватил Дитриха под локоть. Тот уже не сопротивлялся. Я едва ли не насильно стащил с плеча Тараса рюкзак ученого. Забросил за спину. И насколько можно было, ускорил шаг, чтобы оказаться первым. Выброс или нет, а аномалии никуда не пропали. Так что приходилось шагать осторожно, сверяясь с датчиком и поглядывая на растресканное полотно шоссе. Я шел первым. Позади пыхтящий Тарас, волок пыхтящего Дитриха. Перед нами уже никого не было. Кто отправился к долговцам, свернули на развилки. А кто шел на восток, обогнали нас настолько, что пропали из виду. Донесся отдаленный гул. Странное ощущение. Нигде, кроме зоны, я не встречал подобного. Звук шел не снаружи, а словно рождался внутри черепа. Заставлял вибрировать кости, так что пробивала мелкая дрожь. Что это? Пролепетал Ван Демейр. Это зона. Ничего, ничего. Зато после расскажете взыскующим, что слышали голос Бога. Не спешите, мы успеваем. Последнее замечание мне пришлось сделать, потому что Костик, железный человек, так рванул, увлекая Дитриха, что стал обгонять меня. А это не годилось. Я отлично помнил, что впереди на шоссе поджидает парочку гравий-концентратов. Да, два как минимум. А сейчас, перед выбросом, все сделалось и вовсе непредсказуемым. Аномалии могли смещаться совершенно удивительным образом. Могли исчезнуть, но могли возникнуть новые. В нескольких десятках шагов перед нами на дорогу выскочил громадный кабан. Рыкнул и ломанулся в кусты на противоположной стороне. Следом, хрюкая, рыча и пронзительная вереща, проскакала стада. Десятка-полтора голов, если считать визгливую малышню. Кустарник по обочинам вмиг перестал существовать. Развалился изодранный клыками, вбитый в грунт тяжелыми копытами. Мы замерли, сжимая оружие. Но звери не глядели в нашу сторону. Они неслись, не разбирая дороги. Среди них я заметил нелепо взбрыкивающую тонкими паучьими лапами небольшую псевдоплоть. Интернациональная бригада скотов. «Вперед!» – бросил я, когда стадо прогрохотало через шоссе и скрылось в лощине. «Это может быть началом гона. Скорей!» Я рванул из последних сил. «Удача, богиня моя, где ты? Готовишь ли ты верному почитателю уютный подвальчик?» За спиной раздавалось отрывистое тявканье. Похоже, за стадом неслась свора слепых псов. Но мы не отвлекались на эти мелочи. Тяжкое небо опускалось все ниже. Грозило навалиться на плечи, прижать к асфальту, раздавить, размазать. Впереди уже показались провалившиеся шиферные крыши. Налетел порыв ветра, сорвал с мелкодрожащих тополей несколько пригорожней листьев. Зметнул к налитому кровью небу, швырнул нам навстречу. Несколько штук угодили в аномалию, прилипли к серому асфальту, распластались, вжались трещины. Кричать я уже не мог, поэтому хватил костика за рукав, потянул в обход. А за тополями, стоявшими вдоль обочины, уже показались шиферные кровли. Вот и ферма. Мы свернули к шоссе, протопали сквозь растрепанные кусты к зданиям. Я первым протиснулся в дверную коробку. Зацепился предплечьем за вывернутую ржавую петлю. После открытого пространства внутри показалось темно. Хотя зона слепо пялилась сквозь прорехи в кровле тяжелыми небесами. Я вытянул из стогрудного кармана несколько болтов, швырнул их не целясь, наугад. Вроде чисто. Это может быть плохим признаком. Говорят, перед тем, как накроют выброс, аномалии исчезают. Странно, конечно. Кто может это знать насчет аномалий? Кто видел начало выброса и остался в живых? Но так рассказывают. Я почему-то верю. Ищите, нам нужен подвал. Прохрепел я, с трудом выдыхая стремительно густеющий воздух. Здесь обязательно должен быть. Костик выпустил руку Ван Демейра, и тот плюхнулся на пол. Я вытащил несколько болтов и двинулся в глубину, переступая через обрушенные стропила и кучи всевозможного сора. Позади шуршал шифером Костик, разыскивав спуск в подвал под листами обвалившиеся кровли. Но я помнил, что вроде где-то дальше... Точно, вот он. И болтов не понадобилось. Все чисто. Я узнал самодельный люк. Здесь бантюки когда-то пытались обустроить схрон, но их давно вышибли, а подвал остался. Эй, сюда! Костик, волоки, профа, ко мне. Я сбросил с крышки трухлявые обломки и взялся в заимпровизированную ручку. Кусок доски, прибитый к люку дюймовыми гвоздями. Поднатужился и откинул. Внизу валялась лестница. Семь или восемь дощечек, прибитых к слегам. Лестницу уронили. Придется прыгать. Я скинул вниз рюкзак и прислушался. Как будто тихо. В таком погребе может завестись что угодно. Костик потащил в андемейра и спросил. Слепый. А чему небо такие червоне? Красное. Мне пофиг. Я дальтоник. Смотри, я сейчас прыгну и сразу вправо. А ты с калашом страхуй. А что там? Если повезет, совсем ничего. О том, что может встретиться, если нам не повезет, я не стал говорить. Зачем? Я напоследок глянул вверх. Небо в прорехах кровли выглядело, как открытая рана. Почему-то возникли мысли о сочащихся крови и гное. Тьфу, гадость. Голове стучало. Руки ощутимо подрагивали. Выброс приближался. Уже вот-вот. Ну, удача. На тебя уповаю. Я перекинул гадюку за спину, присел над люком. Спустил ноги, взялся за трухлявую окантовку и спрыгнул. Упал на левый бок, перекатился, хватая автомат и сместился вправо. Тишина. Запах гнили. Здесь влияние надвигающегося выброса ощущалось несколько меньше, так что я различал запахи. И, к счастью, я не различал звуков. Любой звук мог означать опасность. Фонарик я не включал, потому что все, что окажется за пределами светового пятна, будет невидимо. Лучше так. Наконец, глаза привыкли настолько, что я стал замечать, как колеблется освещенность от движений Костика над люком. Тихо и спокойно. Спасибо, добрая богиня. Я оставил автомат в покое и взялся за лестницу. Поднатужился и приподнял. Просунул концы слег в люк. Понятно, почему лестницу убрали, иначе бы крышка не опустилась. Когда я, устанавливая лестницу, глянул вверх, глазам стало больно. Темное небо, словно густая жирная масса, сочилось сквозь дырявый шифер и лезло в развалины. Костик подал мне рюкзаки, потом автомат Дитриха, наконец, самого ученого. Где-то в вышине начал нарастать глухой вой, вибрирующий на низких частотах. Я принял едва шевеляющего конечностями Вандемейра, волоком стащил его по ступеням. Потом посторонился, пропуская Костика. Тот, опускаясь, приподнял крышку люка, опер от торчащей деревяшки. Дитрих включил фонарик, укрепленный на жестком каркасе капюшона. Широкий луч осветил груды гниющего сора, раздолбанные ящики, россыпи консервных банок, изломанную пластиковую посуду и прочие предметы цивилизации. Пока Вандемейр оглядывался, мы с Костиком аккуратно опустили лестницу, так что крышка захлопнулась, и сразу стало легче. Потребовалось не меньше пятнадцати минут, чтобы осознать, что над головой буйствует выброс, и нам все-таки чертовски плохо. До того это полегчало, едва над головой не стало этого жирно трясущегося кровавого студня. Мы повалились на пол, в груду трухлявого податливого сора, и блаженствовали. Лично я не чувствовал ни рук, ни ног, я растекся, вжался в сырую массу, превратился в часть перегноя, смешался с прохладной грязью и радовался этому. Чтобы понять мое состояние как следует, нужно хоть разочек оказаться под воздействием выброса. Потом стали возвращаться ощущения. Я снова почувствовал свое тело и понял, как ему бедному тяжко. Кровь колотилась в висках, сердце, похоже, пропускало удары и билось не в такт, пальцы дрожали. Спутники наверняка ощущали то же самое, во всяком случае Ван Демейр заговорил по-немецки, и я не понимал ни слова. Зато Костик вдруг объявил без малейшего акцента. У нас есть две бутылки. Чего? Я говорю, водку, которая Бандюков была, я не стал толкать, оставил, она у меня в рюкзаке, как чувствовал. Давай. Сейчас. Рюкзак. Где он? Костик заворочался в темноте, звякнуло стекло. Ван Демейр был совсем плох, пришлось вливать ему водку в рот насильно. Впрочем, он не сопротивлялся, просто не мог удержать пластиковый стаканчик. Мы с Костиком тут же накатили по второй. Водка не помогла, но ощущения начали смазываться, стало казаться, что мутит от некачественного пойла, а совсем не из-за выброса. Согласитесь, это совсем другое, когда от паршивой севухи. Это привычное недомогание, можно сказать родное и близкое. Как-то сталкера Петрова спросили, чем отличается Бандюк от военного. Я с удивлением обнаружил, что язык заплетается. Он отвечает, у военных водка качественная и вообще хабар богаче с них выходит. А так никакой разницы. Не смешно. Заметил Костик. Зато правда. Дитрих порывисто вздохнул. Лучего фонаря качнулся и заскользил по подвалу. Как вы, Ван Демейр? Что это за гадость вы мне дали? Заговорил. По-русски. Хороший признак. А что? Сперва мне казалось, что зона давит на меня снаружи. А теперь и внутри то же самое. Ого! Какое дерьмо! Дайте воды слепой, не то я умру. Свет фонаря обратился в мою сторону. Я налил в стаканчик, дрожащий в протянутой из мрака руке. Пейте и живите. Дитрих шумно выхлебал и задумчиво протянул. Хотя, возможно, лучше бы я умер. Где-то над нами бушевал выброс. Но в чем-то Дитрих был прав. Паршивая водка придавила организм изнутри и давление выровнялось. До нас доносились раскаты грома. Но я не мог сказать наверняка, есть ли физический звук или это мое тело отзывается на выброс, трансформируя непривычное ощущение в образ звука, который подсознательно связан с потрясением, угрозой и разрушением. Костик, похоже, как и я, не то чтобы пришел в норму, но как-то свыкся, претерпелся. Во всяком случае, он перешел на украинский. Слепый, чуешь? Я цю кляту горилку, коли відкорковывал, то крышку загубил. Да и зона с ней. Потерял и ладно. А рештки? То пить и треба. Давай, я думаю, хуже чем есть уже не будет. И верно, хуже было просто некуда. Столько поганой сивухи натощак, мой организм не смог бы принять без эксцессов. Но теперь бедному организму было не до мелочей. В голове зашумело, перед глазами все плыло. Помню, мне стало смешно, что Вандемейр так прыгает, поскольку луч его фонарика раскачивается. Потом сообразил, что это я головой качаю, а вовсе не Дитрих. Но это показалось еще более смешным. И я хихикнул, никто не обратил внимания. Когда именно в голове начало проясняться, не помню. Я несколько раз пытался взять себя в руки. Потом снова впадал в забытье. Мне будто что-то снилось. Люди, цифры, формы и объемы. Когда я наконец почувствовал, что соображаю, в убежище стояла тишина. Костик спал, мирно посапывая. Вот железный организм. Вандемейр бодрствовал. Шуршал в темноте плотной тканью комбеза. Фонарик он выключил. Было темно, сыро, пахло гнилью. Кое-где, будто огни святого Вита, светились пятна плесени. Вместе с ощущением реальности происходящего, пришли все признаки похмельного синдрома. Я нащупал в рюкзаке банку энергетика и выдал залпом. Слепой, вы пришли в себя. Да, я и не вырубался, кажется. Когда сидишь под выбросом, не имеет большого значения, в сознании это или нет. И тем более, нет значения, что ты сам об этом думаешь. Выброс растворяет все. Мысли, чувства, память, ощущения времени. Гитрих помолчал, пошуршал комбинезоном. Потом заявил. Я думаю, выброс закончился. Во всяком случае, мне уже не так плохо. Жизнь прекрасна, Вандемейер. Несмотря ни на что, она прекрасна. Вы говорите неискренне. Что тут ответишь? Вы ученый, вам положено быть скептиком. Но просто поверьте мне на слово. Может, нам лучше выбраться на поверхность? Костик спит. Может, и вы передохнете. Я бы предпочел отдыхать на поверхности. Опасно. Выход из схрона – опасное дело. После выброса с севера зоны движутся мутанты. Иногда у них случается гон. Когда стаи перемешиваются и мчатся, не разбирая дороги, все породы вместе. И потом сейчас могут сместиться аномалии. Нужно быть предельно осторожным. Неизвестно, что где выскочит. Интересно. Значит, аномалия возникает там, где ее не было до выброса? Ну да, наверное. А здесь, в подземелье? Здесь тоже может возникнуть. А прямо в том месте, где я сижу. Теоретически рассуждая, это возможно. Но практически не знаю. Если кому-то выпало оказаться в точке, где возникла новая аномалия, он не расскажет. Мой ПДА снова ловит четкий сигнал. Во время выброса были сильные помехи, искажения просто невероятные. А что творилось с магнитным фоном? Вы занимались работой, что ли? Нифига себе. Вы трудоголик. Ну, я только поставил аппаратуру на запись. Взыскующие сами могут искать в голосе зоны свое слово, сколько им заблагорассудится. В каком-то смысле для моей миссии весьма удачно, чтобы попали под выброс. Но теперь, я думаю, нужно выходить на поверхность. Но Костик спит. Я не сплю. Треба выходить, мабуть. Это помещение мне не нравится. А я думал тебе понравится. На нашу звезду немного похоже. Хотя у Гоши водка получше, конечно. А кто тебе сказал, что мне звезда нравится? Давайте, Вандемейр, присвятить. Мы попробуем ляду отчинить. Дитрих включил фонарик. Мы вдвоем подняли лестницу и стали тыкать закрытый люк. Не получалось. Крышка не поддавалась. Слеги опасно трещали и гнулись в руках. Нет, так не пойдет. Дитрих, поглядите кругом. Нет ли ящиков или еще чего-то такого объемного. Мы с Костиком тоже взяли фонарики и стали обходить подземелья и стаскивать под люк все, что могло бы послужить материалом для пирамиды. Костик прикатил пустую бочку. Это сильно продвинуло строительство. Еще Тарас принялся что-то рассказывать про древний Египет. Как там рабы будували пирамиды. Мол, нам бы сюда тоже неплохо десятка два работящих негров. Сооружение, которое мы выстроили, конечно, не могло соперничать с достижением древнеегипетских зодчих. Но, забравшись на него, мы с Костиком дотянулись до крышки люка. Попытались поднять. Крышка слегка шевелилась, но дело продвигалось туго, как будто кто-то сверху навалился на ляду и мешал нам. Дитрих приплясывал у подножья пирамиды и помогал советами. Я с трудом сдержался и не сказал ему, что он сволочь и чтобы заткнулся. Раздражают советчики. Постепенно мы приспособились. Рывками приподнимали люк и то, что лежало поверх досок, постепенно сползало. Я запыхался и обливался потом. Костик тихо ругался. Но дело шло. Чем дальше, тем больше становился просвет. Я почувствовал вонь. Что-то лежало поверх люка и смердело. Похоже, я исчерпал отпущенный мне лимит благосклонности и удачи. Впрочем, грех жаловаться. Моя богиня обо мне до сих пор неплохо заботилась. «Да что ж воно таке смердяче?» Рявкнул Костик и рванул крышку вверх так прытко, что я едва успел присоединиться. «Ну, Пандемейр, драбыну!» Ляда приподнялась и Дитрих кряхтя сунул в просвет лестницу. Костик одной рукой удерживая люк, другой направил конец лестницы, подпер и мы наконец смогли перевести дух. Дальше пошло веселей. И в конце концов мы стряхнули с крышки люка тяжесть. Я на всякий случай вцепился в лестницу, чтоб не так тряслась. И Костик полез наружу. Сперва выставил ствол автомата, поводил из стороны в сторону. «Ну, что там?» «Да что? Воняет тут! Вот что!» Костик рванулся, лестница затрещала под ним. Наш терминатор взлетел, как пробка из бутылки шампанского, метнулся в сторону, припадая на бок. Я поспешил следом, но, конечно, не так ловко. Костик уже поднялся и отряхнул полы плаща. В полутемном чреве барака было тихо и спокойно, только потрескивало электро в нескольких шагах по другую сторону люка. Раздутая туша псевдоплоти, наполовину высунувшись из аномалий, кону сильно содрогалась. Желтоватая шерсть на боках тихонько тлела и на глазах обугливалась. В общем, картина была ясная. Животное влетело в аномалию и его подбросило. В полете псевдоплоть обгадилась и рухнула точнехонько на люк. А сейчас мы спихнули уродливое тело обратно, в электру. Моя богиня лукаво подмигнула верному адепту. Мол, гляди, а ведь это могло случиться с тобой. Спасибо, добрая фортуна. А какое небо было видать сквозь дырявую крышу. Ах, какое чистое небо, ярко-синее, ясное. Но любоваться было некогда. Мы вытащили рюкзаки, помогли подняться Вандемейру. Що робити, мимо? Хороший вопрос. Дело так вечеру. Я бы сказал, что лучше всего заночевать здесь, но... Псевдоплоть нам сильно подгадила. Кажется, половина сарая оказалась забрызгана жидкими экскрементами. И вонь стояла такая, что мысль о ночлеге прямо здесь скоропостижно скончалась. Может, возвратимся на свалку? Предложил Вандемейр. Сперва уйдем отсюда. Это будет мудро. Решил я. Снаружи воздух был чистый, насыщенный озоном, как после грозы. А уж небо-то небо. Кажется, этой ослепительной синевой можно любоваться вечно. Я принялся объяснять. К свалке мы до темно успеем. Но там вряд ли будет людно, а местечко открытое. К тому же после выброса может объявиться толпа мутантов. Лагерь на автокладбище используется не потому, что это стратегически удобная позиция. Обороняться там не слишком хорошо. Просто местечко облюбовали давно. Народ собирается постоянно. А толпой можно отбиться от любой стаи. Но не сейчас. Потому что на свалке мы, скорее всего, кажемся одни. Зато мутантов будет полно. Вандемейр усомнился. Мол, сейчас-то никого нет, никаких мутантов. Пришлось снова опуститься в объяснение, что, дескать, волна только двинулась с севера АЧС. Свалки она достигнет ночью, а то и под утро. «Та що ми гадаємо?» – встрял Костик. Перевіримо другу споруду. Второе сооружение. И прям. В метрах двадцати от руин, в которых мы переждали выброс, стояло другое здание, поменьше, и гораздо хуже сохранившееся. Мы двинули туда. Стены были порядком разрушены, но часть свода еще держалась. От двускатной кровли остались лишь изломанные куски стропил. Но горизонтальные перекрытия выглядели довольно надежными. Костик сбегал к погребу за лестницей, и мы вскарабкались на площадку. Отличное местечко. Жаль, только костер не выйдет развести. Но все-таки неплохо. Костик, смущаясь, показал мне смятую и перекрученную латунную скобу. И це, звісно, також не артефакт. Я покачал головой. А ще кажуть новачкам ВЗ. А ця дрібниця? Дрібниця оказалась самым настоящим бедгальским огнем. О чем я торжественно поведал Костику. Тот расцвел. Ну нарешти. Да, я тоже подумал. Наконец-то. Может, теперь Тарас успокоится и перестанет таскать мне всякую дрянь. Как обычно после выброса, поначалу все было спокойно. Ни намека на буйство зоны, случившееся часом раньше. Мы сидели на серых досках перекрытия и молчали. Тишина стояла неимоверная. Даже ветерок стих. И облака застыли в дочисто отмытом небе. Есть не хотелось. Пожевали галеты, потом занялись делами. Каждый своим. Костик разобрал автомат и бренчал железками. При этом он мурлыкал тягучую мелодию. Кажется, по-украински. Но я не разбирал слов. Вандемер вертел вернеры и щелкал рубильниками приборов. Насколько я понимаю, он время от времени архивирует свои записи. Возможно, и шифрует при этом. А потом отправляет по сетке. Дело не быстрое, материала много. Интересно, сколько запасных аккумуляторов он с собой взял. Впрочем, трудолюбие Вандемейера напомнило мне о собственных делах. Я включил свой КПК и проверил почтовый ящик. Лысый не отозвался. Но мало ли что с ним. Может, просто не вспомнил меня и решил смолчать. А может, верит пустовару и считает, что я хочу отпугнуть конкурента. Угольщик тоже молчал. Я набил ему письмецо. Мол, где ты? Как ты? Договаривались же вместе. Так чего ж? Потом я занялся спамом. В ящик ежедневно падает несколько писем рекламного характера, вроде стандартного приглашения в бар 100 рентген. Либо просто бесполезных. Кроме того, в последнее время у нас развелись весельчаки, занимающиеся рассылкой всякого хлама. Который им кажется смешным. А мне не кажется. И я эту мру тру, не читая. Единственное заслуживающее внимание письмо было от Бороды. Он подробно, слишком подробно расписывал стоимость бандитских компов. Мол, они и старенькие, и плохонькие, и никакой полезной инфы там не случилось. И цена соответственно будет вот такая. Спорит с Бородой. Я не видел в этом ни малейшего смысла. Поэтому совершенно механически увеличил предложенную им цену на 15%. И отправил лаконичный ответ. Столько-то рублей, и ты счастливый обладатель трофейных ПДА. И все обнаруженные там инфы, особенно с того компа, у которого царапина на боку. Мол, не держи меня за полного ламера. Информация, хоть и не зоны весь что, однако и не совсем бросовая. Разумеется, никакой полезной инфы я не видел. Да попросту не искал. А исцарапанные в боках были у любого из наших трофеев. Да что там, если взять мой персональный компьютер. Не сложно убедиться, что характеристика тот, у которого царапина на боку, вполне применима и к нему. Равно как и к любому другому сталкерскому ПДА со стажем. Я резонно счел, что борода шарит в электронике и в ценах куда больше меня. Поэтому сам сообразит, что именно в памяти бандитских машинок стоит моей цены. Он толково его найдет. Пока я высчитывал 15% ставку, упало еще одно письмо. От Ларисы. Сестренка, похоже, в самом деле будет писать каждый вечер. Число смайликов стало меньше. Прогресс. Да и само письмо ничего этакого не содержало. У нас все нормально, то-се. Приезжай в гости. Ах, как уютно по-семейному. Каждый вечер обменяться ничего не значащими весточками. Костик, проверь свой ящик. Может, Гоша чего нового написал. Трошки пизднейше переверю. Я еще не закинчиваю. А, ну да. Старый солдат, военная косточка. Пока не вычистит автомат, ничего делать не станет. Когда-то в детстве у меня была книга сказок. Там отставной вояка неизменно положительный персонаж, ловкий пройдоха, частенько говаривал себе. Я старый солдат, военная косточка. Тарас почему-то напоминал мне этого героя сказок. Я увлекся на спину, закинул руки за голову и уставился в бездонную сень. Мелкие облачка сейчас сделались двуцветными. С западной стороны розовые, подсвеченные садящимся солнышком. А с востока серые, темные. Восточная часть горизонта уже погружалась во мрак. Скоро ночь. Как тихо. Зона – болезнь планеты, объявил я. Не знаю, злокачественно это образование или нет. Иногда оно воспаляется. Тогда происходит выброс. После того, как гнойник прорвало, все спокойно. Может, это у планеты возрастное. Тогда само пройдет. С этой благой мыслью я заснул. Разбудил меня многоголосый шум. Завывали и заходили с плачем слепые собаки. Боевито взрыкивали кабаны. Крепкий ветер трепал кроны тополей у дороги. Странные хриплые вздохи и заунывные рулады неслись отовсюду. Дитрих азартно вертелся рядом, направлял прибор в разные стороны. Доски скрипели под ним. Вниз сыпалась труха. Дело шло к утру. Силуэт Вандемейра отчетливо выделялся на фоне серого неба. Значит, поток мутантов докатился сюда с севера от ЧАЭС. «Ну как, Дитрих? Изобилие, а?» «О да!» В голосе ученого я не услышал торжества. «А ведь он мечтал о мутантах. Хотел понаблюдать их в ассортименте. Что-то не так. Их слишком много. Сигналы сливаются, забивают друг друга». Вандемейр едва не плакал. «Эфир переполнен». «Ничего. Где-то с полсуток и все устаканится. Потерпите». «До тех пор посидим на крыше. Потом мутанты перебесятся, перераспределяют зоны влияния, поделят территории. И все это произойдет на ваших глазах». «Воды в нас замало, чтоб тут сидіти. Як сонце підіймется, буде жарко». Отдал голос Костик. «Ну, значит, будем пробиваться к сундуку или к свалке. Сейчас поток идет. Потом станет поспокойней. Не будем дергаться». И я твердо решил поспать еще маленько. Сон, правда, получился тот еще. Зверье мешало. Возможно, участок у дороги с развалинами фермы пригонулся стаи псов. Потому что визгливое тявканье я слышал поминутно. Видимо, свора отстаивала местечко и гнала вновь прибывших. Хриплый рев кабанов отдалился, но не стих. Наверное, молодые самцы выясняли отношения, формируя новое стадо. Я то забывался тревожным сном, то просыпался под аккомпанемент диких воплей, доносящихся отовсюду. Наконец, когда я в очередной раз открыл глаза и вздрогнул, хватаясь за автомат, оказалось, что солнце встает из-за кромки леса. Кабаны пропали, во всяком случае их не было слыхать. Только время от времени где-то поблизости ленива тявка ли псы. Дитрих замер в напряженной позе. Он держал перед собой прибор и медленно-медленно ввел антенну по кругу, отслеживая нечто, невидимое за кустами. Вандемейр, вы поймали ангела? Или о нас? Так включите прибор так, чтобы он нас не видел. Помните, как тогда на дереве? Я не уверен. Ну, хорошо. Дитрих щелкнул тумблером. И мне послышалось, что в ответ в кустах неподалеку хрипло зарычала тварь. Похоже на псевдопса, но у того рычание более низкое, как запаленное дыхание курильщика, пробежавшего стометровку. А тут ноты повыше. Но уверенности не было, уж очень негромкий звук. Девите. Костик, до того спокойно сидевший с калашниковым на коленях, привстал и поднял оружие. Из кустов вылетел мохнатый зверь размером раза в три больше среднего слепого пса. Лохматый, крепко сбитый, с тупой обезьяней мордой. Шерсть в белых пятнах, будто седина. Длинными скачками зверь промчался под стеной и снова пропал в зарослях. Затявкали псы. В кустах началось активное шебушание. Костик сместился к краю нашего помоста и скинул автомат. Ствол двинулся вдоль шевелящегося кустарника. Снова вылетел седой пес, поскакал между кустами и стеной. Коротко простучал автомат. Пули ударили в кусты, взметая ворох из зодраной листвы. Костик выругался. Я тоже сместился к краю площадки. Вандемейр, что говорит ваш прибор? Очень странно, этот пес невидимка. Я фиксирую один очень яркий сигнал, но он не смещается, он неподвижен. К нам вообще никто не приближа. Окончание фразы потонуло в грохоте. В этот раз Костик дал очередь длинней, но невредимый пес ускакал в стерзанные кусты. «Что ж воно швидке таке?» «Погоди, не стреляй!» «Да я его заразну!» «Не стреляй!» Я вытащил из кармана пригорошню болтов и запустил седую тварь, снова вылетевшую к стене нашего здания. Железки ударили в траву, причем пара точно пролетела сквозь тело пса. «Привет, че що?» «Иллюзия! В кустах сидит чернобыльский пес и морочит нам голову. Он будет запускать иллюзию до тех пор, пока у тебя не выйдут патроны». «От же ж!» «Адевин!» «Вандемер!» «Где яркий сигнал?» Дитрих повел антенной прибора вправо и влево, потом указал рукой направление. «По-моему, не вполне уверенно». «Видстань!» Деловито уточнил Костик. «Метров двадцать пять!» Я и слова не успел сказать, как Костик крикнул «Ложись!» и взмахнул рукой. Мы с Дитрихом послушно прижались к доскам. В кустах громыхнуло. «Моя граната!» «Моя счастливая РГДшка!» «Я постоянно таскал ее, как амулет, как залог того, что со мной ничего не случится». «Эх, Костик, Костик!» «Но вслух я ничего не сказал. Потому что смешно же. Взрослый человек, а с гранатой этой носится, как дитя с любимой игрушкой». Костик скачал и дал несколько коротких очередей. В кустах с визгом носились слепые псы. Каждый выстрел калаша они встречали новым взрывом воплей. Но хриплого рычания чернобыльца я не слыхал. «Прорыватись треба!» Крикнул Костик, меняя магазин. «Слепый! Прикрый!» Словно терминатор в фильме, Тарас спрыгнул навстречу опасности. С полдесятка рыжих тел метнулись к нему. Костик встретил их длинной очередью, отскочил, выстрелил снова. Я больше всего боялся, что ненароком задену товарища, поэтому бил очень осторожно. Из-за этого мазал чаще, чем обычно. Но пару тварей мне удалось подстрелить. Пандемер тоже присоединился к нам, но палил по кустам. Мои его выстрелы тонули в грохоте АКМ. Вот у Костика вышли патроны в магазине, и крупный темно-коричневый пёс прыгнул на грудь. Тарас встретил ударом приклада, угодил распахнутую пасть. Клацнули зубы, смыкаясь на деревяшке. «Тум! Тум! Тум!» Вандемер всадил три пули в коричневый бок. Из кустов вылетели твари помельче. То ли самки, то ли молодняк. Этих уже я встретил как следует. Мутанты покатились по траве, заходя с жалобным визгом. Один пёс вскочил и бросился в кусты. Двое других катались, извиваясь, и, кажется, пытались вцепиться в собственные кровоточащие бока. Я не смотрел. Менял магазин. Когда я снова бросил взгляд на поле боя, Костика уже никто не пытался атаковать. Наш терминатор размеренный методично взмахивал автоматом, который держал за ствол. Пёс, вцепившийся клыками в приклад, болтался, сучил лапами и не разжимал челюстей. Костик лупил собакой о стену так, что под ногами ощутимо вздрагивали доски. Трещали собачьи ребра. На каждый удар пёс отзывался хриплым визгом. Из ран оставленных пулями Макарова христала кровь. Костик бил и бил. Он, похоже, растерялся. Поскольку нормальное животное свалилось бы после первого же знакомства со стеной. К счастью, стая не пыталась больше атаковать. И Тарас, бешено ругаясь, снова и снова взмахивал живучей собакой. Я спустил лестницу и торопливо полез на Сеста. Когда я оказался на земле, Костик перевернул автомат, занеся над плечом, и врезал так, что череп упрямого мутанта оказался между стенкой и прикладом. Звонко хрустнуло. Я огляделся. Кусты не шевелились. Не было видно ни псов, ни иллюзий. Только подстреленные мной мелкие твари все еще вертелись в кровавой траве. Но их движения делались все более медленными и вялыми. Дитрих подал мне рюкзаки и слез. Костик наконец стряхнул злосчастную собаку с исцарапанного приклада. Но пес все еще умирал. Дергался, дрыгал лапами, дрожал изломанными челюстями. Это выглядело совершенно жутко, потому что череп мутанта был разбит в кашу и мозг в перемешку с окровавленными обломками костей вылезал мерзкой массой при всяком движении. Костик, тихо матерясь, вытер забрызганный дрянью приклада траву и сменил магазин. Теперь, когда мы взяли автоматы на изготовку, Дитрих снова ухватился за прибор. Странный сигнал. Этот зверь, смотрите, он получает сигнал. Ученый указывал на конвульсивно содрогающегося пса. Откуда сигнал? Дитрих указал рукой. Вон там, сигнал удаляется. Медленно. Прибор почти не фиксирует изменения дистанции. «А ну, идемо!» Костик разозлился всерьез. «Вандемейр! Облежьте свою цяцку! Автомат берите! Не Макарова! Зараз мы их!» Мы раступились и двинулись в кусты, настороженно вводя перед собой стволами. За кустами были рыжие заросли травы. А может, они были зелеными, и только мне казалось, что рыжие. В траве валялись иссеченные осколками тела двух псов. Кровавый след уводил к дороге. Датчик аномалий помалкивал, и мы двинулись по следу. Навстречу из-за тополей метнулись рыжие-коричневые тела. Мы встретили их прыжок залпом. Два пса прокинулись, сбитые пулями. Костик рванул быстрей. Я заорал, чтобы он не спешил, и кинулся следом. Чернобыльца мы застигли на шоссе. Тот совсем немного не успел, чтобы спрятаться в кустарнике с забочиной. У пса был перебит осколками хребет и передней лапы, так что его волокли на спинах три небольшие рыжие псины. А еще два, мелкие, совсем молоденькие, скакали следом. Теперь они, повинуясь мысленному приказу вожака, бросились на Костика. Тот дал очередь, сбил одного в полете, другого отшвырнул сапогом. И едва собака отлетела в сторону, Вандемейр прошил ее короткой очередью. Я подбежал к Костику, и мы, вскинув автоматы, дружно ударили по ползающей груди тел. Пули пробивали под жарое, мускулистое тело чернобыльского пса, покрытые седыми пятнами бока, взрывались кровавыми отшметками. Под вожаком визжали суки, визжали, но старательно волокли повелителя прочь. Вандемейр что-то орал, но из-за выстрелов мы не слышали. И визга умирающих тварей мы тоже не слышали. Я бил, пока не опустошил магазин. Костик закончил без меня. Группа тел, связанных общей волей в единый ком, завалилась на обочине. Рыжие были мертвы, чернобылец мелко дрожал. — Не надо голову! — провопил в наступившей тишине Вандемейр. И сам, похоже, растерялся от собственного крика. — Я говорю, мне нужна голова! — А вам повезло! — заметил я. — Голова как раз уцелела. — Небе-то, что с меня заважало в голову поцелить, — протянул Костик. — Ангел! Чисто ангел! — добавил я, разглядывая издыхающего мутанта. — Смотрите, он умеет делать иллюзии и даже воздействовал на нас. Не дал стрелять в башку. — Вот ваш ангел Вандемейр! Ангел выглядел жутковато. Зубастая пасть в соседстве с высоким лбом делала тварь, похожей одновременно на пса и на обезьяну. Но какая злоба в желтых круглых глазенках! Шерсть на боках пепельна, с седыми пятнами. Попадаются проплешины, затянутые облизлой розовой пленкой. То ли язвы какие-то, то ли чернобылец регенерирует, наращивают шкуру на месте старых ран. Даже у кровососов это выглядит не так омерзительно. Но Вандемейр, похоже, был в восторге. Он, не обращая внимания на нас с Костиком, опустился в смятую окровавленную траву на колени, расстегнул рюкзак и стал вытаскивать футляры и чехлы, коробочки и баллоны. Вид у него был до нельзя серьезный и отрешенный. Не дать не взять шаман, который готовится к особо ответственному камланию. Дитрих развернул чехольчик, кипку ленту черного пластика с кармашками, в которых покоились странные инструменты. Ученый задумчиво потянулся к железкам, пошевелил пальцами. Выбрал блестящую штучку, напоминающую рукоять оружия какого-нибудь марсианина в фантастическом фильме. Рука в оранжевой перчатке обхватила рукоять. Дитрих щелкнул фиксатором, из гнезда выскочило зубчатое полотно. Потом Вандемер опустил прозрачно забрало комбинезона. Ученый щелкнул инструментом, железяка зажатая в оранжевой перчатке завизжала. Звук вышел неприятный, да зуда в зубах. Дитрих навалился на жертву науки и стал отпиливать голову. Пила визжала, мохнатое тело ангела содрогалось. Капельки крови, частички мяса, хрящей и жил летели в стороны. – Тю! – сказал Костик. – Яке варварство! Я гадал, що на заході усі гуманісти і друзі природи. – Так і єсть! – кивнул я. – Гляди, як він гуманно башку собаки отрезає. – Я, к примеру, с хвоста бы начал. – Вандемер, вам хвост не нужен? – Тогда я заберу. – А тобі на вищу? – Костик тут же заинтересовался. – Хіба він щось коштує? – Я назвал примерну стоимость. – Йо… Чого ж ти раніше не казав? Грощі пополам. Тем временем Вандемер отпилил башку мутанту. Не обращая на нас внимания, он взял сверточек, тоже чёрного цвета. Вообще в его снаряжении преобладали штучки чёрные, либо серебристые. Стал разворачивать странный шелковистый материал слой за слоем. Вот в его руках оказалась довольно вместительная торба. – Чего это пополам? – возразил я Костику, продолжая наблюдать за действиями Вандемейера. – Тебе, Гоша, командировочные платят. – А тобі, Вандемейер, зарплатню? – Ладно, ты можешь собрать хвосты слепых псов, они тоже дорогі. Вандемейер встряхнул чёрным кульком так, что складки расправились. – Я так гадаю, що ти слепий, мене дуриш. Скільки кошти хвосты звичайного сабацюри? – Но Костик задумался. Возможно, припомнил угольщика, увешанного хвостами слепых псов. – А ты прикинь, сколько стоит курточка, расшитая этими хвостиками? Минус работа, материал, фурнитура и прочее. Костик прикинул и кивнул. – Гаразд. – То ви тут лечить своїх янголів, а я піду по хвостыки. Тарас скрылся за кустами, а Вандемейер сосредоточенно запеленал отпеленную голову чернобыльской собаки в пластиковую торбу. Потом ещё раз попшикал внутрь из баллончика. Чёрный пластик сдулся пузырём, и учёный быстро соединил края. Обрез чёрного кулька склеился, потом раздутые пластиковые бока стали опадать, стягиваться, и в конце концов у Дитриха осталась голова ангела, туго облепленная чёрным пластиком, рельефная, будто выкрашенная масляной краской. Вандемейер откинул заляпанное кровью забрало, полюбовался собственным произведением и торжественно опустил его рюкзак. «Тут и Костик возвратился. Пришло время принимать решение, что делать дальше». «Что теперь робитимемо?» С энтузиазмом осведомился Костик. «Я так гадаю, зараз артефактів усюди повно. Сбирай не хочу». «Как, что делаем?» Дитрих накинул лямки потяжелевшего рюкзака и всем своим видом демонстрировал готовность к подвигам. «Наведаемся в долину костей». Я вздохнул. «Конечно. Вандемейер начальство. Он имеет право приказывать. Мы условились, что в темную долину я его не веду, но сейчас после выброса его вожделенных ангелов легко встретить и здесь. А если через нашу лощинку можно проникнуть в темную долину, то и опасных мутантов, скорее всего, удастся встретить именно там. С другой стороны, после выброса особенно густо появляются артефакты. Словно аномалии заряжаются энергией заново и сбрасывают излишек, клепая эти странные образования. Кто первым попадет на свалку, вполне может собрать богатый урожай. «Воды маловато», напомнил я. «Придется завернуть на автокладбище. Там есть тайничок. Может, кто-то, убегая от выброса, излишек воды оставил». «А, общак», – подсказал Костик. «Ну, вроде того, да, похоже. Когда-то наши, в припадке трудового энтузиазма, вырыли что-то вроде погреба под будкой сторожа, или чем является металлический домик у входа, перекрытого ржавым шлагбаумом. Туда запихнули оружейные контейнеры и теперь складывают всевозможное барахло, вроде драных комбезов, дешевых консервов, ну и прочее в таком духе. Всякую всячину, которую жалко выкинуть, но тащить перекупщику бессмысленно. Существует неписанное правило. Взял что-то из кладовочки, положив взамен хоть какую-то мелочь, которая хотя бы теоретически может оказаться полезной. Поэтому кладовочка никогда не пустеет. «Мы двинули прежним путем, по старому шоссе к свалке. Асфальтовое полотно дороги удобно тем, что на нем аномалии выделяются лучше. Их можно разглядеть, особенно если внимательно слушаешь датчик и вовремя заметишь его стрекот. Мутанты нас не беспокоили, хотя иногда доносилось сытое кабанье порыкивание и завывание слепых псов. Год уже давно ушел на юг, а зверьё, оставшееся здесь, успело распределить охотничьи угодья. И победители сжирали неудачливых конкурентов. Набегались во время выброса, теперь набили брюхи и отдыхают. Лагеря на автокладбище мы достигли без приключений. Я даже прикинул, что вообще-то это неплохая идея первым прогуляться по свалке и собрать урожай. Проблема только в том, где ночевать. Наш лагерь хорош вовсе не тем, что его удобно оборонять. Скорее наоборот, в тесных закоуках между ржавых автомобилей сложно отбиться от зверья. Просто местечко обжитое, здесь всегда толпится народ, а в людном месте ночевать безопасно. То есть безопасно настолько, насколько вообще в зоне можно говорить о безопасности. Сейчас в лагере не было ни души. ПДА помалкивал, не фиксировал ни единого сигнала в округе. Даже удивительно, какое впечатление может производить опустевшее местечко, который привык видеть людным и оживленным. Между ржавых остовов брошенной техники валялись клочья промасленной бумаги, грязное тряпье, горы пластиковой посуды. Обычно кое-какое подобие порядка у нас поддерживают, но сейчас лагерь остался таким, каким его покидали сталкеры, в спешке побросавшие ненужное барахло. — Вандемейер, — попросил я, — ваш ПДА мощней, поглядите, нет ли кого поблизости. Если наши не возвратятся в лагерь, ночевая здесь будет слишком опасна. — Пока ничего, — сообщил Рыжий, — но я буду поглядывать время от времени. Вандемейер с Костиком пошли осмотреться, а я полез в кладовочку. Поднял доски и занялся содержимым верхних ящиков. В нижний ряд лезть смысла не было, если там и найдется вода, то наверняка протухшая. Но мне повезло, я наткнулся на канистру, в которой булькало. Похоже, питьевая вода, вполне пригодная. — Слепый! — позвал Костик. — Да вы, счется! Я поспешно заполнил флягу, сунул в ящик банку казенной тушенки из нашего с Дитрихом пайка. Опустил доски на место и поспешил к спутникам. Костика удивила поведение автомобилей на кладбище. Подальше от входа техника стала оживать. Старая пожарная машина, ржавая, покрытая облупившейся выцветшей краской, подмиговала левой фарой. Правая была разбита, и там сквозь изъеденной коррозией металл проросла черно-скрюченная травка. Грузовик с наполовину вросшими в землю ступицами колес пытался включить дворники. Лобовое стекло давно высыпалось, даже осколков не видно. Но прогнившие насквозь ржавые железки упорно пытались провернуться вдоль несуществующих стекол. После выбросов это бывает. Вообще в зоне старой техники может вести себя совершенно удивительным образом. «Автобус, такой же, как и тот, в котором мы ночевали накануне», – издал гудок. Я невольно глянулся и едва удержался, чтобы не крикнуть. На водительском месте из-под черного пластмассового обода рулевого колеса поднималась мохнатая макушка. Показались торчащие острые уши, напоминающие рога, взирошенная шевелюра, горящие желтые глазки. Приоткрылась пасть, полная острых треугольных зубов. Псевдопес вскочил передними лапами на руль и заставил старую рухлядь снова подать звуковой сигнал. Только теперь я стряхнул на вождение и вскинул гадюку. Хитрая тварь словно почувствовала мое намерение и молниеносно метнулась в сторону, пропала в тени между ржавыми бортами автомобилей. Теперь знакомое хриплое рычание неслось отовсюду, темные тени с горбами мышц над лопатками показывались в просветах между машин то тут, то там. Довольно большая стая псевдопсов оккупировала лагерь и теперь собиралась, подтягивалась к нам. Назад, медленно, бросил я спутником. Но не поворачиваться спиной, не бежать. Вандемейер с Костиком послушно встали плечом к плечу и попятились, настороженно вводя стволами калашей. Я поспешил к ним навстречу, пристроился слева от Вандемейера. Костик оказался нашим правым флангом. Его атаковали первым. Три мутанта метнулись из тени. Костик встретил их очередью, сбил переднюю тварь в полете. Две другие устремились к нему, в прыжке они вытянулись, будто сделались длинней, тоньше, как распрямляющиеся пружины. Что было дальше, я не глядел, потому что ко мне тоже поскакал пес. Я выстрелил, всадил две или три пули в мускулистый горб, но это не могло свалить тварь. Но псевдопес передумал прыгать, взвизнул и метнулся в тень под грузовик. Рядом ударил автомат Дитриха, заглушая бронь Костика и хриплый рык пса. Я бросил быстрый взгляд вправо, все в порядке. Оба моих спутников стояли на ногах. Псы убрались под прикрытие техники. Мы воспользовались передышкой и отступили на широкую площадку у входа. Псевдопсы больше не атаковали, показывались из-за машин, рычали, скалились и снова укрывались в тени. Эти твари поумнее слепых собак, а не умеют отказываться от драки, если игра не стоит свеч. Да скорее всего они не считали нас подходящей добычей, просто хотели выгнать из лагеря. Не знаю чем их привлекло кладбище техники, то ли понравились запахи человеческой стоянки, то ли пришлись по душе разогретые на солнышке ржавые бока автобусов. Во всяком случае за шлагбаумом мы перевели дух, нас никто не преследовал. «Вот шкода», – пробурчал Костик. «Хвостик загубился. Одного сабатюра я точно поклав, а хвостика не узятый». «Вот жадный хохол. Был сигнал», – странно спокойным тоном сообщил Дитрих. «Какой сигнал? У меня из головы не шли псевдопсы с их зубастыми улыбками». «На ПДА», – пояснил ученый. «Одиночный сигнал. Человек вошел в Долину Костей, потом пропал. Сейчас я его не вижу, но если он в зоне слепого пятна, то это нормально, его компьютер недоступен». «Может, то Павлик повернулся. Ну, той, угольщик». «Может и угольщик. А что теперь делать будем? Никого нет, а одним мы лагерь не сможем у псевдопсов отбить». Я посмотрел на спутников. Бандемейру хотелось в Долину Костей. Тарас, разумеется, мечтал пройтись по свалке и собрать артефакты. Мне бы тоже хотелось набить контейнер хабаром, но беспокоил предстоящий ночлег. «Слепой. Я настоятельно прошу вас проводить меня к слепому пятну. В конце концов, это ваша работа. Вы нашли воду, верно?» «Ну да, верно. Моя работа. Вода плохая, но дело не в воде. Нам нужно местечко, в котором можно переночевать. А здесь поблизости ничего подходящего, кроме базы долга. Но вы успели с долговцами поругаться, помните?» «Я гадаю, что мы можем на військовом объекте нич привезти», предложил Костик. «Той, что на карте. Радиоточка. Якщо его покинуто, то он «вотчиненный» стоит. «Вотчиненный», – передразнил я. «А если за чинений?» «То відкриемо», – пожал плечами Костик. «Алиж, по-перше, непогано было бы по тим буграм пройтись. Майбудь щось коштов не знайти ему». «Я сейчас отправлю сообщение корейцу», – решил я. «Пусть собирают бригаду охотников и займется псевдопсами на кладбище техники. Мы тем временем пройдемся по свалке, а там видно будет». Это решение устроило всех. Я отстукал сообщение корейцу, и мы отправились к терриконам свалки. По пути я прочел спутникам лекцию по технике безопасности. «Конечно, сбор артефактов после выброса – это все равно, что рыбалка после дождя. Дело хорошее. Однако от жадности голову терять не надо. Вглубь свалки я нашу группу не повел. Там после гона любая тварь может встретиться». Мы прошлись по краю, внимательно прислушиваясь к стрекоту датчика аномалии и дозиметра. Вскоре пришел ответ корейца. «Принято, займусь». Кореец – толковый парень, достаточно крепкий, жесткий. И задатки лидера у него есть. Так что в лагере на свалке его слушают. Однако лидерам группировки ему, думаю, не бывать. Не хватает подлинной твердости. Для того, чтобы сколотить собственную постоянную группу, необходимы связи за периметром. Постоянный канал доставки снаряги с Хабаром. Такой, чтобы действовал в обе стороны. Ну а за периметром все зоны влияния определились. Все, что можно поделить – поделено. Чтобы влезть в бизнес на большой земле, нужно иметь куда большую твердость. Ребята вроде Гоши Карова. Это не псевдопсы. Это куда страшней. С ними корейцу не совладать. Зато порядок он в лагере наведет. Тут, я уверен, соберет ребят, организует операцию по зачистке. Вопрос только, когда он управится. Дитрих, который поминутно глядел монитор КПК, сообщил, что на периферии территории доступно его прибору. Возникли три точки. Пришли с севера и остановились. Возможно, наши. Собирались на автокладбище, но получили рассылку корейца и притормозили. А еще вероятнее, это дозор долга. Они держат постоянный лагерь к северо-востоку от свалки. Что-то вроде блокпоста. Эта группировка претендует на контроль над территориями между военными складами и свалкой. Так что стараются держать под присмотром основные маршруты. А свалка выглядела как обычно. Терриконы, под которыми зарыты радиоактивные железяки, дышали и переливались. Торчащие из грунта ржавого металлоконструкции будто шевелились. Такое впечатление создавали аномалии, расположившиеся на выгоревших бурых склонах. Мы исправно держались у подошвы холмов. В опасные места они лезли. Да без специального защитного снаряжения туда и не сунешься из-за одной только радиации, не говоря уже об аномалиях. Но мы и у подножья собрали неплохой урожай. Грави, выверты, парочка каменных цветков. Не слишком редкие штучки, но и они имеют цену. Костик сдерживал охотничий азарт, хотя я видел, что его разобрало. На всякий случай пришлось преподать ему урок. Тарас заинтересовался вывертом, который поблескивал в заманчиво близости к подножью холма. Артефакт лежал в заростах жесткого черного бурьяна. Единственное растение, способное подняться на этих глинистых склонах. Система у нас была отработана. Если датчик аномалии подает голос, без моего позволения ни шагу. Я проследил взгляд Тараса и поинтересовался. Хочешь взять? А как же? Посмотри. Я вытащил из нагрудного кармашка пригоршню болтов и нарочито аккуратно швырнул один за другим. Так что мои маркеры легли в те места, где намеревался пройти Костик. Потом правей и левей тоже. Карусели совсем маленькие, а потому незаметные, надежно стерегли добычу. Костик проследил полет болта, раскрученного каруселью. Потом другого, который впечатался в суглинок, притянутый гравиконцентратом. Мрачно посопел и спросил. Так что, ни як не узяты? От шкода. Ладно, стой где стоишь и внимательно следи за моими пальцами, велел я. А сам двинулся в обход, туда где обнаружил безопасный проход между аномалий. Поравнялся застрявшим в кустике вывертом, продвинулся еще немного выше. Дозиметр недовольно защелкал, и я решил дальше не продвигаться. Ракурс открылся уже вполне приличный. Ловкость рук против зоркости глаз. Прицелившись, я швырнул болт. Мимо. Тонкость заключалась в том, что между мной и Хабаром имелся свободный коридор. Слишком узкий, чтобы я рискнул туда сунуться. Но достаточный, чтобы пролетел болт. Вторая попытка. Удачно. Болт ударил в основание ветки, согнувшийся под весом артефакта. Упругий стебель распрямился. Выверт взлетел, угодил в периферию карусели. Его крутануло, и артефакт, описав красивую дугу, спикировал в пыль к ногам Костика. Даже лучше, чем я рассчитывал. «Ты чаклуун», – убежденно заявил Тарас. «Колдун? Хм, ну да, да, я колдун. И не забывай об этом никогда», – гордо объявил я, осторожно спускаясь к подножию бугра. Вообще-то особой необходимости в таком представлении не имелось. Костик был вполне дисциплинированным подопечным, но не мешало время от времени напоминать, что он всего лишь новичок и должен доверять словам ветерана больше, чем собственным догадкам. Потом бродить стало скучно, я спросил. «Ван де Мейер, а как вы объясните такой факт?» «Если где-то допекут всех собаки или, скажем, кабаны, ну вот соберемся мы, зачистим это место, то не проходит и недели, как там новая стая, вдвое злей прежней. Почему так?» Дитрих в поисках артефактов не участвовал. Держался позади и поминутно останавливался, что-то переключал, вертел свои приборы. «Должно быть искал сигналы чужих ПДА, а может пытался проследить за стаей псевдопсов на стоянке. Меня это вполне устраивало. Во всяком случае, мутанты не подкрадутся незамеченными. Пока я разыгрываю представление перед Костиком. Мой вопрос его заинтересовал, он даже оставил в покое этот свой хитрый приемник. Ну, это, конечно, не мой профиль слепой. Я могу только предположить. Дело в том, что в каждой стае имеется некоторое количество молодых самцов, которые хотят подняться в иерархии, получить доступ к самкам, иметь большую долю в добыче и так далее. Однако старшие им не позволяют, так что едва где-то появляются ничейные охотничьи угодья, этот молодняк устремляется туда. Потом они дерутся, выясняют отношения, формируют новую иерархию. Ну, а дальше начинают набеги на соседей, им нужны самки, а не отбивают их у соседних кланов. Да, логично. Но почему они на людей бросаются злее? Между собой, соседями и за самок, это понятно. Потому что без баб они звереют. Встрял Костик. Зразумев? Вот ты слепый. Ты чему не придумывал анекдота про того Петрова и баб? Сталкер Петров на баб не глядит, отрезал я. Он сказал, если я женюсь, то лишь на самке кровососа. Как это? Она ж страшна. С лица воду не пить. Я пожал плечами. Зато как сосет. Пока Костик давился смехом, я снова обратился к ученому. И все же, почему новая стая более агрессивна? Причина та же. Агрессия – признак силы. Кто активнее атакует чужаков, тот и альфа-самец, тому и добыча, и самки. Все как у людей, заметил я. Не, у людей все приховано. Подивишься на какую-то людинку, тихенький такой. А сам – ого-го. Но суть та же, верно? Не прошло и двух часов, как контейнеры были полнюхоньки. Никто в поле зрения наших ПДА не появлялся, даже мощный агрегат Дитриха показывал лишь троицу к северу. Я уже окончательно уверился, что это долговцы, а стало быть, никто не примчится на автокладбище выбивать мутантов. До вечера было далеко, однако здравый смысл советовал задуматься о ночлеге. И Дитрих все чаще посматривал на меня со значением. Я прекрасно понимал его безмолвные намеки. Ван Демейер, а если мы не сумеем укрыться на военном объекте? Или если нас там обложат мутанты? Сколько мы продержимся? Вы же нашли воду слепой. Да, но пить ее будем только в крайнем случае. Я не уверен, что она вполне подходящая. Мало ли, что с водой бывает после выброса. И еда. Я уже ругал себя, что оставил в кладовочке консервы. У меня есть армейские пищевые концентраты. Подарок профессора Головина. Сухие и хватит надолго. И еще в моем рюкзаке осталось шесть банок энергетика. Он отлично утоляет жажду. Дитрих разлагольствовал совершенно непроницаемым лицом. При известной экономии шесть банок на двое суток всем нам. Вашей водой можно залить концентраты. В их составе содержатся обеззараживающие добавки. И я сдался. Все равно решилось без меня. От моего согласия ничего не зависит. Что бы ни ждало нас в лощине слепого пятна, а ночевать поблизости от стоянки, захваченной псевдопсами, пожалуй, не менее опасно. Тут и Костик встрял. От того військового объекта и где подземный хит? Мы сможем им скористаться, чтобы потом втекти. Ну да, воспользоваться подземным ходом. А если он завален? А если там завелись крысы или еще какая нечисть? И куда у нас выведет этот ход? В темную долину, где после выброса бутанты кишня кишат? Но спорить было бесполезно. Я уже отчетливо видел, что парочка сговорилась за моей спиной. Да и в конце концов, почему я привык все видеть в мрачном свете? Может заброшенная радиоточка, это тихий, уютный подвальчик, комфортабельный и надежный. Словом, мне ничего не оставалось, кроме как махнуть рукой и согласиться. Я шел, поглядывал в ПДА и думал, что глупо все вышло. Пока дойдем в эту проклятую долину, пока облазим ее. А лазить придется медленно, потому что после выброса там можно встретить всякое. И нам следует быть предельно внимательными. Ну, а в зоне внимательны, это очень-очень медленный. Словом, закончим к вечеру. И что? У лагерь на автокладбище не сунешься, а там псевдопсы. К ближайшему подходящему ночлегу до темноты не поспеть. Три точки на экране ПДА к северу, это, конечно, долговцы. Но туда с Вандемейром не пойдешь. И где ночевать? Хорошо бы кореец успел собрать войско и управиться до темна. А если нет? Здесь не тихая окраина. Просто на дереве сидеть всю ночь страшновато. Но вслух я ничего не сказал, как всегда. Мы же крутые парни, мужественные сталкеры. Нам не годится испытывать сомнения. Вот такие невеселые мысли клубились в моей голове, пока мы шагали к знакомому распадку между холмов. Потом стало не до мыслей. Датчик аномалий и дозиметр застрекотали одновременно. Значит, начинается работа, и лишние мысли могут проваливать на все четыре стороны. Потому что мешают. Я пощупал карман с болтами. Маловато. На автокладбище всевозможного металлического барахла полно. Там всегда можно набить карманы заново. Я и привык так поступать. Однако сегодня не удалось пополнить запасец. Перед входом в лощину я велел перестроиться. Дальше мы двинули гуськом. Как обычно, верхушки холмов были заражены сильней. Там и аномалии встречались чаще. И сомненно, есть какая-то связь между радиоактивным фоном и появлением аномалий. Точно есть. Здесь, внизу, фон был приемлемый, но ловушки после недавнего выброса все же возникли. Справа пара каруселей, слева лифт, совсем слабенький. Как я убедился, когда угостил аномалию болтом. В общем, ничего особенного, но проход узковат. Горловина долины костей тоже слегка приподнята. И здесь деревья не могут вырасти толком. То ли радиация помехой, то ли периодически возникающие аномалии. Так что путь в лощину лежал через невысокую седловину. Абсолютно голую. Ни травы, ни кустарника. Под ногами рыжая глинистая почва, ровная, смытая потоками дождевой воды, избегающая с холмов. Я объяснил, что нам предстоит, и велел держаться левей, потому что лифт, в сущности, штука почти безобидная. Лишь бы не отшвырнул вправо. О том, чем грозит подобная перспектива, свидетельствовали кровавые клочья. Похоже, несколько псов угодили в объятия каруселей. Даже странно, что так мало. Если здесь прошел гон, трупов могло бы оказаться куда больше. Возможно, основной поток мутантов миновал долину прежде, чем выброс сформировал аномалии на седловине. Очень мне не понравилось вести пару неопытных новичков. То и дело тянуло глянуться. А ведущему-то положено смотреть вперед. Пока шли, у меня в голове сложилось сначала нового анекдота. Ну, значит так, подрядился сталкер Петров провести по зоне богатого туриста. Продолжение я сходу не придумал, отложил на потом. Наверное, Петров туриста сперва оглушит, потом возьмет на плечо, да и пронесет по маршруту. Это ведь лучше, чем если его аномалии прихлопнет. А потом все едино на себе тащить. В общем, было над чем подумать, пока я вертел головой то вперед, то под ноги, то назад, как-то мои голуби. Но зона милостиво миновали коридор без потерь. Вот мы прошли узкую горловину и склоны холмов раступились. Перед нами лежал хвойный лесок. Я проверил ПДА. Теперь он в любой момент может потерять спутниковый сигнал. И хотелось напоследок посмотреть план местности. Дитрих с Костиком благополучно миновали ловушки и встали позади. Вандемейр заглянул мне через плечо и тоже занялся ПДА. Это я увидел, покосившись в его сторону. Я осмотрел карту долины, предложенную спутником. Вроде запомнил. А когда опустил глаза, заметил под ногами металлический блестящую безделушку. Конечно. Я ничуть не удивился, подняв из травы обломок КПК. Свежий скол будто топором рубанули. Стекло мониторчика высыпалось, обнажив замысловатое нутро электронного прибора. Сколько я здесь похожего барахла видел, а до сих пор не понимаю, зачем нужно калечить ни в чем не повинные машинки, даже если пропадет сигнал спутника. Я подкинул обломок КПК на ладони и машинально сунул на грудный карман, к болтам. Аномалий по курсу мой прибор не регистрировал. Никаких звуков с поляны не доносилось, разве что запах, тяжелый, притомно-солоноватый. Я осторожно двинулся вперед, раздвигая стволом гадюки густой лапник перед собой. Миновал заросли по краю поляны, выступил на открытое место и замер. Костик, сунувшийся следом, сопя поравнялся со мной, вышел из-за елочек и длинно свистнул. Его тоже впечатлило зрелище. Поляна перед нами была завалена изодранными телами мутантов. Разорванными в клочья, располосованными, вскрытыми вдоль, от горла до паха. Вывалившиеся внутренности, раскроены черепа, оторванные конечности. Посреди рыжей груды слепых псов громоздятся кабани туши. Дальше видна разорванная на части псевдоплоть. Ее несоразмерно длинные конечности разбросаны довольно далеко от истерзанной округлой туши. Среди мохнатых кабанных загривков, на которых багровыми сосульками засохли слепленные кровью пряди шерсти, нелепо торчит мускулистая нога псевдогиганта. А самого урода не видно под кучей мутантов помельче. Вакханалия убийства. Кровавые груды неподвижны. Ничего не нарушают смертельного покоя в Долине Костей. Вы заметили, что снаружи нет тел? Удивительно спокойно осведомился Ван Демейер. Поток мутантов из Темной Долины не покинул этого распадка. Они все здесь погибли. Растерзали друг дружку. Я промолчал. Ничего говорить не хотелось. Да и что добавить к рассуждению Дитриха? Он прав. Если из Темной Долины ведет узкий труднопроходимый коридор, то мутанты во время гона скачут по нему плотным потоком. Они не дерутся между собой, когда выброс гонит их отчаясь на юг. Ну, то есть иногда огрызаются, когда сталкиваются на бегу. А если кому-то захочется схлестнуться, бегущий следом сметут и затопчут. Во всяком случае, так рассказывают. Хотя вряд ли кому выпадала возможность наблюдать гон во время буйства зоны. Как бы там ни было, но картины подобно этой я не наблюдал никогда. И никогда не слыхал о чем-то таком. Значит, на границе Темной Долины от общего потока отделилась толпа мутантов, помчалась к свалке. А в этой лощинке им приспичило устроить побоище. Всем сразу, одновременно. Так что ли? И, вероятно, подобный приступ охватывает зверей в Долине Костей регулярно. Иначе откуда бы взялись груды останков на поляне? Да. Мне страшно захотелось предложить Костику с Вандемейером свалить отсюда побыстрей. Куда угодно, хоть на автокладбище к псевдопсам. Лишь бы подальше, лишь бы не находиться здесь, среди нескольких тонн окровавленной истерзанной плоти. И будь я один, точно бы смылся. Ей и богу, зоной клянусь. Вот прямо тотчас бы убежал. Едва увидел бы это месиво, смылся бы. Я же не герой, не сталкер Петров. Но я был не один. Выказывать страх перед спутниками как-то не хотелось. Что делать, мимо? Осведомился Костик. Я пожал плечами. Я видел сигнал с чужого ПДА, напомнил Дитрих. Сюда вошел человек. Животные мертвы уже несколько часов, верно? Человека они повредить не могли. Значит, он здесь. Либо ушел в темную долину. Я снова пожал плечами. Вандемейер, вам что-нибудь нужно в этом месте? Я имею в виду для исследований. Разве что пара снимков. Ученый засуетился с ПДА, должно быть, переводил в режим видеозаписи. Потом он заговорил медленней, урывками. Значит, начал фотографировать. Только зафиксировать. Странный феномен. Как они его терзали, а? Ну, вообще, это кладбище привлечет. О, Годхин! Шреклих. Шреклих из Блюдбад. Гитрих двинулся между мертвых тел, обходя кабани туши. Он подбирался к лапе псевдогиганта, воздетой к небесам. Этих тварей ученый пока еще не встречал. Естественно, ему стало интересно поглядеть хотя бы на разделанную тушку цыпленка-переростка. Привлечет, бормотал Ван Демейр, снимая картины бойни. Новых зверей. И было бы неплохо. О, Год, глядите, какой удар. Ех ты с Блюдбад. Ван Демейр, мы не поминаем Гота. Мы большую зону призываем. О, Зона, какой удар. Я изо всех сил старался оставаться прежним насмешником, но, боюсь, выходило не слишком натурально. Боюсь, боюсь. Так что там, говорите, привлечет кровавая баня? Я говорю, привлечет новых зверей. И вот за ними было бы неплохо понаблюдать. О, мой ПДА потерял сигнал. Как он буднично об этом сообщил. Ведь мог бы поступить по-человечески, возопить, скажем, не своим голосом. О, Год, сигнал потерян. О, какой ужасный Шрек. Так нет же, сигнал потерян. Едва ли не радостно, и так бормочет. Мол, все идет по плану. В мене також спутник загубився. Бросил Костик с края полянки. Он обогнул горы мяса, держась на периферии Блюдбада. Дитрих обошел вокруг могучей лапы. Я шел следом, на всякий случай держа на готове автомат. Нет, заснять тушу псевдогиганта не вышло. Не бывать ему в главной роли. Тело оказалось полностью погребено под кровавым месивом. Умирая, наша несостоявшаяся звезда экрана колотила конечностями и сбила вокруг себя совершенно немыслимую багровую кашу. Вам не терпится на обед к мутантам, уточнил я, в качестве десерта. Далеко не все предпочитают мертвичину. Есть такие, которым по душе свеженькая. Даже странно, что нашествие еще не началось. Эти горы мяса не могут не привлечь огромного числа плотоядных. Я уже пугался заранее, а Вандемейру хоть бы хны. Он снимал, вертел своим ПДА, выбирал ракурсы, чтобы получше запечатлеть блюдбат. Я как дурак шагал за ним с автоматом на изготовку. Под ногами хлюпало и чавкало сырое мясо. Иногда со скрежетом терлись растресканные косточки. Костик держался в стороне и помалкивал. Наконец, Вандемейр соизволил ответить. Вы совершенно правы, слепой. Нам необходимо убежище. Конечно, я прав. Но я надеялся, что Дитрих ответит. Вы совершенно правы. Нам нужно валить отсюда с максимальной скоростью. Убежище? И где же вы предлагаете спрятаться? Высоких деревьев здесь нет. Да не помогло бы. Дерево может укрыть разве что от псов. А стадо кабанов его попросту повалит. И кабан не самая страшная тварь, что может явиться из темной долины. Да, убежище. Нам ведь не обязательно торчать посреди поляны. Еще бы. Достаточно и лапы псевдогиганта. Пусть она одна торчит. Я думаю, эти заброшенные армейские подземелья могли бы подойти, чтобы там укрыться. Костик, гляньте, далеко ли мы от входа? Я только вздохнул. С этой горой жратвы мутанты не управятся и за неделю. Тем более, что они станут подъедать друг дружку. Станут являться новые и новые твари. А у нас маловато воды. Ван Демейер, у нас мало воды. У меня шесть банок энергетика, ответствовал ученый. Если будет совсем плохо, то банки в день на человека достаточно. Вы, слепой, заполнили флягу в лагере. А еще у нас имеется армейский пищевой концентрат в сухих таблетках. Профессор Головин подарил. Помните? Там достаточно на неделю всем троим, даже с запасом. Когда ученый заговорил о еде, меня едва не стошнило. Я только теперь сообразил, что я герой, настоящий титан духа. Я не сблевал при виде этой полянки. Зато теперь меня ощутимо затошнило. Я закрыл глаза, чтобы дать измученному подвигам организму передышку. Хотя бы не видеть этого месива. Когда я почувствовал облегчение и открыл глаза, Ван Демейр снова занялся съемкой своего фильма ужасов. Костик аккуратно опустил ЭКМ на сгиб локтя, чтобы оружие было удобно перехватить в боевое положение. И вытащил сложенную карту. Он заранее перегнул длинную распечатку таким образом, чтобы снаружи оказался наш участок. Изучив крючки из Гагурины, Тарас изрек. И показал рукой Темную долину час от часу не легче. А если подземный ход завален? А если этот радиоцентр вовсе уничтожен? Или люк задраен так, что в него не пролезть? А что тогда, оптимисты? Чи можливо туди потрапати, ми зараз проверимо. Невозмутимо ответствовал Тарас. Идемо, хлопцы. И зашагал в сторону, где, судя по карте, должен был находиться вход в армейский объект. Ван Демейр следом. Ну и я поплелся за ними. А что оставалось делать? И тут до меня дошло. Ван Демейр, вы просили у меня воду запить таблетки, хотя в рюкзаке таскаете энергетик и сухой концентрат армейский сентаря. Вы что, готовились что ли сюда заранее? Вы сволочь, Ван Демейр, зона возьми, какая вы сволочь? Костик помалкивал. Я чувствовал, что он на стороне Дитриха. Зона дири этих восторженных новичков. Костик уже забыл, как мучился в неглубоком подвальчике во время выброса. Небось, тогда-то хотел оказаться подальше, хоть где, но за периметром. А теперь набрал Хабара контейнер, и трава не расти. Еще неизвестно, что с нами сделалось за время выброса. Катаклизм следует пережидать, закопавшись в грунт раза в три-четыре глубже. Не исключено, что наша отсидка в подвале обернется необратимыми изменениями в организме. Бывали случаи, я не раз слыхал. Под ногами чавкало и хлюпало. Здесь невозможно было пройти между мертвых тел, они громоздились друг на дружку сплошным ковром. В два, в три слоя. Чудовищно изуродованы трупы мутантов. Во время гона твари зоны бесятся и совершенно теряют контроль над собой. Они полностью отдаются своей кровожадной природе, но сила, которая гонит их от ЧАЭС к периметру, побеждает охотничьи инстинкты. Что-то здесь заставило твари задержаться, прервать отчаянный бег. Ну а уж потом, они сгрудившись к отловине, с узким выходом стали убивать друг друга. Костик остановился, поглядел по сторонам. Мы с Вандемейером поравнялись с ним и тоже притормозили. Если дело касается военного объекта, то лучше доверять Костику. Во всяком случае, тот держался уверенно, как будто разбирается в устройстве подобных сооружений. За тими кущами, мабуть, объявил Костик. Дивися. Я пригляделся. Похоже, в самом деле за изодранными кустами просматривается гладкобетонная стена. Вроде невысокая. Да так и должно быть. Это только выход. Бетонный купол, бронированная дверь на кронштейн для крепления антенны. А сам объект под землей. Не стейте поряд. Дистанцию вытримайте. Велел Костик. По я не знаю, что там может быть в середине. О, диви, антенна на месте. Оказалось, что объект покинуто. Антенна на месте. Я машинально поднял глаза и вроде в самом деле разглядел за кустами тонкий пруд с развилкой на конце. Но досмотреть не успел. Пискнул мой ПДА. Одновременно я расслышал какие-то сигналы поблизости. Сработали компьютеры Костика и Ван Демейра. Я машинально поднял руку с ПДА браслетом, не успев додумать до конца мысль, что, дескать, мы вышли за пределы слепого пятна и что спутник снова. Снова. Нет. Я так и не сложил в голове фразу насчет спутника. И пропал. Меня не стало. Не стало рук, ног, желудка, который плоховато реагировал на кровавое месиво посреди полянки. Исчезли мышцы, кости, нервы. Не стало мозгов. Я стягивался. Я покидал тело. Я стал маленьким, очень маленьким. Я превращался в крошечную точку, которая располагалась в глубине черепа. Где-то посередке, позади глаз. В экране ПДА разверзлась пропасть. Я, крошечная точка, падал в бездну. На мониторе происходило что-то невероятное. Я был не в силах отвести взгляда от бездонной пропасти, которая медленно, неспешно и величественно развертывалась передо мной. Она вращала покатые стены, составленные из разноцветных пятен. Стены складывались в воронку. Бесконечно далекое дно притягивало крошечную точку. Меня. Чем меньше делался я, тем громадней становился засасывающий меня Зев. Будто сама зона раскрывала жадную, ненасытную пасть. Там, в глубине, невероятной глубине, смещалась, вертелась, кружилась. Воронка развертывалась шире и шире. Она звала, всасывала, манила. Она тянулась навстречу. И я не соображал, что поднимаю руку, подношу ПДА, закрепленное на запястье, ближе к глазам. Я не мог ни отвести взгляда, ни задержаться на краю бездны. Я падал, падал, падал. Конца полету не будет. Я чувствовал мрачное, отрешенное удовольствие. Потому что все мы подспудно мечтаем о полете. И зона дала мне шанс. Я летел. Вниз, в бездну. В глаз урагана, в сосредоточии зоны. Зона проявления Бога на земле, как сказали Дитриху его взыскующие. Что же? Я летел к этому Богу. Я, крошечная точка. Душа. Моя душа освободилась от такого бренной плоти. И летела, чтобы обрести покой. Нет, не так. Ничто бы. Падение – это полет. Полет – это покой. Это и есть покой. Я обрел последнее, окончательное. Но к чему мы стремимся всю жизнь? Стремимся, не сознавая. Но что-то было не так. Так, покой должен быть всеобъемлющим. А я видел собственную руку сквозь радужную поверхность воронки. Которая, играя, медленно проплывала вокруг меня, в маленькой точке. Проплывала калейдоскопом цветных пятен и засасывала мою душу. Но я видел набухшие вены на тыльной стороне ладони. Видел пальцы, сведенные судорогой. Видел рукав грязного заношенного комбинезона. Я видел исцарапанный стальной корпус ПДА, в окошке которого разверзлась ненасытная жерла зоны. Мир, материальный мир пробивался сквозь зов духа. Я не мог отдаться полету целиком, потому что манящей картине не хватало каких-то штрихов. Не знаю, сколько продолжалось падения, но я мало-помалу стал выбираться из велькущего меня потока. Нет, отвести взгляда не получалось. Но у меня вышло закрыть глаза. И я тут же словно вывалился из ниоткуда. Все тело болело, а деревеневшие мышцы не могли удержать равновесие. Глаза жгло под судорожно стиснутыми веками. Потом меня сильно ударило в бок и по сведенной руке. Я упал в мягкую кучу кровавых отшметков, стукнулся в жесткую решетку на треснутых ребер какой-то твари. Не знаю, сколько я провалялся среди дохлятины. Скорее всего, недолго. Кажется, сознание не терял, но не стану утверждать наверняка, потому что мое состояние не слишком отличалось от беспамятства. Если бы на поляну заявилась какая-нибудь тварь, вряд ли я сумел бы оказать ей сопротивление. Мышцы одеревенели, я с трудом ощущал собственное положение в пространстве. Где уж тут уследить за временем? Я лежал. Вандемер с Костиком торчали на краю поляны, как статуи, неподвижные, окостенелые. Я упал так, что видеть их не мог, но в поле зрения оказалась тень Дитриха. Она оставалась неподвижной. Из кустов, там, куда мы направлялись прежде, чем сработали КПК, донесся скрежет. Тяжелый, металлический. Именно такой звук и должен производить люк, закрывающий вход старое, заброшенное армейское убежище. Я постарался овладеть телом, но добился немногого. Пальцы оставались деревянными. Правда, заболели мышцы рук и ног. Мне это показалось хорошим признаком. Судорога отпускает. Вдохновленный этой мыслью, я стал напрягать непослушную правую руку. Сосредоточился на правой руке и постарался не думать о том, как больно шевелиться. Металлический скрежет завершился щелчком и снова сделалось тихо. Прошла минута. Должно быть, тот, кто открыл люк, оглядывался. Потом раздалось лязганье другой тональности. Тум-тум-тум. Мерно, неспешно. Шаги по металлической лестнице. Я старательно пытался пошевелить пальцами. Успеть вернуть контроль над кистью, пока не объявился хозяин долины костей. Тяжелые шаги смолкли. Теперь я слышал шорох и бряцание. Пальцы как будто вернулись ко мне. Такая прекрасная встреча. Я прикинул, чем можно воспользоваться и снаряжение. Гадюка лежала поверх уродливого месивой скрови и клочев шерсти. Перед моим лицом. Я пошевелил рукой. Автомат вздрогнул. Значит, ремень все еще обивает предплечье. Раздался шорох листвы. Тот, кто выбрался из люка, теперь продирался сквозь кусты. Кто-то большой и массивный, судя по тому, какой он производит шум. Повернуть голову я не мог. До того одеревенела шея. Да и боязно было. Возможно, пришелец меня видит. В его недобрых намерениях я был уверен. Окажи здесь приличный человек, сразу бы кинулся на помощь. Нет, хозяин долины костей нам не друг. Я замер и ждал. Пока что шевелиться было противопоказано. Но я мысленно прикидывал. Как дерну рукой, автомат прыгнет ко мне. Я ухвачусь за рукоять. Палец отыщет привычное местечко на спусковом крючке. Знать бы только, в какую цель придется стрелять. Я прислушивался. Шорох листвы и топанье тяжелых подошв сменилось чавканием и чмоканием попираемой плоти. Незнакомец шагал по рваному мясу. Оно же рядом. Когда шаги приблизились, я различил тихий металлический перестук и шипение. Они сопровождали движение чужака. Живодер шагал по мясной лавочке. Я его все еще не видел, но промелькнула тень. Незнакомец направлялся к Вандемейеру. А тот замер в нескольких метрах от меня. Тень пришельца показалась мне очень широкой. Что же, если мыслить позитивно, то пусть этот мясник окажется покрупней. Тем легче мне будет в него попасть. Тяжело ступая по кровавым ошметкам, Незнакомец приблизился к Вандемейеру. Две тени слились. И я подумал, что чужак теперь не глядит в мою сторону. Он должен быть всецело занят Дитрихом, так что можно рискнуть. Я осторожно повернул голову и удивился. Рядом с Вандемейером стояло нечто квадратное. Существо было невелико ростом, едва по плечу ученому, но зато чужак оказался широким и плотно сбитым. Потом я сообразил, что он одет в тяжелые доспехи. Что-то похожее на экзокостюмы высокой защиты, которые в ходу у долговцев. Перестук и шипение, сопровождающие движение, это работа сервомоторов. На ремне он придерживал английскую Infiled SA-80. Тяжеловато для этого малыша. Но экзоскелет облегчает даже очень маленькому парню работу с таким оружием. Оглядевшись, хозяин долины перекинул автомат за спину, чтобы освободить руки. Коротышка деловито обошел вокруг замерзшего Вандемейера. Снял с плеча ученого автомат. Мой автомат, между прочим. Почему-то именно это обстоятельство разозлило меня сильнее всего. Ну да, я собственник. А этот квадратный парень забирает мой автомат. Мой АКМ. С моей царапины на прикладе. Я очень зол. Я вне себя. Он ворует мое оружие. Ну же, слепой. Злись, злись. Злость должна помочь непослушным пальцам. Пока я тихо будил дремлющую злобу, распаляя себя для решительного рывка, коротышка в доспехах забросил автомат за спину и стал расстегивать оранжевый комбинезон Гитриха. Потянул с плеч, потом занялся рюкзаком. Я догадался, что он не собирается пока что раздевать Вандемейера. Просто стянул с плеча оранжевую ткань, чтобы легче было стаскивать рюкзак. Я приготовился. Пусть он отлечется. Пусть полезет в рюкзак. Ну же. Ну, давай. Там много интересного в рюкзаке. Давай. Коротышка стянул лямку справа руки Рыжего. Потом быстрым рывком, чтобы не застить взор, устремленный в ПДА, сдернул с левой. Потянул ремень, щелкнул замочком, откинул верхний клапан дорогого Гитрихова рюкзака. Полез внутрь. Пора. Я дернул рукой. Автомат, увлекаемый ремнем, прыгнул, но поймать одеревеневшими пальцами рукоять у меня не получилось. Я зашарил среди влажных очметков мясо, нащупывая оружие. Незнакомец страшно медленно, как мне показалось, повернул голову. Но этого было недостаточно. Массивные латы мешали ему поймать меня в поле зрения. Он стал разворачиваться всем корпусом. Движения были непривычно дерганными. Человек смещался рывками. Так работал экзоскелет его костюма. Я поймал рукоять, обхватил непослушными пальцами, нащупал спусковой крючок и приподнялся, опираясь на левую руку. Черное матовое забрало обернулось ко мне. Коротышка дернулся, рванул из-за плеча автомат, но не смог нащупать ни АКМ, ни английскую дуру. Растерялся от неожиданности. Его толстые в перчатках пальцы шарили. Натыкались то на калаш, то на инфайлд. Я поднял гадюку и напряг палец. Очередь ушла далеко в сторону. Меня качало, и автомат ходил ходуном в руках. А что же вы хотите? Четыре метра немало дистанция. Тут любой может промазать. Я выстрелил еще раз. Уже лучше. Очередь прошла совсем рядом с коротышкой. Тот присел, заслоняясь руками. Завопил. Голос звучал из-под непрозрачного забрала глухо. Но мне показался знакомым. Вообще, если бы у коротышки было время подумать, он бы сообразил, что огневое преимущество на его стороне. Не важно, что он сумеет сорвать с плеча, инфайлд или калашников. Но времени у него не было. Я снова трясущейся рукой поднял оружие, и коротышка, издав еще один испуганный вопль, метнулся прочь, к устам, позади которых виднелся гладкий бетон. Я сумел сесть и выпустил ему в спину все, что оставалось в магазине. Зона дери. Я был так слаб, что отдача едва не свалила меня. Но я удержался в положении сидя, а потом попытался встать. Коротышка длинными скачками преодолел открытое пространство. Его ноги в здоровенных башмаках скользили и разъезжались в рыхлом месиве. Потом он вломился в кустарник. Я встал и даже умудрился сделать первый шаг, хотя спину разогнуть так и не мог. Мышцы все еще не отпустило. Забавно у нас вышла погоня. Парень в бронированном экзоскелете с двумя приличными пушками за плечом убегает от скрюченного доходяги, у которого в руках разряженный пистолет-пулемет. Я, едва переставляя затекшие ноги, полез в кармашек за обоймой. Выудил ее и на ходу перезарядил гадюку. Шаг за шагом дело у меня пошло. Я успел выглянуть из кустов, прежде чем захлопнулся люк. Вход на военный объект представлял собой бетонный цилиндр около полутора метров в диаметре. Над уровнем грунта он возвышался сантиметров на 70. Люк был смещен на центра. На свободной плоскости из бетона торчал ржавый кронштейн. На нем укреплена странная антенна. Я таких раньше не видел. А что это именно антенна, догадался. Впрочем, любоваться видами мне было некогда. Беглец уже почти полностью погрузился в бетонный колодец. Я видел лишь сферическую макушку шлема, да руку, которая шарила по откинутой крышке. Нащупывая кольцо, за которое можно потянуть, я тут же выстрелил. Пули ударили в бетон, парень в экзокостюме заверщал, рука и шлем пропали. Мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Едва над бетонной стенкой показалась темная, я снова дал короткую очередь. Приближаться к горловине я опасался. Беглец наверняка уже приготовился к стрельбе. Но я не собирался позволять ему захлопнуть крышку. Преимущество было на его стороне. Мне ведь нужно было спешить на полянку, где мои друзья оставались совершенно беззащитными. Что делать? Ждать? Как долго? Постукивание и скрежет в люке делали все тише. И, наконец, смолкли вовсе. Я медленно двинулся к входу в подземелье. Встал рядом и прислушался. Ничего. Лезть внутрь я не рисковал. Заглядывать тоже. Вот еще, подставлять башку под пули. Руки меня уже вполне слушались, и я, придерживая оружие правой рукой, сунул левую на грудный карман. Вытянул пригорышню болтов. Прицелился и швырнул в люк. Несколько штук угодили внутрь, звонко зацокали по ступенькам, по стенкам колодца. Единого звука, который бы указал на то, что хозяин поджидают засаде. Тогда я встал рядом с бетонным цилиндром, сунул вниз под углом ствол гадюки и пальнул. Грохот пошел здоровский. И снова никаких признаков засады. Тогда я подобрал кусок бетона, валявшийся рядом с люком, и с размаху вогнал под петлю, на которой держалась крышка. Вроде заклинил. Возможно, со стороны, эта идея выглядела не бог весть, какой умный. Но я пришел в восторг от собственной изобретательности. Выбить мой клин несложно, но только для этого придется вылезать наружу. А на это, на шропке хозяин долины костей, вряд ли пойдет. Потом не попятился в кусты, не отводя МП-5, держая люк под прицелом. В кустах, наконец, решился развернуться и бегом бросился к Вандемейру. Ударил рыжего по руке. Бесполезно, одеревенело. Мышцы свело намертво. И рука, и шея. Тогда я ослабил браслет ПДА и развернул так, чтобы Вандемейр пялился не в экран. Потом обернулся к Костику. И едва я выпустил плечо Дитриха, тот мягко завалился на бок. С Костиком я, не задумываясь, повторил операцию. Провернул ПДА вокруг запястья. Отступил на шаг, глянул. Костик остался на ногах. Тогда я снова подбежал к Дитриху, ухватил за расстегнутый ворот комбеза, волоком потащил в кусты. Аккуратно уложил на бок, словно куклу. Вернулся за Костиком. Когда я снова глянул на вход в радиоточку, люк оставался открытым. Очень бы неплохо вышло, если бы наш застенчивый хозяин сбежал подземным ходом. Потому что встречаться с ним в нынешнем состоянии совсем не хотелось. Я дотащил Костика до кустов, уложил, подхватил Дитриха и поволок к люку. Мне было необходимо и за друзьями присматривать, и убежище не упускать из вида. А когда я возвратился за Тарасом, тот хрипло прочистил горло, глянул на меня почти что осмысленно. И даже пошевелил губами. Сказать ничего не смог. Но и то дело, вот уж воистину терминатор, железный человек. Пока я волок Костика сквозь кустарник, тот все моргал и сидел со мне что-то сообщить. Однако выхаркивал лишь неразборчивый хрип. Наконец я разобрал. I'll be back. Вот тогда-то у меня нервы не выдержали. Я уселся рядом с этим заржавевшим неподвижным терминатором, хохотал и хохотал. Из глаз текли слезы. Я смахивал их и повторял. Возвращайся скорее, полиглот хренов. Возвращайся, зона тебя дери. И мне в самом деле хотелось, чтобы они вернулись. И Костик, и Ван Демейр. Потому что это было очень несправедливо, сгинуть вот так в слепом пятне. И еще это было очень страшно, остаться в слепом пятне одному. Мне не привыкать бродить по зоне в одиночку. Я вообще не люблю компаний. Когда остаюсь один, мне легче думается. Но все-таки по-настоящему связь с нашим братством я не теряю. Есть ПДА, есть сетка в конце концов. Можно узнать новости, позвать на помощь, просто сказать кому-то привет. И только здесь, в слепом пятне, я по-настоящему почувствовал, что такое подлинное одиночество. Поскольку Костик начал приходить в себя, я сосредоточился на помощи Ван Демейру. Поправил комбинезон, устроил поудобнее. Гитрих застыл в такой позе, что положить его на спину не получалось. Тогда я подсунул свой рюкзак, а голову на деревеневшей шее пристроил на упругой ветке. Пока хлопотал, то и дело оглядывался, нет ли движения в люке. Нет, все было тихо. Потом я, старательно отводя глаза, на ощупь растягнул браслеты ПДА, своего и спутников, и упрятал в карман. Костик снова захрипел, я напоил его из фляги. И он жадно хлебал, отхаркиваясь и со свистов втягивая воздух. «Что? Что это было?» Заговорил он по-русски, не на мове. «Это был пустовар. Дима-пустовар. Вот так вот просто. Всего лишь маленький толстый Дима-пустовар, опустившийся толстячок с лицом печального мясника, властелин долины костей, владыка слепого пятна и грозный страж прохода в темную долину». Ван Демейер отходил после свободного полета куда дольше, чем железный костик. Я попробовал помочь ему так и этак, но напоить Дитриха не удалось. Он не мог глотать, и мои попытки размять сведенные мышцы не привели к какому-либо ощутимому результату. Время замерло. Я в растерянности, то оглядывался на бетонный цилиндр с откинутой крышкой люка, то глядел, как костик пытается разогнуть одеревеневшие конечности, то с тревогой прислушивался к слабому дыханию Дитриха. По крайней мере, странное оцепенение не касалось легких, иначе жертвам Длины Костей грозило бы куда более скорая смерть от удушья. Когда костик сумел сесть, Ван Демейер наконец кошлянул и хрипло выдохнул. Звук вышел невнятный, но я обрадовался. Я уже понимал, что человек приходит в себя и первым делом пытается заговорить. Ну что, Ван Демейер, пообщались с мировым разумом? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Ничего, лежите. Я все понял, не трудитесь повторять. Вот послушайте лучше, что я скажу. Как раз насчет взаимопонимания. Идет как-то сталкер Петров по темной долине. Слышит в кустах? Р-р-р-р-р, сталкер говорит, ага, понял, и бац по кустам с дробовика, вот и все Жартуешь, тебе все дурные жарты, а я ледве не помер Ничего себе шучу, а кто мне свои алби-беки твердил? Да я ж серьезно, а ты байки травишь Ты как? В норме? Я гляжу, ты на ридную мову перейшел, а? Яка вина мені рідна? Я тобі шо, хохол? Я український громадянин, тому розмовляю державною мовою, як і тобі, до речі, належить. Скажи краще, що це зі мною було? Дитрих закашлялся, і я поспішив к нему Ученый встретив мене вполне смисленним взглядом, кривив рот і не мог произнести ни слова Лицо було білое, губи синие Тут только я і сообразил, таблетки пропали Пустовар, сволоч, удрал з Дитриховим рюкзаком І все наші лікарства, армейські концентрат і шість банок енергетика Все накрылось медним тазом Так що було то? Эффект Рубічова Хольтона, хрипло произнес Дитрих Вандемейер, ви живі! Обрадовався Костик А то в мене шія стала як дерев'яна Голову повернути не можу, і вас не бачу А що це за еффект такий? Подробності не скажу, але суть в тому, що Движущіся картинки можуть ввести в ступор, із которого Человек не выходит самостоятельно Вы слышали о том, как запретили прокат некоторых сериалов аниме? Там был обнаружен сходный эффект Нет, никогда аниме не интересовался Я склонился над Дитрихом і осторожно напоився фляги Я вообще телевізор не люблю Там многое построено на правильно подобранном цвете Да і пульс красными і зеліными кнопками Тоже інструмент дискримінації дольтоніков Звізде, кстати, Гоша не разрешает телек ставить Говорит, не буде у мене в заведении дебилизатора Ученый хрипло откашлялся і продолжил Кх-кх-кх Здесь слепое пятно, сигнала спутника нет І вот кто-то поставив здесь Кх-кх-кх-кх Я понял, понял, нам на ПДА передали картинку, от которой ми офигели Это антенна, с нее идет сигнал Офигели? Ну, сознание отключилось Вы никогда не задумывались, почему компьютеры, вроде наших ПДА, не введены в войсках? Из-за эффекта Рубичева-Хольтона Правильно подобранным сигналом можно разом вывести из строя целую армию И вот кто-то Дима Пустовар Устало пояснил я Зону его возьми, как просто Он выводит человека из строя, спокойно обирает и бросает на съедение хищникам На этой поляне бедняга-угольщик, должно быть, попался на пути гона На него наткнулись хищники, бежавшие первыми Остановились, потом их смяли другие Но свежая кровь На меня разом снизошло озарение Все части головоломки встали на свои места Первая волна гона наткнулась на угольщика Несколько тварей не совладали с инстинктами, стали жрать Пашу На этих мутантов налетели другие Запах свежей крови включил инстинкты Ну и пошло Вполне резонная версия, согласился Дитрих Слепой, а как мы выжили? Неожиданно Вандемейр легко сел, огляделся Это тот самый бункер? Ага, антенна Так что нас спасло Слепый и урятувал Диму, суку срану, пуганул Потом нас перетяг с полянки сюда Я же дальтонник, Вандемейр На меня меньше действует Это очень большая удача, что я дальтонник Удача, богиня моя Ты заслужила цинстерну возлияния Хлопцы, поки мы тут так дружно Размовляемо, пройдут ті собаки Що зараз машинками у лагері бавляться Побибикають, руля покрутять А як вітер сієї галявини в ту сторону дмухне Одразу почують Ой, лишенько Последняя фраза вырвалась у Костика Когда он попробовал встать Я его понимаю У самого руки ноги ломит В люк нужно лезть Убежденно заявил Дитрих Ладно Я кивнул и шагнул бетонному цилиндру Вообще мне туда страшно не хотелось Но что делать? Стій! Бросил Костик и поднялся на ноги Ему было больно, мышцы еще не отошли Я видел, какую гримасу он скорчил Я перший Брось, ты на ногах не стоишь Ты вже нас врятував Тепер моя черга першим лезти Полезеш, когда сможеш Я грубо отпихнул Костика, тот свалился А что делать? Он упрямый И пока я могу с ним справиться Нужно воспользоваться Потом буду хвастаться Что Костика с одного удара завалил Пока Тарас материл меня, пустовара, собак и зону Я осторожно сунул ствол автомата в люк Тишина И заглянул Где-то внизу имеется источник света Середина лестницы тонет в темноте Но внизу виден бетонный пол Колодец достаточно широкий И лестница идет на глубину метров четыре Крепится массивными кронштейнами С виду прочными Конечно прочными Если пустовар по лестнице В экзокостюме скакал Проверенный электроникой По противоположной стене Тянется пучок кабелей В толстенной изоляции Понятно, это контейнер Я помедлил, разглядывая ближние ступени Буд бы я на месте пустовара И сидеть там в засаде Сейчас бы прострелил башку такому идиоту Но выстрелов не последовало И я осторожно присел над круглой дырой Ну, лучшего момента не будет Давай, пустовар Стреляй, сволочь Нет ни звука Тогда я решительно развернулся Поставил ногу на ступеньку Придерживаясь за утопленную в бетон металлическую кромку Глянул напоследок Как Костик пытается подняться Подмигнул в андемейру И полез вниз Лестница привела в тесный подвал Метров шесть в длину И едва ли два метра шириной Вдоль стены ржавые остовы каких-то приборов Металлические шкафы и стеллажи Кое-какие железяки были почти уничтожены коррозией Другие совершенно целые Разве что краска потускнела или облупилась В дальнем конце комнаты в бетон Была вмурована мощная стальная дверь Сейчас она осталась приоткрытой Похоже, наш толстый друг смылся этим ходом На полу были рассыпаны всевозможные снаряжения и инструменты Среди мелочевки выделялась черным пятном собачья голова в герметичной упаковке Похоже, пустовар в спешке Вытряхнул содержимое из вместительного рюкзака Вандемейра Чтобы наполнить своим барахлом Я прошел к груди барахла Склонился, чтобы поискать лекарства Дитриха в приметной упаковке Тут шипением включился ноутбук на столике Я поднял глаза На экране монитора разверзлась все та же пропасть Воронка цветных пятен медленно вращалась Затягивая меня внутрь Я, не задумываясь, вскинул гадюку И с перепугу выпустил все, что оставалось в магазине Удача, моя сердобольная богиня Должно быть, страшно перепугалась Когда оставила меня на часок А потом нашла беспомощного и слабого На полянке среди вонючего рубленого фарша Теперь она, конечно, решила не оставлять такого волоха И на миг без присмотра Ничем иным, кроме вмешательства фортуны Я не могу объяснить тот факт, что меня не убила рикошетная пуля Ладно бы расстрелял монитор Но я так струхнул, что полоснул очередью наискось Часть зарядов угодила в бетонную стену Металлические стойки стеллажей Грохот пошел такой, что я на несколько минут совсем оглох И не слышал, как ко мне спустился Костик Он все еще не уверенно владел конечностями И скорее сполз по лестнице, чем сошел, как полагается Терминатор обеспокоила стрельба в подвале И он бросился на помощь Я показал ему расстрелянный ноутбук И объяснил, что палил с перепугу Не разобрал собственного голоса и повторил громче Костик раскрыл рот Но я не слышал ни звука, только звон Постепенно слуха части вернулся и я понял Не кричи, краще допоможи Вандемейеру Бо он сам залишился А там собаки уже близенько гавкают Я полез наверх Вандемейер сидел прислонившись спиной к бетону Озирался и двумя руками с видимым трудом держал ПММ Собак я не услыхал, но я сейчас вообще почти оглох Поэтому не стал слушать, что говорит Дитрих Поскорее выбил кусок бетона, которым заклинил петлю люка Забрал Вандемейера и Костика в рюкзак Вниз мы спускались вместе, я первым А Дитрих чуть ли не на моих плечах Потом мне пришлось еще раз подняться на поляну, чтобы запереть люк Засов был самый обычный, самодельный, изгнутой арматуры Мне бы железяки такой толщины не согнуть Должно быть, пустовар сам и соорудил при помощи стальных мышц экзоскелета Я приподнял тяжеленную крышку, чтобы напоследок оглядеться И встретился взглядом Нет, не так Взгляда не было Передо мной покачивалась безглазая морда слепого пса Ноздри мутанта вздрогнули Ко мне метнулась слюня в опасть Я среагировал машинально, просто разжал руки и провалился Псина сунулась в щель, тяжеленный люк обрушился на вытянутую морду Смял, расплющил Я ударился спиной о бетонную стену, ухватился за кабели, стиснул изо всех сил На меня посыпались теплые брызги Я качнулся, нащупал ногами перекладину лестницы Утвердил подошвы на этой опоре И, наконец, рискнул разжать пальцы левой руки и ухватить стойку лестницы Потом правую руку Сверху медленно и размеренно падали капли Я пополз навстречу им Вот и люк Прилегает почти идеально, будто и нет между створками размаженного собачьего черепа Я развернул самодельный засов в свободной петле и продел в дужку Было тяжело Наверное, если руке помогает экзоскелет, все выходит куда проще Потом я медленно пополз вниз Ноги почему-то ослабли и не хотели держать тело Спустился, сел на нижние ступени и поглядел на Костика с Вандемейером Те разевали рты, но я по-прежнему их почти не слышал Голоса доносились, будто издалека или сквозь толстый слой ваты Поэтому остановил их жестом руки Все, ничего не надо говорить Да, кстати, с этой минуты можете называть меня глухим, а не слепым И будто эти слова подействовали Я сглотнул, и звук отдался громом в мозгах Слух возвращался Слепой, что с вами случилось? Это кровь, почему свежая? Я глядел себя Ну да, конечно Поверх засохшей грязи, в которой я вывалился на поляне Торс покрывали свежие потеки На плече прилип желтый клык с очметкой багровой дряни Кровь собачья На поляне уже зверье, теперь не уйдут оттуда Будут жрать друг друга и над кусками драться Мяса на месяц хватит Конечно, там несколько тонн свежатины Хоть мясокомбинат открывай То есть, что робитим ему? Вопрос, ставший традиционным Я не знаю Это вы же меня уговорили сюда идти Дитрих пошел, придерживаясь рукой за ржавой стойки стеллажей к дальнему концу комнаты Навалился на дверь, захлопнул ее и провернул запирающий механизм Европеец, педант Потом прошлепал кучи рассыпанного имущества и стал разгребать Отыскал упаковку лекарств Вытащил таблетку и проглотил Поморщился и произнес Я думаю, всем нам нужен отдых Мы пережили ужасное приключение С этим было трудно не согласиться Я кивнул Тут Дитриха пробило Он вдруг встал, отдернул замызганный комбинезон Приблизился ко мне Вытянулся во фрунт и объявил Слепой Вы сегодня спасли меня Спасли мою жизнь Вы Если бы не вы Я не знаю, каковы местные обычаи Что принято говорить, но Бросьте, Ван Демейр Вашу жизнь спас не я, а моя болезнь Если бы дальтоником были вы, а не я То сейчас я бы распинался перед вами Как сильно обязан за спасение Верно? Если хотите меня отблагодарить Перестаньте нарываться на неприятности Когда находитесь со мной в одной компании Я уже обещал Но боюсь, в самом деле Это я втравил вас Всех нас Отдыхайте, Дитриха Надо же, втравил Будто я дитя малое И сам не понимаю, куда сую голову Я искал разгадку страшной тайны Долины Костей Вот и нашел Или лучше расскажите об этом эффекте Как его? Эффект Рубичева Хольтона Подсказал Костик Че сечу таки? Да, я уже рассказал все, что знаю Дитрих опустился на пол И стал перебирать рассыпанную по полу мелочевку Цветные пятна, движущиеся в определенном порядке Они завладевают человеком так, что сознание отключается Э, нет Я не отключался Я летел Я неудачно выразился Вы теряете контроль над телом Мышцы самопроизвольно напрягаются Их сводит судорога И ваше создание пребывает Э, отдельно от тела В конце концов, сердце не выдерживает И летальный исход Собственно, это секретная разработка Я не понимаю, как частное лицо Могло заполучить технологию Позволяющую воспроизвести эффект Рубичева Хольтона А откуда у частных лиц в зоне автомата и прочее Говорят, долг даже ракетами земля-воздух обзавелся Подобная аппаратура не торгуют, возразил Дитрих После пережитого нам всем хотелось говорить, спорить Словом, общаться Лишь бы не оставаться наедине с собой Собственными страхами Ракетами торгуют, а этим нет Цей Товстун працювал десь у оборонном институте Пояснил Костик Майбудь там и упер Вин завжди такий был Десь, что погано лежит, пустовар завжди схопить Тут я заметил в груди ссора под руками Вандемейра Портсигар Протопал к ученому и поднял безделушку Это портсигар Лысова Зря я его ответа ждал Опоздали мои предупреждения Я раскрыл серебряный футлярчик Внутри три сигареты и маленькая зажигалка Я после армии бросил курить Но тут как-то стала охота Я вытащил сигаретку Слепый Строго рявкнул Костик Это войсковый объект Тут палити заборонено Смеяться сил не было Дитрих не прервал своего занятия Выволок из-под стеллажа Дранный, выцветший рюкзачок И принялся укладывать то, что выбрал из кучи И первым делом собачью башку Нет, с некоторой точки зрения Я готов его понять Зря, что ли, трудился, отпиливал голову Ну, ей-богу Эта мерзость последняя, что я хотел бы прихватить с собой Хм, был у сталкера Петрова запасной рюкзачок Шелковый Из парашютного, значит, шелка Из цельного парашюта перешитые Так, на всякий случай, чтобы тушь точно весь хабар унести Тем временем и Костик опустился на пол И стал копаться в рюкзаке Вытащил пачку галет Подумал и запихнул обратно Потом решительно затянул горловину И объявил Вы, хлопцы, как знаете А я есть не могу И вот, что я скажу Цей огузок жирный Пустовар цей Вин не мог далеко втекти Якщо зараз двинемо Доженемо Уходить отсюда нужно В любом случае Поддохнул Дитрих Как только окажемся в неслепого пятна Свяжемся с... Ну, с кем? С вашим боссом, Костик С господином Корчалиным То идемо Завершил Костик Конечно, меня никто не спросил Как обычно Но в общем и целом Я был согласен с Костиком Пустовар и так-то ходок неважный А еще и с хабаром Дело ведь не в тяжести На нем экзокостюм И стало быть, утащить этот мясник Может и центнер Хотя и вымотается здорово Нет, дело в другом Свалил наш Дима по узкому лазу Там большие тюки сильно мешают Да и экзокостюм тоже Тяжело в такой снаряге Пробираться в узком подземелье Тот факт, что Дима решил уходить Старым тоннелем Меня радовал Значит, есть там проход Не завалило его Нет, он станет торопиться Спешите за всех сил Это тоже говорило В пользу немедленной погони Отдых, значит, придется отложить Ладно, пробурчал я Раз уж вы без меня все решили Опять без меня Оба тут же стали заверять Что готовы выслушать все мои возражения Но я остановил их величественным жестом Нет уж, решили, так решили Только чур я иду первым Мало ли что там окажется Может аномалии встретятся Тут я вспомнил ОПДА Старательно отворачиваясь и щурясь И отключил карту местности Потом проделал ту же операцию С компьютерами спутников Они, разумеется, твердили Что могут и сами Но я не позволил И велел не выключать Мало ли что сигнал спутника не ловится Но уж датчик аномалий с дозиметром Дело нужное Так что мы снова запустили свои КПК Костик спросил От чего я не разумею Навише он ломал компьютерчики Потому что продать не мог Это ж ясно Пистолет или банку консервов Опознать сложнее А КПК всегда чей-то Тут и свалиться пустовару было недолго При должном умении В памяти компьютера Можно отыскать следы последних сообщений Принятых сигналов и тому подобное Согласился Дитрих Он их и ломал от греха Как говорится подальше Нежадный значит Как там угольщик собирался В карусель, по частям И почат из них Напомнил Костик Гарная идея Я сгоден А забыл Терминатор выудил из груды хлама Саперную лопатку Встал перед столом С простреленным ноутом С минуту хмуро изучал Потом врезал лопаткой по компьютеру Еще, еще Из-под лопаты летели огрызки металла Куски пластика Осколки Сыпали искры Костик не остановился Пока на столе перед ним Не осталась бесформенная куча обломков Я подумал Что когда поймаем пустовара Мне нужно будет спешить Чтоб хоть раз другой дать ему в рыло А то не успею за Тарасом И привет А Костик даже не запыхался Спокойно объявил Ну вот Сдается все Теперь можем уйти И мы выступили в поход Коридор за дверью радиоточки Был удобный Сухой Петонные стены Без следов плесени Приличная ширина Где полтора метра Где немного меньше И со светом порядок Как это зачастую случается в зоне Электропитание Не иссякло за десятилетия Часть ламп вышла из строя Но оставшиеся давали вполне Приличное освещение Галерея была почти идеально ровная А единственное ответвление Которое нам попалось Привело в отхожее место Не знаю Работала ли канализация Но воняло там порядочно В любом случае Наличие слива Неважно исправного или нет Напомнило Эта галерея Лишь часть сложного Комплекса тоннелей Забеспокоился я Когда нам впервые Встретился холодец Датчик исправно Предупредил стрека Там об аномалии Но я вспомнил Что у меня не осталось болтов А я не подумал пополнить запас Тут Костик протянул мне горсть хлама Должно быть все безделушки И странные штучки В которых он заподозрил артефакты Очень смешно Нет У нас нынче положительно Выдался вечер юмора Глядя на Костика Я подумал Что надо будет придумать анекдоты Про украинского сталкера Петренко Жадного, ленивого хохла Если Петров образ героический То Петренко будет комическим Отмахали мы километр или полтора Все-таки тоннель был не идеально прямым Он слегка изгибался Оглядываясь Я не видел начала Вереница тусклых плафонов Не сходила на нет А скрывалась за стеной Что-то дожденько идемо Пробормотал Костик Тут десь поряд выход на поверхню Повинен бути Бо так на плане Что Стерлейдов Выход на поверхность Пропустить невозможно Бросил я через плечо В этом коридоре Любой люк или дверь Сразу заметишь В самом деле Бетонные стены и своды Были совершенно однообразными Кое-где попадались Пометки Сделанные белой краской Линии Отмечающие уровень Стрелки Цифры И буквы Я этих строительных Иероглифов Не понимал Я до того Що нібито Попереду Щось Ага Я и в самом деле Заметил впереди Пятно Более яркого света Скоро Что-то Карты старшего Лейтенанта Севушова Не подвели Туннель Вывел Квадратное Помещение Из которого Должны были Уходить Три коридора А в потолке Имелось Круглое Отверстие Точно такое же Как и в заброшенной Радиоточке И лестница Такая же Из трех Коридоров Лишь один Оказался Перекрыт Стальной дверью Тот что Прямо по ходу Старого Туннеля Проем Через который Мы проникли В зал Теоретически Тоже должен Был запираться Такой же Но дверь Так и не установили Она покоилась Опершись на стену Правые Левые проходы Были прикрыты Щитами Сбитыми Из досок Дерево Прогнило Из-под щитов Сочилась влага И на полу Собрались Грязно-рыжие Земляные наносы Костик Заглянул Под доски Там был Глинистый Грунт Боковые Ответления Проходчики Не успели Проложить Но дыры В квадратном Зале Были Предусмотрены Возможно Второй взрыв На ЧАЭС Помешал Работам Но разумеется Из увиденного Лично меня Больше всего Обрадовала Лестница А вот Звук Огорчил Над головой Тяжело Прогрохотало После могильной Тишины Подземелья Любой звук Казался Сильней Но этот стук Был даже Не столько громким Сколько тяжелым Мощным таким Сразу Появлялось Ощущение Передвигаемой Тяжести Я оглянулся Лица спутников Были напряженными Их также Насторожил Грохот Перекинул Автомат За спину И полез По лестнице Здесь Было темновато Освещение Проникающего Снизу Из квадратного Зала Едва Хватало Я быстро Добрался До люка Который Был снабжен Таким же Самодельным Засовом Как и прежний В долине Костей Сейчас Люк Был не заперт Засов Болтался На ржавой Петле И это Убедило Что Дима Смылся Именно этим Ходом Я попробовал Люк Не поддается Тут сверху Снаружи Снова Донесся Ритмичный Шум И потом Снова Стук Еще один Тяжелый Твердый Предмет Опустился Над головой Звук Был не Металлический Так мог Упасть Камень Следом За мной Забрался Тарас Он Сообразил Димка Сволочь Каманек Наклал Яка Гнида Сам Гнида Раздалось Над головой Голос У Пустовара Был вовсе Не торжествующий Я расслышал Скорее Неуверенные Нотки Теперь Не вылезешь Дима Послушай Как можно Мягче Заговорил Я Убери Камни Вандемейру Совсем Плохо Ему Врач Нужен Лекарство Дима Это Я Слепой Ты же Знаешь Я тебе Ничего Плохого Не сделал Не сделал Потому что Трус Проскулил Пустовар Вы Все Все Меня Ненавидите Здоровые Сильные У вас Ноги Не болят А кто Теперь Я Кто Победил А я Нежирный Я нормальный Был Это Болезнь У меня Эта Зона Так Искалечила Зато Я Придумал Как Вас Обмануть И Зону Обмануть И Всех Всех Дима Выпусти Нас Честное Слово Не Станем Преследовать Если Уберешь Камни Зоной Клянусь Два Часа С места Не Двинемся Два Часа Мне Мало Пустовар Заговорил Наглей И я Понял Что Взял Неверный Тон С Этой Сволочью По Хорошему Не Стоило А Теперь Точно Не Станете За Мной Гнаться Потому Что Я Столько Камней Дима А Ведь Я Тебя Поймаю И Тогда Ладно Слепой Не Кипятись Ступайте Дальше По Тоннелю Там Километр С чем То Ну Сам Увидишь Три Двери Отворите И Попадаешь В Большой Зал Идешь Против Часовой Стрелки И Рано Или Поздно Будет Выход Наверх Пока Будете Под землей Пробираться Я Успею Уйти Понял И Тогда Вам Меня Уже Не Поймать И Не Пытайтесь Так Что Всем Будет Хорошо Пока Слепой Живи И Помни Мою Доброту Я Ведь И Заминировать Люк Мог Дима Лекарства Хоть Отдай Вандемейру Лекарства Нужны Я Прислушался Едва Заметный Стук Работающих Гидроцилиндров Экзоскелета Стих Пуст Товар Убрался И Вряд ли Вернется Единственное Что Мне Понравилось По всей Этой Истории Тяжелое Димина Дыхание И То Как Медленно Он Уходил Нагрузился Хабаром Сволочь Жирная Так Что И В Костюмчик Еле Передвигается Что Не Подобается Мне Его Доброта Протянул Костик А Леж По Плану Что Теби Старлей Дал Так В Оно И Три Шлюза А За Третьим Великий Зал Там Багато Чего Настроили Целое Подземное Место Подземный Город В таких Местах Всякая Нечисть Может Поселиться Костик Но Делать Нечего На Поляне Сейчас Небось Зверья Всякого Столько Что У нас Патронов Не Хватит Отбиться Там Точно Пропадем А Скільки В Тебе Набоев Пол Магазина Или Чуть Больше Я Сдуру По Компьютеру Там Шмальнул Ну И А У Тебя Один Рожок Повный Та Ще Кілька Маслят Залишилось У Другому И Два ПММ У Меня И У Дитриха Ничего Прорвемся А Знать Бы Только Куда Выйдем Если Я Правильно Поднимаю Сейчас Мы В темной Долине Вернее Под Ней Если Пройдем Дальше Смотря Где Удастся Отыскать Выход На Поверхность Западу Отсюда Есть Несколько Стоянок Мародеров Долг Их Время От Времени Зачищает Но Нам И Долговцев Лучше Будем Встречать Ну Що Бросил Снизу Костик Пойдем Чи Що Ты У Меня Спрашиваешь Я Же Не Слезу Пока Ты Подо Мной Торчишь Та Я Так Мовчати Не Можу Щось Мене Якось Неприемно Неприятно Ему А кому Приятно Или Наш Железный Терминатор Страдает Лаустрофобией Костик Вздыхая Полез Вниз К Вандемейру Я Все Слышал Объявил Ученый Весь Разговор С этим Бандитом Можете Не Повторять Желаете Сделать Официальное Заявление Доктор Вандемейр Дитрих Пожал Узкими Плечами Я Готов Идти Дальше Дверь Ведущая В глубину Подземных Коммуникаций Должно Быть Давно Не Отпирали Замок Заело И Костик Который Собирался Легко Провернуть Колесо Сперва Не Справился Я Сунулся Было Помочь Но Он С заметной Обидой Отмахнулся Смог Закинул Автомат За плечо Ухватился Обеими Руками Напрягся Я Стоял Сзади И Видел Как Шея Костика Наливается Краской От Натуги Потом Что-то В снаряжении Треснуло Потом Еще Презентовый Плащ Который Костик Носил Поверх Кожанки Лопнул На боку Но Колесо С визгом Сдвинулось Он Шумно Выдохнул И Навалился Снова Теперь Пошло Веселей Петли Тоже Оказались Прихвачены Коррозией Но Дверь Распахнулась Относительно Легко За ней Лежал Оставалась Затемненной Покрытые Толстенным Слоем Пыли Плафоны Плохо Пропускали Свет Вдобавок Лампы Время От Времени Моргали Я Протиснулся Мимо Костика Чтобы Снова Занять Место Во главе Походной Колонны Ты Той Неуверенно Бросил Костик Ты Обережнешь Там Бо Чось Мни Ниякого Мне Тоже Стало Немного Не по Себе Не люблю Этих Заброшенных Подземелий На Поверхности Когда Небо Видишь Веселей Как-то Спокойней Прежний Коридор Все-таки Был Обжитой Пустовар Пользовался Им Протирал Плафоны Может Даже Перегоревшие Лампочки Заменял Сволочь А дальше Лежала Терра Инкогнито Неизвестная Земля Очень Очень Темная Терра Инкогнито Через Несколько Сотен Метров Нам Пришлось Отворить Еще Одну Дверь А Затем Сработал Мой Датчик Аномалии И Одновременно С его Щелчками Я Услышал Характерный Треск Сопровождаемый Яркими Сполохами Впереди Поджидала Электро Чем Хороша Эта Аномалия Она Не Прячется Ее Издалека Видно И Слышно Пучок Кабелей Тянувшихся В углу Под потолком Был Оборван Провода В разлохмаченной Изоляции Свисали До Самого Пола И Тонули В Скачущих По Полу Бледных Сполохах Дальше Коридор Погружался В Темноту Из-за Вспышек Электры Я Сколько Не Вглядывался Не Мог Понять Виден Ли Свет Дальше Спутники Встали За Моей Спиной И Разглядывали Аномалию Электро Широкая Метра Два Пола Занимает Не Перепрыгнуть Значит Так Объявил Я Я Кидаю Болты Ну То есть Кидаю Что попало В аномалию Она Сколько Нибудь Разрядится Потом Я Прыгаю Вы Сейчас Отходите В сторонку И ждете Не мешаете Да Я Гадаю Отставить Рядовой Костиков Гадать Будем После Сейчас Просто Сделай Как Я Говорю Ясно Так Точно Вандемейер Я Воль Бойцы Отступили Чтобы освободить Мне место Для Разбега Я Стал Скармливать Аномалии Мусор Которым Меня Снабдил Тарас Электро Шипело Бросалось Искрами Разряды Метались По полу Все Тише И тише Наконец Я Решил Что Больше Ждать Нечего И Бросился На пролом Шаг Другой Третий Толчок Я Прыгнул Приземлился Удачно Мои каблуки Ударили В пол В нескольких Десятках Сантиметров От сердито Шипящего Разряда Теперь Вандемейер Велел Я Дитрих Я сделаю Несколько Бросков И Постаранюсь Когда Крикну Бегите И Прыгайте Так И Сделали Дитрих Прыгнул Не Так Удачно Он Приземлился На Периферии Электры Злые Острые Огни Метнулись Из-под Ног Но Дитрих Сделал Очередной Шаг И Вылетел Из Аномалии Все В Порядке Поспешно Доложил Он Мой Комбинезон Хорошо Помог В самом Деле Оранжевый Спецкомбинезон Неплохо Защищает От Таких Штучек Как Электро И Жарка Но Когда Дитрих Стащил С головы Армированный Капюшон Чтобы Утереть Взмокший Лоб Я Заметил Его Рыжая Шевелюра Стоит Дыбом Ничего Это Не Страшно Это Бывает Меньше Всего Проблем У нас Возникло С переправой Костика Он Запросто Перемахнул Аномалию Даже Рюкзак Не Стал Перекидывать Заранее Впрочем Ему Досталась Порядком Изнуренная Электро Это Мы С Дитрихом Ее Сперва Замучили Теперь Я Подобрал Свой Рюкзак И Поглядел В коридор Впереди Потрескивала Еще Одна Электро Совсем Маленькая Концы Оборванных Кобелей Свисали С нее И полоскались В полохах Точно так же Как и В той Аномалии Которую Мы Преодолели Дальше Провода Снова Тянулись Под потолком И Лампы Исправно Горели В тусклых Запыленных Плафонах Как это Возможно Да Вот так Это Зона Мы Разобрали Снаряжение Снова Перестроились Прежним Порядком Я Первым И Двинули Дальше Коридор Был едва Освещен Но я Не включал Фонарик Берег Аккумулятор Неизвестно Сколько Придется Плутать В подземном Городе Который Тарас Изучил По карте Карта Картой Но весь Сталкерский Опыт Убеждал В зоне Редко Что соответствует Плану Особенно Если Касается Сооружений Выстроенных Перед Вторым Взрывом Словом Я Осторожно Продвигался В полумраке Когда Попадал С освещенный Участок То шел Быстрей Перед Третьей Дверью Лампочка Была Исправна Она Хорошо Освещала Шлюз За которым Если верить Карте Севышова Начинался Лабиринт Дверь Как и прежние Стальная Мощная Но в ней Отчетливо Выделяются Вмятины Обращенные Выпуклостями К нам Две Здоровенные Металлические Выпуклости Возвышающиеся Над поверхностью Сантиметра На два Что-то Продавило Мощный Металл С той Стороны На уровне Моей Груди Так что Штурвал Запора Слегка Приподнялся Одним Краем Знать Бы Что Это Было Ой Нет Лучше Никогда Этого Не Знать Зона Возьми Эту Дверь Продавленный Металл Мне Очень Не Понравился Костик Оттеснил Меня И Положил Ладони На штурвал Ну И Навалился На колесо Углу Коридора Было Сухо Никакой Коррозии И Замок Сохранился Получше Но Во всяком Случае Дверь Распахнулась Без Скрипа И Визга Легко Будто Приглашала Заходить Мол Теперь Все Будет В Порядке А Вмятины Вметали Убеждали В Обратном Я Заглянул В Проем Там Было Абсолютно Темно Видны Только Несколько Ступеней Лестницы На Спутников Их Мрачные Лица Были Подсвечены С одной Стороны Последним Работающим Плафоном Идем Что ли Я Включил Фонарик И Первым Шагнул В темное Чрево Бункера Стойте Стойте Слепой Окрикнул Вандемейр Там Темно И Прежде Мне Бы Хотелось Я Сейчас Включу Свой ПДА На Прием Спутникового Сигнала И Если Заметите Что Меня Снова Мы Вас Спасем Вандемейр Заверил Я В самом деле Лучше Проделать Это В освещенном Месте Аппаратура Пустовара Отключена Опасности Нет Наверное Дитрих Глубоко Вздохнул Поднял Руку С ПДА Нащупал Нужную Кнопку Отвернулся И щелкнул Прибором Ничего Не Произошло Мы Все Еще В слепом Пятне Дитрих Поглядел На темный Экран Или Перекрытия Здесь Такие Мощные Что Экранируют Сигнал Мы С Костиком Тоже Включили Свои Приборы Но Разумеется И наши Машинки Не Смогли Найти Сетку Не Удивительно Если Уж Дитрихова Система Не Справилась А у Него Компьютер Более Мощный Глубокомысленно Заметил Костик А Куда Нам Ити Там Темно Как У Бюрера В заднице Кстати Я Много Слышал О Бюрерах Вот И Хорошо Что Только Слышали Лучше Бы Их Не Видеть Мне Вандем Мэр Хватает И Того Что Я Тоже О Них Много Слышал Так Куда Дальше В Какую Сторону Уставар Говорил Против Часовой Стрелки Костик Вытащил Распечатку С планом Подземного Города Май Будь Так Нибудь Против Распахнутая Дверь Осталась Позади Несколько Раз Я Оглянувшись Видел Жиденький Желтоватый Свет Из Проема С Каждым Шагом Все Дальше Выше И Слабее Потом Он Скрылся Вовсе Мы Погружались В утробу Зоны В одну Из Многих И Многих Ее Утроб В путь Так В путь Как Сказал Маленький Слепой Пес Когда Его Неблагодарная Публика Аплодисментов Я здесь Конечно Не дождусь Лестница Закончилась И мы Свернули Против Часовой Стрелки В свете Фонариков Можно Было Разглядеть Справа Бетонную Поверхность Нескончаемой Стены Темные Разводы Следы Опалубки Обычный Бетон Когда Я пытался Направить Луч Фонаря Влево Он Беспомощно Таял В темноте Лишь Изредка В полосу Света Метра Два Шириной Но Я не был Уверен Слишком Уж Далеко Потом Вандемейр Бросил Взгляд В глубину Зала Его Более Мощный Фонарь Осветил На миг Ровные Ряды Этих Колон Уходящих В темноту Похоже На Подземный Гараж Заметил Дитрих Ага Для Танковой Дивизии Чи Двух Уси Танки Чтоб Припарковати Спокийно Слишком Там просторно Удивительно Как-то Признался Я Столько Построили И все Заброшено Забыто Ні Не зовсім Что Не зовсім Не зовсім Побудували И не зовсім Покинуто Ці Приміщення Вже На військовому Балансі Теоретически Уточнил Вандемейр Звісно Теоретично Цю Спороду Не закінчили Будувати Я гадаю Великий зал Треба було Некілька Менших Разділити Ну По плану Але Другий Вибух На АЕС Перешкодив Цей об'єкт Терміново Законсервовано Його не списали Як ту Радіоточку Хорошо Что нам вдоль стіны Надо А то по большому Залу Іти как-то Я ж кажу Ніякого Мені зробилось У цьому Підземному Царстві Та скоро вже Ще кілька Сот метрів І буде перехід У узкий коридор Слышите Вандемейр Насторожился Я нічого не слышу Ти ж тепер глухий Забу Я нивычу Костик пытался шутить Но його голос Звучав стревожено Щось там шевуршиться У темріві Да-да Но довольно далеко Давайте Пойдем быстрей Скорей бы В узкий коридор Перебраться Я по-прежнему Ничего не слышал Но возможно Это в самом деле Из-за того Что палил З автомата В тисноте бункера И малость оглох Тем не менее Я послушался Вандемейра И ускорил шаг Собственно Ко мне его просьба И относилась Я ведь шел первым Быстрей так быстрей Датчик аномалий Помалкивал И я надеялся Что теперь Мы спустились Настолько глубоко Что зона Не в состоянии Дотянуться сюда Своими смертоносными Образованиями Теперь я шагал Так быстро Как только можно Свет фонарика Скользил по бетонной стене Хотя Костик сказал Что у нас впереди Сотни метров пути По залу Но вдруг Дверь встретится Уже здесь А потом Костик С Вандемейром Дружно стали озираться Оба приготовили оружие И тут я тоже услышал Вроде скрежет какой-то Шорохи Множество тихих звуков Создающих Очень неприятный фон Будто что-то окружает нас Надвигается Со всех сторон Из темноты Что-то мелкое Легкое Мой фонарь По-прежнему Был направлен на пол И стену справа В глубину зала Я старался не глядеть Чтоб не пропустить Дверь Или какое-либо препятствие Люк в полу Или еще что Под моим ботинком Хрустнули кости А мы здесь Не первые Заметил я Вандемейр Сдержал шаг Чтоб разглядеть находку Это собачьи По-моему Бросил он Ну ладно Какой-то несчастный Пес забрел сюда Заблудился в огромном зале И околел с голоду У него не было Карты старшего Лейтенанта Севушова Я видел Крикнул Осталось совсем мало Вот они Дитрих выстрелил дважды В ответ Из темноты Раздался многоголосый Писк И теперь Я тоже Разглядел В свете фонарика Тощих поджарых Тварей Роста Сантиметров Тридцать-сорок Не такие уж и маленькие Но совсем легкие Хрупкие Тощие Просто скелеты Обтянутые шкуркой Шершавые на вид Мордочки широкие Глазки узлобные Большущие уши торчат Как крылья у летучих мышей О тушканах Обитателях заброшенных зданий К северо-востоку От свалки Я слышал не раз Но видел впервые Об этих мелких тварях Говорили Что они очень агрессивны Когда собираются Большой стаей Но становятся трусливыми Поодиночке Сейчас их собралось Очень много Я уже слышал Шорок огромного числа Костлявых лапок И многоголосое верещание Вот в свете фонаря Промелькнула плоская мордочка С оттопыренными Хрящеватыми ушками Когти на поджатых Передних лапах Потом еще ближе Зверки сужали кольцо Мы собрались тесней Лучи фонарей Скользили по бетонному полу Выхватывались темноты Вереницы колон И тварей Мелькающих тут и там Мне показалось Их сотни Тысячи Тушканы были повсюду А потом Сразу несколько десятков Бросились на нас Перемещались они Невысокими скачками Норовили вцепиться Когтистыми передними лапками Разодрать одежду Скарабкаться повыше Первых я сбил выстрелами Потом Когда вышли патроны В обойме Стал отбиваться ногами Смахивал прыгающих тушканов На лету Топтал упавших ботинками Они жутко верещали Когда хрупкие косточки Крошились под тяжелой подошвой Костик сперва стрелял Одиночными Потом выстрелы стихли Но я хотя и не оборачивался Был уверен Что терминатор справляется Я слышал энергичные матюки Которые легко заглушали Верещание мутантов Дитрих стрелял Прерывая Чтоб сменить обойму Он находился посередине На него нападали Не так энергично И ученый пользовался Пистолетом Отбиваясь Мы продолжали двигаться Вдоль бесконечной стены Лучи фонарей Метались по темному залу Отражались от лужец крови Освещали оскаленные мордочки С огромными выпученными глазами Такие большущие глаза Признак ночного животного Мне отчаянно захотелось наверх Чтоб над головой было небо Пусть там будут собаки и кабаны Пусть даже кровосос Зона его дери Только бы не сгинуть От когтей этой мелочи В темноте под бетоном И многими метрами глинистой почвы Изредка тушканам удавалось Проколоть мой комбинезон Это было не слишком больно Но мне вдруг стало совсем жутко Очень уж много мутантов Лезло из темноты Их так много Сколько не убивай А их все равно слишком много Сердце колотилось Едва не под горлом Не подпрыгивало Виск и шорок Неслись отовсюду И там где мы прошли Оставались груды Из увеченных тел В отличие от слепых псов Эти твари не прелестились Дохлыми сородичами И продолжали атаковать нас И тут впереди я увидел дверь Приоткрытая дверь Такая же Как и предыдущие шлюзы Тяжелая Стальная С запорным штурвалом Она звала и манила Она сулила спасение Впереди дверь Скорей Задыхаясь Крикнул я И тут тушканы Ослабили натиск Бегом Я побежал Мои шаги Отдавались тяжким эхом В огромном зале Позади точно так же Бухали подошвы Вандемейра и Тараса Вокруг верещали мелкие зверюшки Но нападали они Теперь вовсе не так бойко Вот и дверь Из проема сочится Желтый жидковатый свет Но мне он показался Ярким и прекрасным сиянием Спасение Спасение Я мельком глянул в проем Обычный коридор Наподобие того Которым мы шли Пока не попали в зал Освещение Опять же в порядке Исправно работает Я встал рядом с дверью И помог запыхавшемуся Вандемейру переварить Высокий порожек Эта дверь была невысокой Приподнятой Над уровнем пола Следом за Дитрихом Вскочил я И тут несколько тушканов Бросились из темноты Вцепились коготками Заскрежетали Запищали Я ввалился в узкое помещение Запнувшись на пороге Ударился о стену Раз, другой Давил мелких тварей Подо мной крошились Хрупкие тела мутантов Я расплющил их Размазал по шершавой стене Но при этом И сам не удержал равновесия Споткнулся и упал Позади Костик Сгромыханил Захлопнул тяжеленную дверь Заскрежетал запорный механизм Верещание Последнего тушкана Оборвалось Когда Тарас С криком От же шпакость Припечатал Зверюшку каблуком Я сел В рюкзаке От удара О пол Что-то громко звякнуло Вспомнил Водка Последняя трофейная бутылка Поганая пойла Которым отбили У мародеров Если бутылка разбилась Дряной напиток Зальет мне весь рюкзак Я полез проверять Что с трофеем Вытащил бутылку Целая И тут в ушах Противно зазвенело Одновременно Я ощутил Как слабеют ноги С трудом поднялся И лозят спиной по бетону Рядом Рухнул на колени Дитрих Нескладно долговязая фигура В перепачканном оранжевом комбинезоне Сложилась пополам Согнулась На рыжего контролер Воздействовал сильнее Чем на меня Я еще успел сообразить Что происходит Или возможно Все дело в опыте Я слишком хорошо знал С чем столкнулся Костик назад Зарал я В зал Не слепый Тихим напряженным голосом Медленно проговорил Тарас Больше Больше ты меня не обдуришь Назад Каже А там ті потвори Ти з ними спільно Одностайно Творюкам служиш Нас сюди завабив Я бачу Я усе бачу Державною мовою Размовляти не бажаєш А сліпий Костик Что ты несешь Как я могу быть Вместе с мутантами Я уже понимал Что со мной Говорит не Костик А звон в ушах Становился все сильней Ноги сделались ватными Неужели конец Сталкера Петрова Контролером не взять Я сорвал крышку С бутылки И стал быстро хлебать Паленую пшеничную Давясь Захлебываясь Запрокинул бутылку Вонючая сиуха Потекла по лицу Скорее Скорее У Сталкера Петрова Нет мозгов Вандемейр затянул Что-то неразборчивое И тягучее Я хлебал И задыхался У Сталкера Петрова Нет мозгов Хмель мигом Ударила в голову Пол качнулся Под ногами Но звон в ушах Сразу стал тише У Сталкера Петрова Нет мозгов Алкоголь боролся С пси-воздействием Контролера Они сражались За мой мозг И алкоголь Уверенно побеждал Вандемейр Стоя на коленях Раскачивался И монотонно тянул Что-то заунывное Не по-русски А Костик Нахмурился Его ладонь Легла на приклад Калаша Он потянул оружие Из-за спины Я швырнул Него наполовину Опустошенной бутылкой Костик пригнулся А когда выпрямился Я уже наставил На него ствол Гадюки Чувствуя себя Последней сволочью Я вдавил Спусковой крючок Очередь Полоснула Костика Развернула Он ударился Головой Бетон Завалился на бок Я пнул его в висок Голова дернулась И он снова приложился Затылком Обмяк Я развернулся К коридору Пол ходил Под ногами Ходуном Меня шатало Глаза болели И слезились Но под уходящей В никуда вереницей Тусклых плафонов Мне почудилось движение Я вскинул МП-5 И выпустил Оставшиеся пули Почти наугад Дитрих Прервал пение И потянул Скоборый пистолет Не поднимая головы Развернул ПММ Направил Дуло В собственный рот Я сорвал Автомат с плеча Шарахнул Вандемейра По склоненному Затылку Ногой выбил Пистолет Оружие Брякнуло О бетон Дитрих Шурша Комбинезоном Растянулся На полу Я отшвырнул Гадюку Которая сделалась Невыносимо тяжелой И шатаясь Побрел по галерее Тусклые огни Светильников Под потолком Наплывали на меня Издалека А где-то В невероятной Глубине Рождались новые Светящиеся точки И медленно-медленно Тащились навстречу Чтобы обрести Вид пыльных плафонов Меня тошнило Звон в ушах То стихал То поднимался снова Наконец я видел Удаляющегося контролера Быстро перемещаться Эти твари не умеют И я догонял Мы ползли Как две хромые улитки Однако я ковылял быстрей Когда нас разделяло С полдесятка шагов Мутант понял Что не уйдет И обернулся Передо мной стояла мама Сыночка родной Прозвенел в голове Знакомый голос Вот и свиделись мамочка Я вытащил нож Знаешь мам А я уже совсем взрослый И вот эта песня Насчет встречи Это же моя Это я до Николки Придумал куплет Бродяга к барьеру Подходит Навстречу родимая мать Остроумно Да ма Да Еще шаг Еще Я поднял руку с ножом Меня тошнило Какая мерзкая водяра Ох и гадость Очертания женской фигуры Потекли На миг промелькнуло Растерянное лицо Ларисы Потом возникла Кассирша из поселкового Отделения Сбербанка Еще шаг Еще Здравствуйте Девочки Кассирша Вытянулась Раздалась в плечах Теперь это был Кары Молодец Слепой Хрипло буркнул Гоша Отличная работа Премиальный тебе Само собой Гоша А я ведь тебя не люблю Водка у тебя в звезде отличная Не то что это сивуха Но ты все таки гнида Крутой да А знаешь крутой Чего мне всегда хотелось Вот чего Я всадил нож Гоши В круглое налитое брюхо Рванул Спарвая Упругие дрожащие ткани Потащил Лезвие вверх Кары осел Размазался Контуры его фигуры Потеряли форму Поплыли Мелькнула неприятная Бледная рожа С высоченным лбом Надбровные доли Четко очерчены Над ними топорщатся Жидкие бесцветные волосики Нож уперся Во что-то твердое Мою руку залило Теплым И тут я больше Не смог сдерживаться Меня отчаянно тошнило Выпустив Липкую рукоять ножа Я отвернулся От оседающего Напал мутанта Оперся обеими руками О стену Согнулся И меня вырвало Но троса дрогалась Выворачивалась Наизнанку Я давно ничего не жрал И в желудке было пусто Меня рвало Какой-то мерзостью Я выхаркивал Ко мне слизи Ох, какая я гадость Дрожа всем телом Я снова и снова Корчился в спазмах Но выдавить из себя Хоть что-то существенное Никак не удавалось Мне было очень плохо Я отступил Еще шаг назад Еще Удавился спиной О противоположную стену Обхватил себя руками Чтобы не так трясло Сел на пол И стало темно Когда я раскрыл глаза Тошнота Нисколько не уменьшилась Но вот какой смысл Терять сознание Если потом Все равно Тянет блевать Да никакого смысла Я по-прежнему Сидел на полу Прислонившись к стене На руках Подсыхала кровавая корочка Стягивала кожу Почему-то Именно это ощущение Получилось Особенно ярким Вереница Тусклых плафонов Заливала коридор Желтоватым светом Лампы Раскачивались над головой Должно быть Их тоже мутило И коридор Кстати извивался Его крутило Точно так же Как и мою требуху У зоны Заворотки шел К не иначе Между трясущимися Лампами И мной Расположились Лица Костика Ивандемейра Они тоже качались Из стороны в сторону Кривились И гримасничали Еще они пытались Что-то произнести Но никак не могли Выговорить внятно Хотя бы несколько слов Пьяные они что ли Это было здорово Смешно Два взрослых Мужика Надрались так Что лыка не вяжут Ха-ха-ха Дитрих ощупывал меня Потом стал Растегивать Мой комбинезон Вандемейр Вы подаете Плохой пример Хотел я сказать Но у меня Вышло невнятное Мычание Вот смешно Эта парочка Напилась А язык Заплетается У меня Перестаньте Лапать меня Грязный Извращенец Дитрих Согласился Пусть просится Костик С почтам Но этот сон Я пересказывать не буду Когда я снова пришел Пластик При попытке сесть Виски Сдавило будто Клещами И все мышцы Принялись Стонать И жаловаться На нелегкую Судьбину Лежите Лежите Засуетился Вандемейр Вам плохо Слепой Скажите Что болит Голова Пожаловался я А что должно болеть После пьянки Голова Конечно Но и все остальное Болит Тоже Это нормально Заверил Дитрих После поражения Картины Рубичева Хольтона Мышцы Отходят Не сразу Пока мы Продолжали Напрягать Мускулы Они оставались В тонусе И боли Не чувствовалось А теперь Ясно Ясно В рюкзаке Я нащупал флягу И сделал Несколько Глотков В голове Прояснилось Сколько раз Зарекался Пить в одиночку А где Костик Пошел Проверить Ход Сказал Ненадолго А вы Как себя Чувствуете Дитрих Отвел Глаза Ясно Ему Паршиво Но он Не хочет Сознаваться Что стал Обузой У меня Закончились Лекарства Промямлил Рыжий Сейчас Еще Ничего Но Потом Конечно Будет Намного Хуже Тут Затопали Тяжелые Ботинки Терминатора Вернулся Костик Этот Тоже Выглядел Потрепанным Подстать Нам С Вандемейром И даже Похуже Рука В бинтах В коротко Остриженных Волосах Запеклась Кровь А насколе Здоровенный Фингал Автомат Он перевесил На левое Плечо На Костик Улыбался А Прокинулся Алкаш От скажи Мені Сліпий Там На Галявані Ти мене Виштовхнув А А тут І того Гірше По морді Быв Стріляв У мене От і скажи Мені Чого я тобі Такий вдячний Виручили Всех Это моя Работа Я ж герой Вроде Бэтмена Я постарался Чтоб ответ Прозвучал Гордо Костик А що тебе Внушил Контролер Тарас Замялся І отвел Взгляд Та ні Не скажу І не питай краще І не дивись На мене так Все одно Не скажу Ні Наш Железний Боец Целился Краской Вы видели Краснеющего Терминатора Ну ладно Не говори Вандемер А вам Что казалось По моему Он меня просто Вывел из игры Обманывал Иллюзиями Пока занимался Да Сперва Контролер В полную силу Навалился на Костика Чтоб захватить Самого сильного Мне он тоже Картинки Показывал Да Слепой А вам Что виделось Что он вам Показал Теперь пришел Мой черед Смутиться Ну Девушек И еще маму Но это уже после Когда стало ясно Что водка Сильнее его А когда Влил в себя Грамм 200 Да с устатку Так в раз Стал неуязвим Вандемер По-моему Вы молились Видите ли слепой Вы ведь Молодой человек Вам он показал Девушек Женщин А я уже И этот смутился Надо же Какой народ Подобрался Чувствительный Ладно Если не хотите Не говорите Однако Вы заполучили Своего ангела А И не лень Было с этой Башкой возиться Знаете Слепой И вы Костик Я твердо Решил выбраться Отсюда Да Слепой Да Мне не нужна Эта страховка Вы терпели Мои выходки Вы несколько раз Спасли меня От верной смерти Я не хочу Чтобы это Оказалось зря Поэтому Считаю так Если я Останусь жив Мне понадобятся Результаты Экспедиции Это как залог Возвращения Понимаете Я в экспедиции Я собираю Материал Для заказчика Это нормально Это штатная работа Я вовсе Не попал В безвыходное Положение А вот Если прекращу Если руки Опустятся Так кажется У вас говорят Руки опустятся И тут Я улыбнулся Для этого Ученого Исполнение Работы Стало Тем же Чем для меня Была моя РГД-5 Талисманом Залогом Возвращения У многих Парней Есть такие Талисманы Да пожалуй И всех Просто Некоторые Скрывают Вандемейр Вы сволочь Вы славный Парень Клянусь Зоной И очень Похожий На настоящего Сталкера Ну а ангелов Своих Сами тащите Кстати О возвращении Что с этим Коридором Костик Ты проверил Ага Подключился Костик Я трохи Прошел Туди Далее Целком Безпечно Гуляв Як по Проспекту Ніяких Тебі Тварюк Ніяких Мутантів Далеко Я не Заходил Бо вас Залишати Боявся А что По Карте По Мапе Той Що Тебі Вайнстал Дал Цей Коридор Тягнеться До Одного Из Виходів Там И Лифт И Сходы Ну Сходы Звісно Це Аварийный Виход Сходы Лестнице Ага Тільки На Мапе Ці Сходы Закреслено Зачеркнута Лестница Как Это Хрес Стоїть Та На Диви Раз Я Понял Так Что Прямоугольный План Обращенный Наружу Это Наше Местоположение Коридор Ведущий От Большого Зала Миновал Перекресток А Потом Проходил Мимо Вереницы Сложно Разрисованных Квадратиков Который Костик Щел Лифтами И Аварийными Выходами Шесть Квадратиков С Буковками И Циферками Это Лифты А Дальше Еще Один В Который Был Вписан Квадрат Поменьше А Пространство Между Контурами Заполняли Поперечные Палочки Надо Полагать Лестницы Со Ступеньками Тоже Мне Иероглифы Путеводитель По Пирамиде Адаптация Для Мумии Все До Единого Квадратики Были Аккуратно Зачеркнуты Крест Накрест Зона Его Знает Что Имел Ввиду Тот Кто Ставил Крест На нашем Выходе Крест Мне Очень Не Понравились Но В слух Я Только Промямлил Довольно Близко Километра Два Приблизно То Йдемо Я То Поспал А Как Эти Двое Мой КПК Показывал Что Я Отрубался Часа На Два А Вы Не Хотите Отдохнуть И Тут Меня Снова Удивил Вандемейр Пустовара Нужно Догнать Вот Это Я Водоположном Направлении Ну То Есть Поворачивали Меняли Траекторию Ну В общем Сейчас Находимся К Юго-Востоку От Полян И Костей Скорее Всего Пустовар Тоже Будет Выбираться Через Периметр Юго-Восточней Выходит Если Мы Отстали То Не Слишком Мы Достаточно Долго Шли Одним И Тем Коридором Да И После Того Как Он Выбрался Наверх Куда Ему Ити Натовских Миротворцев Разумеется Он Как и Вся Наша Братья Воспользуется Российско-Украинским Сектором К тому же Хабара У него Полно И Несмотря На Экзокостюм Тащить Тяжело Логично Стремиться К периметру Короткой Дорогой Как Не Крути А Выходит Что Мы Все Еще Преследуем Этого Урода Если Ваши Догадки Верны То Мы Может Вовсе Не Отстали Поверх Двигаться Трудней Рельеф Местности Мутанты Мародеры Да И Просто Любой Сталкер Представьте Сколько Вопросов У Любого Нормального Человека Вызовет Толстяк В Договском Экзокостюме А А Еще Гружены Под Завязку Под Завязку Не Слышали Этого Выражения Ну Суть Думаю Вы Уловили Тем Более У него И Ваш Оранжевый Рюкзак Это Сразу Привлекает Внимание Эх Добраться Бы Туда Где Спутник Берет Мы Б Сообщили Всем Что Этот Урод Не Твердо Вставил Костик Только Караму Это Его Справа А И Знати Ни До Чего Слепый Я Не Жартую Ну Ладно Ладно Все Равно Выхода На Сетку У нас Нет Ладно Так Идем Я Поднимешься С Моей Я Встал С Костикова Плаща Который Скорее Следовало Бы Теперь Называть Лохмотьями А не Плащом Но Терминатор Морщаясь От боли Завернулся В этот Репьё Так Гордо Будто Римский Император Белоснежную Тугу Сталкера Петрова Спросили Почему Он Все Время В одном И Том Жеватнике Почему Это В одном Ответил Петров И Расстегнулся Под Первым Был Второй Точно Такой Же Костик А помнишь Как В Терминаторах Делают Там Артист Наполовину Человек Под Конец А Половина Морда У него Железная Вот И Ты Сейчас Так Выглядишь С Фингалом И И Чего Ты Слепый А Немый Интересно Как Костик Отнесется К тому Что Я Буду Хвастать Какие Синяки Ему Наставил Надо Будет Попросить Вандемейра Чтоб Потихоньку Сделал Пару Кадров Расписной Физиономии Нашего Вашибалы То Это Звездный Десант Обхохочется Однажды Сталкер Петров Зашел В Шти Ну Там Как Обычно Выключают Свет Наяривает Музыка Стриптизерши Зажигают И Где-то В углу Непременно Драка В общем Отдыхают Люди Ну И Занесло Сталкера Петрова В тот угол Где дерутся Потом Его Спрашивают Ты С кем Дрался Он В ответ Да Разве В темноте Разглядишь Хотя Узнать Их Можно По Отпечаткам Отпечаткам Пальцев Да Нет По Отпечаткам Кулаков На Те Меряйте Мой Кулак Потом Сличайте У кого Фингал Такого Размера Поскольку Костик Уже Ходил По Коридору Он Возглавил Наше Шествие Я Пристроился Вторым Дитрих Замыкал Колонну Проходя Мимо Безглавленного Тела Мутанта Я Задержался Интересно Все-таки Сколько Слыхал Об этих Чудищах А вот Впервые Вижу Выглядел Контролер Прямо Скажем Неважно После Того Как Я Его Распотрошил А после Костик Лопаткой Обработал Но Похоже Этот Был Молоденький Говорят Матерые Монстры Обучаются Одеваться Носят Странные Штучки На руках Веревочки Цепочки Вроде Браслетов Обожают Кольца Ожерелья Всевозможную Мишуру Даже Волосы Ленточками Обматывают А этот Наш Был Только В потрепанных Брюках Да Руки Ниже Локтя Обмотаны Грязными Лохмотьями Не Научился Еще И То Ведь Удивительно Как Он Мудрился Такими Когтистыми Лопищами На Себя Трепье Напялить Интересно Конечно Зачем Это Им Подражать Человеку Они Копаются В мозгах Выуживают Воспоминания Наверное Их Увлекает Таша Непростая Жизнь А Может Они Вовсе Ничего Не Понимают Или Скажем Не Считывают Наших Воспоминаний А Просто Умеют Выудить Из Нашей Памяти И Нам Подсунуть Я Его Сфотографировал Сказал Ван Мэр Еще С головой Если Хотите Снимки Я Для Вас Сделаю С Подписью На Память Ага И С Номером Телефона Скажите Лучше Когда Контролер Заставляет Меня Что-то Видеть Он Сам То Видит То Что И Я Или Складывают Картинку Из Моих Собственных Мыслей А Сам В Них Не Проникает Очень Жаль Слепой Но Ничего Не Могу Сказать Нет Это Всегда Нет Я Понимаю Но Хоть Какие То Догадки Я Оставил Мертвое Тело И Зашагал За Костиком Понимаете Это Очень Обидно Но Я Ж Не Сделал Замеров Мертвый Контролер Излучал Очень Слабые Сигналы Практически Ничего Интересного С Головой Можно Будет Поработать В Лабораторных Условиях Но Больше Информации Разумеется Получат Анатомы Вандемер Помолчал Потом Повторил Жаром Я Не Сделал Замеров Ох Как Обидно Как Обидно Э Вы Меня Пугаете Я Заранее Отказываюсь Искать Другого Контролера У Меня Водка Кончилась А у Костика Руки На Исходе Бросил Не Оборачиваясь Терминатор Дитрик Смутился Нет Что Вы Мне Просто Жаль Безумно Интересно Управляло Ли Это Существо Маленькими Чудовищами В зале Похоже Что Да Они Загнали Нас В этот Коридор Сперва Бросились А потом Ослабили Натиск Фу Чем Это Воняет Звистно Чим Бросил Костик Не Оборачиваясь Цей Хлопчик Тут Давно Мешкал Ну Да Разумеется Контролер Здесь Живет Здесь И Нужду Справляет И Похоже Давно Наверное Жрет Тушканов Они Сами В пасть Лезут Ну А тут Мы Он Решил Поразвлечься Говорят Эти Мутанты Разыгрывают Целый Спектакль Захваченными Сталкерами Потом Мы Замолчали Навалилась Усталость Все Тело Ныло У меня Башка Раскалывалась Коридор Тянулся И Тянулся Иногда Справа И Слева Встречались Двери Но Отпереть Их Не Встречалась На Карте А Она Нас Пока Ни Разу Не Подвела Здесь Было Сухо И Достаточно Светло Даже Большая Часть Ламп Оказалась В Исправном Состоянии В Одном Месте Нам Встретилась Груда Трепья Лежбище Контролера Неподалеку Груда Костей Судя По Тому Что Преобладали Легкие Тоненькие Фрагменты Это Были Останки Тушканов Но Между Ними Попадались Кости Покрупней И Вовсе Не Так Уж Редко Мы Задержались У Этой Кучи По Просьбе Вандемейра Ученый Минут Двадцать Вертел Косточки Поворачивал Так И Этак Сделал Несколько Снимков Потом Объявил Что Крупные Черепа Разбиты В Щепки А По Осколкам Он Ничего Не Может Определить Во всяком Случай Сохранились Челюсти Очень Отдаленно Напоминающие Человеческие Однако Зубы Куда Крупней Может Все Такие Жек Вин Теш Контролеры Предположил Костик Ага Поддакнул Я Семейное Кладбище В столовой Очень Удобно Все Под рукой И Покушал И С духами Предков Пообщался Дитрих Ничего Не Ответил Собрал Аппаратуру И Мы Двинули Дальше Чем Дольше Мы Шагали Тем Тяжелее Становилось Дыхание За моей Спиной Я Уже Понял Что С Вандемейером Не Стоит Пробовать По Хорошему Поэтому Просто Сдернул С его Плеча Рюкзачок Рыжий Ничего Не Сказал А Чего Говорить Мне Легче Две Отрезанные Башки Пронести Чем Этого Упрямца На Себе Волочь Если Он Свалится Наконец Коридор Вывел К Длинному Залу Сперва Был Перекресток Наш Коридор Пересекал Под Прямым Углом Другой Гораздо Больший Потом Проход Сделался Шире Справа В стене Боли Широченные Двери Грузовых Лифтов Кто Его Знает Может И Прям Танки В таких Собирались Под Землю Прятать Габариты Лифтов Как Будто Позволяют Впрочем Бывалого Пантанера Таким Образом Не Удивить Нет Плавающий Транспортер ПТС Вот Это Сила Для Него И Втрое Большего Лифта Не Хватило На Карте Значилось Шесть Подъемников Потом Лестница Мы Двинулись К Дверям Я Старательно Сдерживался Чтоб Не Ускорить Шаг Не Броситься Сразу К Лестнице Если Здесь Можно Подняться Из Проклятого Подземелья Ох Пыли Увидеть Небо И Солнце Да Озона С ним Солнцем Пусть Будут Тучи Пусть Дождь Пусть Ливень Пусть Град Гроза Только Бы Увидеть Небо Но Я Сдерживался И Шагал Медленно Сперва Проверим Механические Подъемники Лестницы Потом Вряд ли Лифты В рабочем Состоянии Хотя Освещение Работает Но Я Больше Надеялся На Лестницу Двери Первой Кабины Были Заклинены Намертво Мы Для Очистки Совести Попытались Подергать Гигантские Створки Бесполезно Еще Бы Каждая Половина Дверей Наверняка Потянет Несколько Центнеров Следующая Дверь Была Наполовину Вывернута Толстенный Металл Выдавлен Изнутри В зал Контуры Вмятины Обрисовывали Угол Похоже Лифт Сорвался И ударил В двери Тут И вовсе Нечего Ловить Третья И четвертая Двери Были Заклинены Точно Так же Как И первая А две Последние Недостроены Пустые Коробки Прямоугольного Сечения Я Сунулся В одну И глянул Вверх Ничего Не видать Темно И слишком Далеко До Перекрытий Что Там Вверху Бетон Грунт Шагая К лестнице Мы Все Трое Невольно Ускорили Шаг Вот И Поворот За ним Лестничный Марш Перила Сосохшимися Деревянными Поручнями Я Побежал Вверх Поворот Еще Один Марш Пропасть Пропасть Лестница Обрывалась Передо Мной Громоздились Бетонные Блоки И части Металлоконструкций Целый Хаос Всевозможных Обломков Здесь Попадались Лестничные Марши Со Ступенями Прямоугольные Плиты Как Целые Так Развороченные Раздолбанные С торчащей Изогнутой Арматурой Трубы Фермы Элементы Крепежа И тяжелые Куски Металла Назначение Которых Я не мог Определить Игрушечный Строительный Набор Великана Освещенный Коридор Остался Далеко Позади Но Я видел Хаос Свете Льющемся Сверху Надо Мной Было Небо Серое Предрассветное Небозоны Зона Равнодушно Взирало На меня С высока Нас Разделяло Несколько Десятков Метров Грунта Одетого В гладкую Бетонную Броню В стенках Шахты В которой Располагалась Аварийная Лестница На ровном Расстоянии Друг от друга Торчали Массивные Выступы На них Должны Были Очевидно Крепиться Несущие Балки Если Боя Рискуя Свернуть Шею Добрался Бэк Самой Верхней Точке Груды Обломков То Пожалуй Мог бы Вскарабкаться На такой Выступ Но До Следующего Около Четырех Метров Позади Затопали Шаги Костик Увидел Разрушенную Лестницу И Выругался Потом Загнул Еще И Еще В общем Он Более Ли Менее Точно Выразил Общее Мнение Последним К нам Поднялся Вандемейр Слепой Костик Позвал Дитрих А я Поймал Сигнал Здесь Можно Выйти В сеть Я Поглядел На Свой КПК В самом Деле Здесь Под Открытым Небом Ловился Сигнал Ну Что Ж Можно Хотя Б Попрощаться По Человечески Ну Все Здесь Привал Иначе Я Сдохну Вообще То Я Мог бы Еще Какое То Время Шагать Хотя Б Потому Что Еще Не Вполне Протрезвел Но Чтобы Воспользоваться Долгожданным Выходом В сетку Требовалось Время Я Опустился Прямо На ступени И Привалился Причем К металлическим Прутьям Поддерживающим Перила Дитрих Словно Только И ждал Приглашения Тут же Рухнул Рядом Наверное Зад Отбил И Вряд ли Почувствовал Ему То Еще Хуже Чем Мне Он Не Спал А Под Картины Рубичева Хольтона Пробыл Подольше Моего Кстати Не знаю Кто Это Такие Эти Рубичев И Хольтон Но Наверняка Изрядные Сволочи Как Только Я Присел Тут же Навалилась Усталость Даже Не Усталость А Усталость Или Наверное Усталость Я Медленно Оплывал Как Догорающая Свеча Стоило Лишь Немного Расслабиться И Тело Восприняло Эту Поблажку Как Сигнал К Мятежу Я СПДА Пристраивал Раскладную Клавиатурку Делать Нечего Пришлось И мне Брать Себя В руки Подключаться К сетке Компьютер Пискнул Извещал О наличии Почты Два Письма Первая Спам Бара Сторинген Если Вы Ищете Место Где Можно Перекусить И Отдохнуть Место Где Можно Хорошо Выпить И Поговорить Место Где Вам Всегда Подскажут Как Подзаработать Тьфу Наизусть Выучил Это Я Стер Не Читая Второе Письмо Было От Ларика Девушка Твердо Придерживалась Правила По Мэллу Каждый Вечер Интересно Как Скоро Ей Надоест Писала Сестренка На этот Раз Без Смайликов Дескать Маме Приснился Сон Только Ты Не Смейся Это Все Очень Серьезно С Нам Надо Верить Так Вот Явилась Тетя Наташа То Есть Моя Мама Двоюродная Сестра Веры Ларкиной Матери И сказала Что я В опасности В темноте И что Мне Грозит Беда Ей Понравилось Каким Я Стал Мама Довольна Что Сын Взрослый Самостоятельный Но Боится Потому Что Я В темноте Береги Ногу Так Тетя Наташа Велела Передать Вот И не Верь После Этого Взыскующим Я Же Разговаривал С мамой Я Сказал Смотри Как Я Вырос Хотя Причем Здесь Нога Разве Что Тушканы Покусали Так Это Мелочь В опасности Да Не Так Что Просто Я Сижу В заброшенном Подземелье Окружен Кровожадными Мутантами Башка Трещит От Дрянной Паленки А В остальном То Все В Порядке Я Написал В ответ Ларик Со Проверить Ты Пиши Мне Ларик Пиши Обязательно Потом Все Прочту Сразу Даже Если Некоторое Время Я Не Смогу Отвечать Ты Все Равно Пиши Я Очень Жду Твоих Писем Пока Я Сочинял Костик Сидел Рядом И Поминутно Бросал Мою Сторон Тоскливые Взгляды Наконец Я Отправил Мэйл Сестренки И Обратил Немание На Гоши А Я Ж Не Можу И Показал Забинтованную Руку Ну Да Браслет ПДА На Левой Руке Левой Ему Набирать Не Выйдет Давай Тебе ПДА На Правую Руку Перевесим Вообще Будет Неудобно Придется Еще Переворачивать Компьютер Он Жи Под Левую Руку На Браслет Собран Та Левую Не Зможу Ти Крапочки Натискати Я И Правой Не Мастак Та Хоч Скільки То Вже Навчився А Левую Еще Незвично Так А Мы Вандемейра Его Клаву Попросим По Кнопочкам Пальцем Попадать Привычка Не Нужна Чого Ти Такий Ледач А Слепый Кажу Тебі Не Можу Я Левую Незручно Мені Відбий Маляву Караму Що Тебі Вашко Это Ты Ленивый Ты Наверно В школе У соседа По парте Всегда Списывал Вот Скажи Я Тебе Нынче Бил Ну Был Стрелял Тебя Ну Не Покладая Рук И Себя Не Щадя Между Прочим Я Сражался С лучшим Бойцом Зоны Целый День Сражался А Ты Говоришь Ленивый Ладно Отобью Маляву Но Учти Он Мне Может И Зону Чтобы Ты Это Контролировал Костик Промолчал Наверное Боялся Спугнуть Момент Моего Прокладистого Настроения Я Стал Сочинять Маляву Караму Гоша Демьяна Убил Пустовар Сто Пудов Сейчас Дима Бежит От Свалки К Периметру Хабар При Нем И Наши Еще Много Подробности Если Выберемся Мы Застряли В старых Армейских Подвалах Хабара Он Убийца И Хабару При Нем Полно Прочитал Костику Тот Кивнул Одобрил Потом Принялся Растегивать Рюкзак Левой Рукой Было Неудобно Я Помог Затем Распаковал Свои Припасы Мы Достали Фляги Галеты Вандемер Открыл Банку Тушенки Есть Не Хотелось Но Мы Поживали Потом Решили Отсыпаться По Очереди Поскольку Я Уже Немного Поспал Мне Выпало Караулить Первым Местечко На Лестнице Выглядело Достаточно Безопасным Но Это Зона Здесь Без Охраны Нельзя Сперва Заснул Костик А Вандемер Еще Немного Поработал С КПК Потом Он Пожаловался Что Заряд Аккумуляторов Нужно Поберечь Энергия На Исходе Так Что Не Выйдет Всего Что Запланировал И Через Пару Минут Тоже Отрубился А Я Сидел На Лестнице У Самого Края Под Небом Зоны Изредка Сверху Долетали Прохладные Капли Под Утро Пошел Дождь Внизу На Дне Бетонного Колодца Не Было Ощущения Дождя Который Привыкаешь На Поверхности Воздух Здесь Оставался Сухим Не Чувствовалось Свежего Дуновения Капли Не Барабанили Монотонную Дробь Большая Часть Небесной Влаги Соединялась Твердю Где-то Выше А Сюда Долетали Лишь Редкие Капельки Оно И К Лучшему Шопот Дождя Не Убаюкивал И Не Скрыл Бо Шума Шагов Если Кто-то Приблизился К нашему Лагерю На Краю Лестницы Но Никто Не Явился Из Мрака Никто Не Потревожил Сон Костика И Вандемейра Так Тихо Было В этом Уголке Подземелья Так Спокойно Воистину Оазис Тишины Среди Мрачных Лабиринтов С Их Жуткими Обитателями Почему Здесь Так Тихо Может Именно Небо Отпугивает Мутантов Привыкших К низким Потолкам И Спертому Воздуху Крошечный Клочок Неба Сперва Я Сидел Потом Почувствовал Что Клонит Сон И Стал Разгуливать По Лестничному Маршу Вверх И Вниз Прислушивался К звуку Собственных Шагов Поглядывал На Спящих Товарищей Рассвет Близился И Хотя Небо Скрывали Тучи Света Вполне Хватало Дитрих Во сне Хмурился И Поглаживал Браслет ПДА Костик Неловко Вывернулся Привалившись К ступени Чтобы Мне Опираться На Больной Бок И Простреленную Руку Странное Ощущение Это Же Я Продырявил В зоне Все Вообще Получается На Выворот Я Ранил Друга Он Неблагодарен Еще Я Убил Контролера Который Показал Мне Маму Живой Демьян Ограбил Звезду Но Его Скорее Жаль Уставар Сука Убил Вора Демьяна И Я Вполне Разделяю Желание Покойного Угольщика Засунуть Жирного Гада В мясорубку Да Да По частям И начинай С ног Хотя Никогда Раньше Такой Кровожадности За собой Не Замечал И Еще Странный Сон Тети Веры Почему Так Ответов Нет Никогда Не Будет Вот Что Обидно Ответов Нет Нет Это Всегда Нет Как Говорил Вандемейер На Руке Дитриха Запищал Компьютер Сработал Будильник Его Время Осторожить Мне Показалось Будто С часами Что-то Не Так Уж Слишком Быстро Пролетела Моя Смена Но Тут И мой КПК Подал Зумер Дитрих Сел На Ступеньках Стянул Капюшон И Ожесточенно Потер Лохматую Макушку Время А Вроде Только Прилег Глаза Мутные Он Еще Не Проснулся Как Следует Вот И Мне Показалось Что-то Как-то Слишком Быстро Я Сел На Ступеньках Рядом С Ученым Вроде Спать Не Хочется Пандемир Послушайте Моя Тетка Видела Сон Точь В Точь Наше Происшествие С Контролером Как Такой Возможно Откуда Это Насчет Тетки Ее Дочка Моя Кузина То Прислала Мейл И Еще Будто Мне Нужно Беречь Ладно Ну Вот Про Сон Как То Странно Ничего Странного Мнительные Женщины Постоянно Видят Сны Спите Слепой Лучше Спите Пока Можно Нам Предстоит Трудный Переход Да Мне Не Хочется Спать Мне Прям Казалось Что Не Хочется Смотрите Уже Светает Скоро Будет Совсем Светло Ван Дем Мейр А Вы Смотрели По Карте Далеко Ли До А может Он Ответил Но Я Не Расслышал Его Слов Я Уже Спал Как Ван Дем Мейр Будил Костика Я Не Слышал А Когда Мой КПК Протрубил Подъем Был Уже День В Квадратном Окне Над Нами Проплывали Серые Тучи Изредка Между Ними Мелькало Голубое Небо Но День Выдался Пасмурный Эта Замечательная Картина В оконце Нашей Тюрьмы Была Расчерчена Живой Решеткой Гибкие Ветви Наполовину Перекрывающие Проем Раскачивались И Тряслись Снизу Если Глядеть Против Света Листва Казалось Черной Должно Быть Наверху Дует Сильный Ветер И Еще Скорее Всего Выход Из Шахты Находится На Холме Потому Что Вряд Ли Так Дует Внизине Интересно Можно ли Обнаружить Эту Дыру Сверху Холмы В этой Части Зоны Как Правило Радиоактивны С Вертолета Скорее Всего Дыру Будет Видно Да Вот Беда За Повышенной Радиоактивности И склоны Холмов Всегда Усеяны Аномалиями В том Числе И теми Которые Опасны До Геликоптеров Пилоты Избегают Пролетать Над Холмами Никто Сюда Не Зови Не Зови Мы Разделили На Троих Последнюю Банку Энергетика И Стали Собираться Когда Вещички Были Увязаны Костик Вдруг Заявил Хлопці Вы Як Знаете А Я Не Можу Чего Ты Не Можешь Тарас Ткнул Пальцем Вверх Пойти Звідси Не Можу Тут Хоч Небо Бачити Можливо А Знову Темряву Ні Не Можу Сперва Я Думал Он Шутит Мы Же Постоянно Так Прикалывались Но Потом Вдруг Понял Костик Говорит Серьезно Что То Вроде Истерики У Человека Я Конечно Где То Его Понимал После Тяжкого Перехода Под Землей В Кромешной Тьме Вот Здесь Видно Небо Здесь Можно Поймать Спутников И Сигнал Пообщаться С Миром Позвать На Помощь И После Этого Особенно Тяжело Снова Нырять Преисподнюю Но Выхода То Не Было А На Помощь Зови Ни Зови Никто Не Придет Костик Проникновенно Повел Я Ну Что Ты Мы Ведь Уже Почти Выбрались Осталось Совсем Немного Верно А Здесь Торчать Нельзя У нас Воды Мало Ты Ранен Врачу Надо Показаться Ну Пойдем А Усе Я Розумю Але Ж Як Уявлю Що Требо Знов У темряву Йоооо Костик Неожиданно Строго Ряхнув Ван Демейер Пока Мы С вами Возимся Как С ребенком Пуст Товар Уходит Все Дальше Сможет Его За Периметром Перехватить Карчалин Или Нет А Я Хочу Сам С Нем Пол informing Надеюсь Вы Мне Поможите Ctrl Весну, допоможу. Я этого выродка сам хочу увидеть. Костик встал, закинул тощий рюкзак на плечо и поднял автомат. Я готовый. Слепый, слышишь? А это не артефакт? И снова сунул мне какую-то дрянь. Плоскую бирочку из твердой пластмассы цвета старой слоновой кости. На ней цифры 780-146. Дальше запись обрывалась. Пластмассовая безделушка была сломана, но, судя по форме, пропала не больше одного знака. Перед семеркой было круглое отверстие со следами ржавчины. Вероятно, бирочку носили на цепи или брелоке. Я только вздохнул и сунул штучку в карман к прочему хламу, который мне презентовал Тарас взамен болтов. И где ты эту дрянь постоянно находишь? Тут, неподалечку, пояснил Костик. Серед кисток. Среди каких еще костей? Где этот контроллер нажарался? Где еще? В НДМР еще фоток не робил, а я эту тяцку взял. Ну, як там казав той собака? Какая собака? Не понял ВНДМР. Яку проковтнув велет? Не великан проглотила, псевдогигант, поправил я. Собака сказала в путь, так в путь. Она была уверена, на противоположном конце имеется выход. На протолежном уботе? На противоположном конце псевдогиганта. Добрая шутка, это именно то, что требовалось. И даже не важно, смешная шутка или нет. Мы собрали вещички и двинули по коридору, который, минуя площадку перед лифтами, продолжал прогрызать шрево зоны в прежнем направлении. Сперва освещение было в порядке, но уже в нескольких десятках метров от входа стали попадаться неисправные лампы. И чем дальше, тем чаще. Метров сто, не больше, и коридор сделался темным. Мы включили фонарики и пошли осторожнее. Воздух здесь был затхлый, и пыли, как мне показалось, побольше. И вскоре мы достигли конца коридора. Несанкционированного, так сказать, окончания. Бетонный потолок просел, мощные плиты обвалились. Коса легли на пол, причем настил пошел трещинами там, где в него ударили углы потолочных перекрытий. Я присел и погрузил ладонь в трещину. Насколько удалось просунуть. Но грунта или там гравия пальца не достали. Мощный бетон, толстый. Потолочные перекрытия тоже были сантиметров 30 толщиной, а то и больше. Но не выдержали. Страшно представить, какая сила могла разрушить оболочку коридора на такой глубине. Но нас теперь пугала вовсе не мощь минувшего катаклизма. Пока я изучал трещины в полу, Костик с Вандемейером пытались протиснуться между бетонных плит, перегородивших проход. Или хотя бы посветить фонариками, разглядеть, что там. Наконец, Костик вынес вердикт. Глухом. Не пройдемо. А по карте проход в порядке, пробубнил Вандемейер. Он и сам, конечно, понимал бессмысленность этого замечания. Какая разница, что на карте. Но теперь нам нужно было искать новый путь. Я карту не изучал, но по поведению спутников догадывался, что у нас есть и другие варианты. Эй, следопыты, окликнул я. Хватит топтаться. Костик, доставай карту. Смотри, что там еще для нас приготовлено. Костик неловко левой рукой вытащил пакет из внутреннего кармана плаща и протянул мне. На, сам дивись. Да я не хочу сам. Я там ничего не пойму. Вандемейер, вы разбирались по этой карте. Дитрих присел рядом со мной, повернулся так, чтобы свет его фонаря падал на карты и развернул лист пошире. Теперь этот прямоугольник плана, который был вывернут наружу и которым руководствовались до сих пор, стал бесполезен. И Рыжий показал мне несколько соседних участков. Нет, слепой, посмотрите. Если что-то случится с нами, вам все равно придется самому вникать. Давайте лучше сразу. Да ничего с вами не случится. Смотрите. Дитрих был непреклонен. Мы вот здесь. Сейчас вернемся к перекрестку и свернем. Куда, Костик? Думаю, этот ход предпочтительней. О, тоже. Я старательно попытался разобраться. Предпочтительный вариант. Почти сразу выходил в лабиринт квадратиков, прямоугольничков и кружков. Каждый из которых оброс пометками, как днище старого парохода раковинами. У меня сразу заболели глаза, но я старательно просадил траекторию, по которой смещался твердый, но сухой палец Вандемейра. Коридоры, анфилады небольших залов, потом выход на большой перекресток, от которого расходятся несколько коридоров. Здесь палец остановился. А дальше? Дальше будем смотреть на месте. Вот эти галереи наверняка выводят наружу. А это что? Железнодорожная ветка? Под землей? Узкоколейка, возможно. Дитрих пожал плечами и свет фонаря заплясал по развернутому листу. Но я бы не стал рассчитывать, что нас подвезут. Вы же видите, в каком состоянии лифты. Ну ладно. Я снова проследил траекторию, по которой палец Дитриха стремился к свободе. Сосчитал повороты и перекрестки. Ладно, идем. Мы двинулись в обратном направлении. Снова прошли мимо лестничного марша. Я старался не глядеть на ступени. Костик душераздирающе вздыхал. На перекрестке мы повернули вправо. Теперь наш путь шел по широкой галерее, которую назвать коридором язык не поворачивался. Если безвременно почившие лифты в самом деле должны были доставлять сюда танки, так эта трасса вполне позволяла бронетехнике двигаться своим ходом. Однако вряд ли здесь бывало оживленное движение. Пол остался гладким и ровным. Гусеницы его не тревожили, это очевидно. Освещение здесь сохранялось лишь кое-где, и большая часть тоннеля оставалась в тени. Мы миновали несколько перекрестков, наш путь пересекали подземные галереи, такие же широкие, как этапы, по которым мы шагали. Под стенами местами попадались нагромождения округлой формы. То ли холмики грунта, то ли остатки какого-то строительного материала. Здесь было нарезко стихо, удары подошвы о бетон отдавались глухим эхом. И чем дальше, тем невиносимее делалась эта тишина. Хотелось топать погромче, кричать, или хотя бы анекдоты что ли рассказывать. Неправильная тишина, непривычная. Это только усугубляло тягостную обстановку. Уши будто ваты напихали, мне постоянно хотелось глотнуть. Первым не выдержал Дитрих. Наверное, ему тоже было не в моготу терпеть странную тишину. Знаете, он заговорил в полголоса, но слова прозвучали странно гулко. Но я уверен, что мы вскоре отыщем выход. Хм, я тоже уверен. Я с готовностью включился в разговор. Нет, я имею в виду вот что. Контролер, он же недавно обосновался в том месте. Значит, откуда-то пришел. А может, он остальный. Жило их много. Потом один одного поели, а этот остался. Костик, мысли позитивно. Ну, I'll be back. Нет, я к тому, что, по-моему, контролер был молоденький и пришел совсем недавно. Да, встрял Ван Демейр. Я полагаю, кости в его логове принадлежали существам другой породы. Возможно, прямоходящие гуманоиды. Но у меня нет уверенности. Я не специалист. И мы их здесь встретим? Гуманоидов. Все тут же притихли. Ладно, ответ принимается. Сталкера Петрова ученые расспрашивают. Вот вы, говорят, зону исходили. Все изучили как следует. Какие породы мутантов вы знаете? А он говорит. Есть три основные породы. Съедобные, после которых живот болит. Съедобные, после которых живот не болит. И еще те, которых на вкус не пробовал. Опа, пришли. Дорогу нам перегородила своеобразная баррикада. Нагромождение кусков бетона с торчащими арматурными прутьями. Балки, пластиковые бутылки, смятые канистры. Консервные банки и тому подобный хлам. Груды мусора были будто спрессованы. Зазоры между крупными кусками забиты мелочевкой. Как если бы щели законопатили нарочно. Арматура сцепилась и кое-где толстые прутья даже были заплетены мягкой алюминиевой проволокой. Куча доходила до самого верха и перегораживала туннель полностью. По-моему, это... Вандемер замялся. Это сооружение рукотворное. Ага, гуманоиды сделали. А другие пути есть, поинтересовался я. Не по-прежнему не хотелось вникать в карту подземелья. Здесь я полагался на спутников. Вот эти проходы, которые мы миновали, куда они ведут? Налево, большой зал, ответил Дитрих. Через зал можно выйти в другой сектор. Там тоже. Навещенном зал. Там сволото мелкое. Напомнил Костик. Вот эти пачуки шкидливые. А направо? А справа ничего нет. Помещение поменьше, тупики. Может, склад какой-то. Та не треба нам туда. Костик едва не конючил. Вихід уже прямо. Мы эти дребницы разберемо и прийти сможемо. Хлопцы, вы чего? Впереди, может, и выход. Но только до него еще шагать и шагать, заметил я. А эту баррикаду явно кто-то складывал. Значит, нам придется этого кого-то обвиновать. Ох, не нравится мне это сооружение. Костик тяжело вздохнул. Подошел куче. Подергав заторчащую арматурину. Потом ухватился покрепче. Сделал шаг по наклонной стене. Из-под двенок посыпался мусор. Костик, погоди. Позвал я. Ты чего? Як чего? Там, диви. Скинуйте пару кирпичів и пролізамо. Не може и більше тут. Слепый. Ну от не може и годи. На волю треба. Та и спина болить. А что у тебя со спиной? Ты же в руку и в бок ранен. А спина чего? Не знаю, что там. Вчера началось. По-перше, я не помітив, бо руку сильнейше відчував. А зараз, ніби вогнем палить. Так, а ну быстро сюда, скомандовал Дитрих. Снимайте верхнюю одежду. Живо, живо, живо. Конечно, Костик, он ведь железный человек, терминатор, андроид. Если пожаловался, значит, в самом деле больно. Вандемейр обернулся ко мне. Видите ли, когда я его осматривал, думал, там обычная ссадина. Но если до сих пор так болит, Костик, мне долго ждать? Терминатор покорно слез, скинул плащ, куртку, задрал рубаху и обернулся спиной к свету. Хорошо, еще лампа здесь была достаточно яркая. Я глянул и присвистнул. Похоже на огнестрельную рану. А Вандемейр не свистел. Он сноровисто распаковал контейнер на поясе, протер руки салфеточкой и стал ощупывать края раны. Костик только вздыхал, но я понял, что ему очень больно. Как же так можно? Буркнул Рыжий. Там пуля. Та звидки там? Чи вы в мене також стреляли, Вандемейр? Не чекав я від вас, бо вы ж европейец, культурна людина. Он еще шутит. Рикошетная, догадался я. Костик, ты чего? А если заражение? Надо же было сразу. Вряд ли заражение. Дитрих уже бренчал инструментами. Пуля засела под кожей. Если бы заражение, то опухоль выглядела бы иначе. Внимание! Я поспешно отвернулся. Ничего не могу с собой делать. Чувствительный я. Даже не знаю, как бы контролер орезал, когда обнатрезвую голову. Ох! Выдохнул Тарас. Не двигайся. Так, теперь пластырь. Готово. Одевайтесь. Я обернулся. Дитрих протягивал терминатору смятый кусочек металла. Хороший у нас хирург. В Африке на неграх тренировался. Сразу видно. Вот вам костик на память. Лучше любого артефакта. Однажды сталкера Петрова ранили в перестрелке. Проникновенно произнес я. Ну и что? Что там далее? Тарас заинтересовался. Не знаю. Дальше я еще не придумал. Трепло ты, слепый. А ну, ворушись. Разбирай завал. Спочатку ті залізякі тягни. Ну, а потім оці. Чтобы проделать под потолком лаз, сквозь который можно было миновать баррикаду, нам потребовалось минут 20, не больше. Кем бы они ни были неведомые строители, руки у них явно росли и задницы. Очень уж непрочно все держалось. Самой большой проблемой оказалась не собственно работа, а опасность, что когда мы будем пролезать в дыру, вся эта хрень поползет под ногами. Разъедется, обрушится и погребет нас под обломками. Высота же не маленькая, метра 4, а то и больше. Какой смысл громоздить такую гору, если она настолько непрочная? Баррикада дышала и проседала под ботинками. Очень неприятные ощущения. Так что, когда мы спустились к подножию по другую сторону, все вздохнули с облегчением. За себя, по крайней мере, я ручаюсь, вздохнул. А потом глянул вдоль туннеля. Ой-ой-ой. Вдалеке, скупо освещенной мигающими тусклыми лампами, виднелась еще одна баррикада. Ничуть не уступающая той, что осталась позади. Бег с препятствиями по-пластунски. Нет такого вида спорта в олимпийской программе. Но делать нечего, мы двинулись к новому барьеру. В самом деле интересно, что сделал сталкер Петров, когда его ранили в перестрелке. Ищется вону на вещь. Костик двинулся к подножию нового препятствия, закидывая автомат за спину. Я прекрасно понимал его раздражение. Левой рукой работать неудобно. Все кажется непривычным. Да еще наш терминатор, небось, переживает. Привык быть самым ловким. Чшш. Ван Демейер скинул руку, призывая к тишине. Мы с Тарасом послушно замерли. Я медленно гляделся. Никого и ничего. Тогда я глянул на Дитриха. Тот уставился в свой хитрый радиоприборчик. Ван Демейер. Шепотом позвал я. Вы что, опять за свое? Я поставил на прием. Так же тихо ответил рыжий. Здесь что-то есть. Или кто-то. Там, дальше по галерее, за этой стеной. Не волнуйтесь. Я только на прием. Стеной он назвал баррикаду. Сквозь настоящие стены его аппарат не брал. Это очевидно. Такой слой армированного бетона штука надежная. То и что теперь? Сейчас, сейчас. Они уже уходят. Задумчиво прошептал Дитрих, не сводя глаз прибора. Странные. Несколькими минутами позже Ван Демейер объявил. Я думаю, можно. Но лучше не шуметь. Мы, стараясь действовать как можно тише, стали карабкаться на новое препятствие. После короткого обмена мнениями выбрали местечко в углу, где проще проделать лаз. Дополнительная сложность состояла в том, что сейчас баррикады перекрывают весь проем. Если лаз окажется посередине под лампой, то можно будет увидеть дыру, сквозь которую пробивается свет. А это в наши планы не входило. Кем бы ни были местные жители, но если они не поленились сделать вторую баррикаду, значит эта галерея их всерьез беспокоит. Не нужно, чтобы они видели следы незаконного проникновения. Работать пришлось в основном мне. Костик помогал сколько мог одной рукой, а Дитрих стоял на стреме, колдовал над приемником. Когда лаз был готов и мы перелезли через овал, я прикрыл дыру ржавым металлическим листом. Больше ничего подходящего не нашлось. Железяка была насквозь проржавевшая, что вообще-то было странно в сухом подземелье, но и вся баррикада состояла из мусора, которые, похоже, приволокли издалека. Нам до сих пор не попадалось ничего похожего на барахло, из которого сложена импровизированная стена. Полусотни шагов за баррикадой встретилось еще одно ограждение, совсем другого характера. Поперек галереи были уложены куски бетона, бесформенные обломки, между ними попадались и несколько крупных камней. На торчащие из колов прутья арматуры и на установленные между обломками рейки были насажены черепа, разные. Здесь попадались и человеческие, и крысиные, и плоские с виду хрупкие, тушканно, видимо. Была и парочка странных, в которых Дитрих признал такие же, какие нам встречались в столовой контракте. Крупные и мелкие черепа располагались более или менее упорядоченно. Один крупный, три мелких. Один крупный, три мелких. Поверх бетонных обломков и булыжников, составляющих основу этого своеобразного барьера, были выложены пестрые пластмассовые безделушки, тряпочки, потускневшие гильзы, мелкие косточки. Видимо, для красоты. Символическое же значение строители придавали исключительно черепам, которые были вознесены на шестах. Знаете, что это мне напоминает? Две баррикады и этот барьер, как три запертые двери, за которые Дима пустовар не ходил. Помните? Там и замки заржавели. Никто дверей не тревожил. Похоже, кто-то отгородился от владений контролера. Подахнул Дитрих. Еще меня обнадеживает строительный материал. Смотрите, на этой ветке листья еще не сгнили, а там в завалах было ржавое железо. Это принесли с поверхности. Выход из подвалов может быть совсем близко. Мне эта идея показалась здравой. Две мощные баррикады, чтоб контролер не забрался на территорию соседей. Вряд ли эта тварь умеет копать и перетаскивать тяжести. Судя по тому, как они ходят, с физическим развитием у контролеров проблемы. Не спортсмены, в общем. И уж тем более, такую преграду не смогут преодолеть тушканы, если он погонит их на войну. Ну а третий барьер с черепами – это для хозяев, чтоб не забывали об опасности. И не совались к баррикадам, где имеется возможность подпасть под влияние контролера. Черепа – вполне подходящая символика. Моменто море, куда уж ясней. Костик выбрал из груды стрелянную гильзу. Свеженькую, блестящую. Латунь еще не успела потускнеть. Мол, вот еще знак. Выход рядом. Не расслабляйтесь, посоветовал я. Сложить эти кучи – довольно большой труд. И местные жители его проделали. Крепкие ребята и упорные. Так что с ними лучше не ссориться. Да мы и не собирались ни с кем свариться. Заметил Костик. Не ссориться – это значит не попадаться на глаза. Так это обычно выглядит в зоне, уточнил я. Важливое зауважение. Угрюмо буркнул Тарас. Стоять, конечно, было глупо. И мы пошли. Теперь Дитрих не выключал прибора. Правда, я еще раз взял с него слово, что работает агрегат исключительно на прием. Чем дальше от тройной ограды, тем грязней становился пол и стены. Словно строители, которые волокли мусор для сооружения стен, по пути бросали часть груза. Трепье, щебень, куски арматуры, ветки с пожухлыми листьями. Да мало ли. Вскоре мы шагали по сплошному ковру грязи. И вонь стояла соответствующая. Куда там отхожему месту с дужки контролера. Местные оказались куда менее чистоплотными. Справа и слева стали встречаться двери. Все такие же, как и в прежних коридорах. Массивные, стальные, с запорами. Большая часть была задраена. Но несколько оказались распахнуты настиж. Не бросился в глаза выдранный с мясом запор. Толстенные стальные детали были вывернуты, изломаны, скручены в спираль. Впрочем, трещины давно успели потускнеть. Не исключено, что это вследствие какого-то катаклизма. А вовсе не дело рук местных обитателей. Рук или ног или таинственных пси-органов. Псевдо-гиганту такое, пожалуй, под силу. А потом Дитрих велел подождать. Покрутил вернеры, пощелкал переключателями. Потом тяжело вздохнул и объявил, что фон нарастает. Дальше по галерее находится скопление сигналов. Они перемещаются, меняют интенсивность. Их слишком много. Он, Ван Демейр, не может сказать ничего определенного, потому что обилие сигналов делает их интерпретацию невозможной. Именно так Дитрих изогнул и добавил. Он даже не может определить, как далеко мы от форпостов местной цивилизации. Судя по тому, как серьезно обустроена граница, жители сюда не суются, предположил я. Но с другой-то стороны, они могут каким-то образом стеречь рубежи. Наблюдать издалека как-то могут, наверное. Что скажет Иван Демейр? Скажу, что дальше продвигаться этим коридором слишком опасно. Мы приближаемся к скоплению местных обитателей, и они явно обладают пси-способностями. Хотя эти радиосигналы не похожи на те, которые излучают собаки. Ни на... Конечно, не похожи. Давайте свернем. По мапе цей путь найкоротший. Буркнул Костик. Але ж мы можем спробувати. Тут десь повинен бути перехід направо. И далее через невеличкие коморки. Может, цей якраз. Тарас указал распахнутую дверь в стене справа. Выглядел он не вполне уверенно, и мне это не понравилось. Но Дитрих только пожал плечами и шагнул к двери. Это мне тоже не понравилось. Однако мое мнение, как обычно, никого не волновало. Дверь вела в небольшую комнату, в которой валялись обломки мебели. Щепа, клочья, обивки. Может, диван, который теперь разломан на куски, и послужил строительным материалом баррикад. Стеречь границу. Славное по смерти для честного предмета мебели. Но мне не понравились человеческие черепа, украшающие барьер. Лично я бы предпочел менее героическое, но зато традиционное захоронение. И как можно позже. Из комнаты вел узкий коридор со стенами, выкрашенными темной краской. Наконец-то не голый бетон. Коридор тянулся прямо, потом сворачивал под прямым углом. Так что после поворота вел параллельно широкому тоннелю. Это нас устраивало. Пол и стены в коридоре были покрыты пятнами грязи. Кое-где попадались отпечатки небольших узких ладоней. Костик шагал первым. Как-то само собой так вышло. Удивительно, но освещение здесь было в порядке. После поворота мы прошли метров двадцать. Слева тянулись двери. Обычные деревянные. Когда-то покрашенные в тот же темный цвет. Костик, это зеленая краска. Иногда хочется проверить, угадал или нет. Я же путаю красное с зеленым. Вообще-то здесь был военный объект. И логично предположить зеленые стены и двери. Тихише. Костик поднял забинтованную руку. Левой он придерживал автомат на оттянутом ремне. Мы сдержали шаг. Я попытался заглянуть через плечо нашего терминатора. Впереди что-то шевелилось. Небольшое. Мне по пояс. Приглядевшись, я разобрал. Некто сидит спиной к нам на полу, подобрав ноги. Исклонившись так, что лохматая макушка едва торчит над плечами. Одет местный в халат. Складки лежат на полу. Халат когда-то был белым, но сейчас такой грязный замызганный, что если вспомнить, как выглядела лабораторная униформа профессора Головина и его ассистентов, то перед нами явно академик. Дважды, трижды академик. Действительный и еще почетный член десятка академий вдобавок. В общем, грязный халат. Я расслышал чавканье, клацанье и скрежет. Нам было не видать, чем занят местный житель. А он полностью сосредоточился на своем деле и не слышал, как мы приближаемся. Костик осторожно расслабил руку, лежащую на оружии. Я подумал, что сейчас он окликнет человека в халате, но вместо этого Тарас осторожно потянул из-за пояса саперную лопатку. Поднял над плечом, замер. Тут белый халат что-то почувствовал. Рывком развернулся, приподнимаясь. Почему-то в такие моменты удается охватить взглядом тысячу мелких деталей. Я сразу увидал грязные сальные патлы, одутловатые щеки, покрытые коричневой шкурой, круглое брюшко, выпирающее из халата, и кость с окровавленными клочьями, зажатую в тощих когтистых лапах. Халат мутанту был велик. Кончики пальцев едва торчали из обшлагов, заляпанных кровью. Бюрер с натугой потянул в себя оторванный кусок мяса, чавкая жирными губами. Торопливо проглотил. Я, словно зачарованно, наблюдал, как он давится и хрипит. Шух! Хрусть! Бюрер замер. В его лбу точно посередине будто рог вырос. Лезвие саперной лопатки до середины вошло в череп мутанта, развалив его надвое. Бюрер икнул, хрюкнул, конечности мелко задрожали. Из раны показался темный ручеек, лениво побежал по грязной морде. Шурша халатом, мутант осел на пол, потом завалился на бок. Самым громким звуком был удар обглоданной кости о пол. Костик первым бросился к поверженному чужаку. Мы следом. Вандемер тут же распахнул халат, перевернул тело на спину, стал фотографировать. Костик выдернул оружие из башки Бюрера, вытера грязную полу одежки. Швидше, профессор. Не маем мы часу на ци витребеньки. Да, да, я сейчас. Минутку, минутку. Тарас пожал плечами. Мол, сволочь вандемер, что еще сказать? И обернулся ко мне. Слепый. Ты таких чудиків раніше зустрічав? Що воно таке? Видел только издали, а близко не подходил. Я поглядел мутные глазенки чудика. И не жалею. Это Бюрер, так они называются. На редкость мерзкая погань. Костик брезгливо потрогал носком ботинка тонкую ручку мутанта. Якесь воно шклявотне, таке хлипеньке. Воно не може бути небезпечним. Оно може быть опасным. Еще и как може. Когти в ход редко пускают. Больше на расстоянии бьют камнями. И всем, что попадется. Бюреры, телекинетики. Еще немного, а я заканчиваю. Пробормотал Ван Демейр, обходя тело со включенной камерой. Я сейчас. Еще немного. А теперь быстро уходим. Сюда идут. Мой прибор фиксирует. Сзади. Вы сволочь, Ван Демейр. Привычно константировал я. Зато впереди как будто чисто. Объявил Дитрих и первым бросился по коридору. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Костик тяжело топал последним. Мы так торопились убраться подальше от мертвого бюрера, что я едва не прозевал тревожного писка моего ПДА. Прибор фиксировал аномалию. Времени на вежливые разговоры не осталось. Я ухватил Дитриха за оранжевые складки на спине и дернул. Ван Демейр споткнулся, но был вынужден притормозить. Стойте! С трудом выдохнул я. Дыхание сбилось на бегу. Стойте, Ван Демейр. Теперь я первым. Я нащупал на грудном кармане железку, прицелился и кинул. Перед нами вырос стол привущего пламени. Жарко. Ван Демейр, которого я все еще придерживал за комбинезон, отшатнулся. Костик поднял забинтованную руку, прикрывая лицо. Жарко. Мне хотелось пресать от радости. Я поглядел в суровые лица спутников. До них еще не дошло. Вам когда-нибудь приходилось видеть сталкера, который радовался бы смертельно опасной аномалией? Вот и мне не пришлось. Зеркало под рукой не случилось. Это жарко. Жарко это. Да, торжественно объявил я. Не понимают. Это означает, что мы недалеко от поверхности. Вот. Здесь уже возникают аномалии. Ясно вам? Конечно, там, где повышен радиоактивный фон, аномалия может созреть и в глубине. Далеко от поверхности грунта. Но здесь-то чисто. Дозиметр помалкивает. Костик с Ван Демейером переглянулись. Оба тяжело переводили дыхание после бега. До них доходило. До них доходило, хотя и туговато. Водичка из канистры, конечно, подозрительная, но другой у нас не было. Для верности я накидал туда армейских обеззараживающих таблеток. Ван Демейер попил, хрипя и отхаркиваясь. Его кашель унялся. Ну ладно, решил я. Давайте пройдем на ту сторону. Костик, следи внимательно, куда будут падать болты. Тьфу, то есть артефакты твои. Там, где жарко не срабатывает от мелочи, туда ты и будешь ноги ставить. Основной очаг перепрыгнем. Готов. Смотри. Я, выбирая кусочки металла потяжелее, обкидал жарку, потом выдохнул и поскакал к аномалии. Раз, и на той стороне. Когда я был в воздухе, жарко отдохнуло теплом, но язык пламени не стрельнул. Вторым был Костик, последним Ван Демейер. Дитрих прыгнуть почему-то не сумел, но его защитил оранжевый комбинезон. Я призадумался, надолго ли хватит ученому сил. Без таблеток он сразу сдал, но задумываться о плохом было никогда и незачем. Преодолев жарку, мы оказались в темноте, включили фонарики и двинули дальше. В коридоре за аномалией освещение не работало. Вони не чувствовалось. И пол под ногами был без вязких наслоений грязи. Твердый бетон. Видимо, бюреры не решали сюда заходить, боялись жарки. С одной стороны, это обнадеживало. С другой, я же знал, что эти мутанты настырные и не лишены любопытства. Лезут повсюду. Если они не забирались в этот коридор с противоположной стороны, так не тупик ли впереди? Но свои догадки я предпочел держать при себе. Зачем людей расстраивать? Вместо этого я полголоса объявил. Как-то сталкера Петрова занесла нелегкая в поселок бюреров. Вот он идет, всюду грязь, кости обглоданные, мутанты эти копошатся. Петров дробовик под рукой держит, озирается, бороду топорщит. На каждом шагу плюется. Но бюреры к нему никакого интереса. Так прошел спокойно через поселение и убрался по добру, по здорову. Не тронули бюреры, за своего приняли. «Смеяться никто не стал. Да я и не обиделся. Нам теперь не до смеха. Просто я уже не могу не сочинять таких историй. Это сильнее меня. Сами с собой анекдоты прут из организма». Вскоре мы пришли к лестнице. Спускаться и мысли ни у кого не возникло. Мы сразу двинули наверх. Только наверх. Прошли два лестничных марша, попали в такой же точно темный коридор, что и прежний. Выше лестницы не было, хотя наверняка она существовала в проекте. Колодец уходил вверх в темноту. Мы подняли фонари, посветили над собой. Но лучи едва достигли перекрытия. Здесь все еще было порядком глубоко. Пришлось шагать дальше по новому коридору. Такой же узкий проход по обе стороны, пустые дверные коробки. За ними маленькие комнатушки. Я не ленился хотя бы бегло осматривать помещение справа и слева. Но там ничего не было. Я нашел только молоток с разломанной рукояткой, достроительную каску. Вот и весь хабар. Эх, богиня удача. Но почему-то не приготовила мне хотя бы патронов к МП-5. И повсюду темно. Не знаю, нужно ли бюрерам освещение, темнота ли их отпугивала или еще что-то другое. Однако здесь не наблюдалось ни малейшего следа их присутствия. Вообще путешествие в темноте имеет особенность. Быстро утрачиваешь ощущение времени и ориентацию в пространстве. Переход по неосвещенному коридору вроде был совсем коротким. Но я уже не мог сказать, как долго мы шли и сколько отмахали. Потом попалась еще одна лестница. Два пролета вверх и новый темный коридор. На этот раз мне показалось, что потолочные перекрытия над недостроенной лестницей ближе. Стало быть, мы поднимаемся к поверхности. Этот коридор привел в зал, часть которого была разбита на секции, отгороженные от основного помещения металлическими сетками. Крайняя секция отделена не сетками, а обычной стенкой в пол кирпича. Там был оборудован сортир. Я на всякий случай попробовал покрутить кран умывальника. Нет, сухо. Даже нет характерного шипения. Водопровод пуст, как башка сталкера Петрова. В дальнем конце зала была запертая дверь. Рядом находился письменный стол, за которым сидел человек в белом халате. Вернее, полулежал, навалившись грудью на столешницу. К нам была обращена макушка, а руки мертвец вытянул перед собой. Из засевших рукавов халата торчали желтые в свете фонариков костяшки. Дешевые электронные часы на запястье не светились. Давно, значит, так лежит. Еще здесь было несколько металлических шкафов, узких и высоких. Эти оказались заперты, и открыть их не удалось. Вообще, толком разглядеть большое помещение с нашими фонариками было непросто. Я так и не уяснил, что именно здесь было до катастрофы. В ящиках стола, за которым устроился мертвец, нашлись только бумаги, стопки желтоватых ломких листков, которые рассыпались в прах при самом легком прикосновении. Я пошарил по карманам белого халата и среди трухи нащупал горсть монет до связку ключей. Брелоком служила пластмассовая полоска с цифрами, точно такая же, как и та, что Костик нашел в лугове контролера. На этой были цифры 821-55-49. «Це код», – догадался Костик. «До цифрового замка. Ом, диви». Мы подошли к двери, Ван Демейр посветил, и я увидел рядом с дверью наклонную панель с клавиатурой. Цифры от нуля до девяти. Ввод и отмена. Эх, и славные же люди спроектировали электронный замок. Они писали «Ввод» и «Отмена». Они красили клавиши в красное и зеленое. Этим замком легко воспользоваться дальтоннику. Зато, едва я приблизился к двери, писнул датчик аномалий. Мне бы очень хотелось честь это обнадеживающим знаком за дверью аномалия, за дверью выход к поверхности. Мы столпились у дверей с кодовым замком и разглядывали панель с кнопками. Я закурил. Почему мы не спешили открывать замок? Волнение, видимо. Страшно попробовать и ошибиться. Страшно, что код не подойдет, что замок вышел из строя, что он не сработает, потому что обесточен. Мало ли. Пока не начали пробовать, есть надежда, есть варианты. А нет, это всегда нет. Что-то здесь не так, глубокомысленно заметил Гитрих. Если это запирается отсюда, то помещение за дверью внутреннее, а выход там, откуда мы явились. В общем, да, в этом есть смысл, кивнул я. Но за дверью аномалия. А аномалия, а не у входа, то есть у выхода. А там за дверью аномалия. Слышите, счетчик заработал. А мне и мовчить. Костик поднял руку с ПДА, похлопал аппарат. Та не, сдох. Аккумулятор сев, мабуть. И лихтарик мой тоже, что скоро сдохнет. Это верно. Фонарь Костика светил совсем тускло. Ну еще бы, старье, купленное по дешевке в сталкерском лагере. Сколько оно продержится? Понятно, что снаряга не первый сорт. Костик, гаси свой фонарь, побереги остаток заряда. Ван Демейр, а вы посветите. Я решительно шагнул к панели замка и поглядел на бирку с кодом. Итак, 821-55-49. Я старательно придавил кнопки, делая паузы между нажатиями. Потом занес палец над вводом и выдохнул. Луч фонаря качнулся. Ван Демейр кивнул. Ну, зона, благослови. Я аккуратно прижал кнопку ввод. Секунда, другая. Мое сердце замерло, потом бубухнуло с удвоенной силой, потом еще. В стене, на которой был смонтирован вводной агрегат, что-то щелкнуло. Потом лязгнуло. Ван Демейр вздохнул так громко, можно сказать, взвыл. Дверь вздрогнула. Металлический лязг ударил в тишине по барабанным перепонкам. Словно выстрел. И дверь, зверский скрыжища, поползла в сторону. Открылось темное нутро следующего отсека. Слегка подсвечено снизу холодным огнем холодца. Зеленый щось. Пробормотал Костик. Я давно подозревал, что холодец зеленоватый. Мы переглянулись, я кивнул Ван Демейру. Тот понял правильно. Встал у входа и посветил. Мой-то фонарик тоже начал сдавать. Так что я решил, что отключу его, как только смогу обойтись без собственного источника света. Луч фонаря Дитриха осветил крашеный пол. Скользнул по просторной комнате. Обозначил в темноте прямоугольный силуэт и мебель вдоль стен. Вроде шкафы или стеллажи какие-то. Кажется, еще на полу топорщатся бесформенные груды тряпья. Но толка меня не разглядел. Отстранил Ван Демейра и сунулся в проем. Для начала меня занимала аномалия. Холодец расположился в полутора метрах от двери, посредине помещения. Так что миновать его труда не составляло. Тем не менее, я кинул пару железок вправо и влево, чтобы уж совсем по правилам. Ничего, кроме холодца. Тогда я осторожно скользнул в комнату, обошел аномалию, сделал еще несколько шагов, повертел головой, чтобы луч фонаря прошелся вдоль стен. Часть шкафов имела стеклянные дверцы. Луч фонаря отражался и преломлялся в тусклых поверхностях. За стеклом просматривались склянки, колбы в пластмассовых и металлических подставках и тому подобный дребедень. — Слепой, мы можем войти. Ходите, и я выключу свой фонарь. — Да и вы, слепый, а тут так уж циферки. Костик показал мне в одну панель цифрового замка. Значит, в обе стороны он действует одинаково, и мы по-прежнему можем надеяться отыскать выход. Ван Де Мэйр тут же двинулся вдоль шкафов, осматривая содержимое. Потом что-то хрустнуло. Рыжий энергично выругался. Слов я не разобрал, но интонации были достаточно красноречивы. Я поспешил к ученому. — Что случилось? — Ничего, ничего, слепой, все в порядке. Просто я наступил. Луч фонаря скользнул вниз. Пан Де Мэйр стоял на белом халате, прикрывавшем груду костей. Бесформенные холмики вдоль стен были с левшими мертвецами. Кости и белые халаты. Дитрих топтался по человеческим останкам. — Может, далее пойдем? — предложил Костик. — Что-то мне тут не нравится. И шкварчить так неприятно. Мне тоже не нравятся звуки, которые издает холодец. В дальнем конце зала имелся проем, но дверей не было. Просто прямоугольный выход. Туда мы двинули, потому что других вариантов нам не предлагалось. Я не стал спрашивать, есть ли эти помещения на плане и что ждет впереди. Проще пройти и увидеть собственными глазами. Меня слегка обнадевоживал тот факт, что бюреры сюда не забредали. Но с другой стороны, получается, и выхода впереди не предвидится. Странно как-то все это выглядит. Но бюреров здесь не было, это точно. Они бы все испакостили, шкафы бы разворотили и черепа растащили в эстетических целях. За комнатой со шкафами был короткий коридор. В конце снова дверь с цифровым замком. Я попробовал прежний код. 82-155-49. Тишина. Вот же ж, зараза. Ладно. Я полез в карман, поковырялся среди разнообразных артефактов и выудил другую бирку из владения контролера. Вы полагаете, подойдет? Для порядка осведомился Вандемейр. Я пожал плечами. Что ответить? Ничего лучшего у нас не имелось. В который раз? И Дитрих мог бы не спрашивать. Просто молчание становилось тягостным. Поэтому мы то и дело отыскивали повод что-то сказать. Итак, разыгрывается лот номер 2, объявил я. Или не лот. В общем, у нас имеется номер 780-146. Нам нужна последняя цифра. Какие будут предложения? Делайте ваши ставки, господа. Не надо, слепой, попросил Дитрих. Просто набирайте подряд от нуля до девятки. Не тягни, роби, что кажуть. Подокнул Костик. Опять все против меня, устало констатировал я. И приступил. Ноль. Мимо. Единица. Мимо. С каждой неудачной попыткой я волновался все сильней. В голове уже роились предположения, как поступить дальше, если замок не сработает после 10 попыток. Можно возвращаться к мертвому бюреру и повторить этажом ниже. Можно даже попытаться выйти к главной галереи. Но моя капризная богиня не подвела ее в этот раз. Правда, напоследок кокетка напомнил о себе, потому что сработал замок только на самой последней попытке, когда я набрал цифру 9. 780-1469. На это удача подмигнула. Чтоб не забывал чтить сорокоградусными жертвами, наверное. Не забуду, о величайшая. Но как бы там ни было, на 10 попытке раздалось знакомое клацанье. Металлический стук и, наконец, скрежет. Душераздирающий стон, который сдала отворившаяся дверь, показался мне чудеснейшей музыкой в мире. Хотя я не знал, что ждет по ту сторону. Но после того, как сработал случайно найденный код, сразу захотелось верить. Теперь все будет хорошо. Ведь что такое судьба? Костик мог бы не подобрать сломанный брелок. Я мог бы бросить его в электру или холодец. Да и контролер мог бы вышвырнуть несъедобную цацку куда угодно. Так нет. Чудо произошло. Это ведь чудо. Я осторожно глянул распахнувшийся проем. Ван Демейр стоял сзади, и свет его фонарика лился над моим плечом. В этом рассеянном сиянии я видел все те же бетонные стены, гладкий пол, довольно длинный коридор. Фонаря Дитриха не хватало, чтобы осветить всю кишку до конца. Но я видел вдалеке светлое пятно. Там поворот. И за углом имеется освещение. Далеко определить природу света я не мог. Но свет был, это точно. Ван Демейр, прошептал я. Вы видите? Да. Так же тихо ответил рыжий. Светится. Ван Демейр, какого оно цвета? Красного. Это закат. Боясь поверить собственным надеждам, я приготовил ПММ и медленно двинулся по коридору. Зона доводит некоторые привычки до автоматизма. Если впереди выход на поверхность, значит там могут подстерегать любые опасности. И я, не задумываясь, беру оружие на изготовку. Не знаю, почувствовал ли Костик то же самое или просто заметил мой жест. Но и он лязгнул затвором калаша. Шаг за шагом я двигался по коридору. Свечение в конце тоннеля все ближе и ближе. Уже видно, что мы приближаемся к перекрестку. Другой, точно такой же коридор, пересекается с нашим под прямым углом. Свет поступает слева. Больше я не мог сдерживаться. Ускорил шаг, едва не бежал. Хотя в зоне это не дело. Зона учит ходить медленно. Но я столько терпел. Мне так осточертели проклятые подземелья. Хотелось воздуха. Хотелось небо над головой. Хотелось нормального света. Перекресток. Взгляд в обе стороны. Справа темно. Слева яркий свет. Я шагнул навстречу лучам. Невольно зажмурился и замер над обрывом. Я стоял на краю пропасти. Я стоял посреди пещеры. Коридор выныривал из недр земных и заканчивался неровно очерченным краем. Бетон под ногами был изломан и разбит. Прямо передо мной был узкий просвет между нависающими сводами огромной пещеры и руинами на ее дне. То, что лежало 10 метрами ниже нашей галереи, уместнее всего было сравнивать с разоренным муравейником. Представьте себе муравейник, с которого срезали верхнюю часть. И перед вами вскрытые галереи, по которым снуют муравьишки. У лакут туда и сюда различные грузы встречаются, шевелят усиками, суетятся по своим муравьиным делам. Вы не понимаете, зачем проходы устроены именно так. Вам не ясно, чем заняты насекомые, но вы ощущаете, здесь присутствует определенный порядок. Чудовищный взрыв разрушил многоэтажные бетонные сооружения, выбил, вывалил наружу часть холма, так что вскрылся замысловатый лабиринт переходов, галерей, коридоров, залов и лестниц. Выход лежал перед нами, широкий проем, в который били яркие лучи заходящего солнца. Неровная щель, до 3-4 метров высотой, более широкая посередине, исходит на нет вправо и влево. Этакий ярко освещенный овал, вытянутый заостренными углами. За годы, миновавшие после взрыва, почва со склона холма, под которым был упрятан подземный город, успела сыпаться и порасти чахлым лесом. Искривленные стволы сосенок и березок походили на ресницы, обрамляющие проем, формы, отдаленно напоминающие глаз. Похоже на гигантское око, которым зона смотрит земное чрево. Выходи пещера на запад, и окажись солнце посередине, будто ослепительно горящий значок, аналогия была бы полной. Самого светила я не видел, похоже дыра вела не строго на запад, но солнце опустилось к горизонту, и красноватый свет обильно заливал руины на дне пещеры. Я же стоял на стене, едва не под самым сводом гигантского грота. В разворошенном муравейнике суетились бюреры, они давным-давно обустроились в пещере, образованной взрывом. Дно их города лежало десятком метрам ниже. Некоторые перекрытия в нижних уровнях сохранились, но большая часть была разрушена, так что остались окруженные стенами прямоугольники. Где-то уцелили лестницы, местами завалы щебня и бетонных обломков образовали наклонные скаты, по которым можно было забраться на уровень второго этажа. Возможно, под этим уровнем сохранились и более глубокие подвалы. Отсюда было не видать. Насколько я мог судить, стена, с которой я взирал на логово мутантов, напоминала не муравейник, а скорее разрезанные соты. Коридоры и узкие помещения, рассеченные, вскрытые давним взрывом, выходили к обрыву и образовывали решетчатый рельеф. Я подобрался к краю, лег на живот и стал изучать поселок мутантов. Вандемейр пристроился рядом, но вторым здесь было бы тесновато, так что Костик присел, облокотясь о стену, и тоже уставился вниз, поверх наших голов. Он вынес вердикт первым. От свинарня, буркнул Тарас. Как и везде, где селились бюреры, эти злобные карлики развели грязь и вонь. Действительно свинарник. Груды мусора, лежбище из ветвей и тряпья, устроены там и тут. Мутанты бродили по коридорам, превратившимся в узкие улочки, заглядывали в пещерки, то есть комнаты, над которыми уцелели перекрытия и снова выбирались на открытое пространство. Некоторые сидели, нахохлившись, сосредоточенно чесались или что-то грызли. Многие нацепили грязное тряпье, у одного в лапах я даже заметил автомат, калашников с изломанным прикладом. Бюрер держал оружие обеими лапами и чувствовалось, что тварь играет, мутант не имеет представления о том, как пользоваться калашом. Да и стрекотание, которым обменивались бюреры, встречаясь в коридорах, тоже звучало как пародия на человеческую речь. Я даже не мог понять, несут ли звуки, издаваемые мутантами, смысловую нагрузку. Или же это такая игра? Чем ближе к центру, тем грязней и оживленней делалась обстановка. Посередине бюреры расчистили довольно большой участок, в центре которого громоздилась своеобразная пирамида, украшенная вереницами черепов. Снизу от подножия начинались линии, выложенные мелкими крысиными и тушканскими черепушками. Потом шли кости покрупней, в основном собачьи. Дальше округлые своды черепов, принадлежавших скорее гуманоидам. Причем не показалось, что преобладают человеческие останки. Однако бюреры не проявляли уважения к теории Дарвина, предпочитали геометрию. Выше черепов, явно принадлежавших более развитым существам, располагались те, что крупнее. По клыкам можно было распознать кабанов. Над ними располагались другие, бесформенные, перекошенные. Трудно сказать, кому они принадлежали. Возможно, псевдогигантам. Этих было немного, я видел шесть штук на обращенном ко мне фасе пирамиды. Венчал сооружение совершенно невероятный громадный череп. Не могу даже предположить, какому монстру могло принадлежать это такое украшение. Больше метра длиной, с торчащими во все стороны остроконечными выростами. То ли рогами, то ли клыками, то ли еще чем. Скелет динозавра, они что ли раскопали? Андемер, что это на пирамиде сверху? Хм. Дитрих промычал что-то невразумительное. Он уже приступил к видеозаписи. Для удобства отстегнул свое многофункциональное ПДА запястье и, держа двумя руками, водил туда и сюда. Снимал в подробностях вонючий рассадник нечеловеческой культуры. На площадке перед пирамидой была расположена расчлененная туша кабана. Над ней сидел крупный бюрер в драном комбезе. Толком носить этот предмет туалета мутант не умел, либо не утруждал себя условностями. Вдел руки в рукава и позволил изодранному комбинезону болтаться сзади, как плащ. Когда он поднимался и расхаживал над тушей, комбинезон волочился позади, цеплялся за выступы бетона и прутья арматуры. Тогда бюрер останавливался и с достоинством оправлял одежку, как король мантию. Торопиться ему было некуда. Жратвы-то перед ним полно. Бюрер чего-то ждал. Да его соплеменники низкого ранга тоже. Мало-помалу бюреры стали сходиться к площади, располагались по периметру, садились, стояли. Крошечные голые детеныши копошились, повизгивали, играли камешками и всевозможным ссором. Заставляли кусочки пластмассы, бетона и металла приподниматься и совершать короткие перелеты. Вокруг наиболее талантливых вились небольшие раи обломков. Несколько раз я заметил, как бюреры отходили в сторонку, исправляли нужду, не смущаясь сородичей. Другие поднимались, потягивались, хрипло верещали, прогуливались поблизости, снова возвращались в круг. Ноги сживали и грызли какую-то дрянь. То есть, ожидали они не позволения приступить к трапезе, смысл обряда был в другом. Мне стало скучновато, а Ван Демейер был совершенно счастлив. Он снимал интегрированным в ПДА видеокамерой. Его хитрый радиоприемник подмигивал разноцветными огоньками, цветов которых я не мог опознать с уверенностью. Наука получит неоценимый подарок, если нам удастся доставить добычу Дитриха в цивилизованный мир. Кстати, эта мысль напомнила мне о необходимости продумать дальнейшие действия. Прыгать по склонам нам не улыбалось. Во-первых, миновать поселок мутантов требовалось скрытно. Во-вторых, Ван Демейер ослабел, а у Костика действует лишь одна рука. Нам понадобится удобный и укрытый от бюрера путь. Я стал оглядывать склон и присмотрел неплохой, как будто спуск. А там по окраинам, за стенами. С Ван Демейером говорить было бесполезно, так что я обратился к Костику. Смотри, если мы спустимся здесь этажом ниже, потом вправо и вон по тому гребню можно пройти вниз. Потом обогнем поселок по краю, а? Я також туди дивлюся, кивнул Тарас. А лишь не впевнений, что вони сплять в ночі. Кто их знает, тих чортиків смердючих? А что по-твоему делать? Як що? Темрявы чекати, а потім на выход. Я же так и сказал. А хіба я проти? Я ж не проти. Але поперше, треба гарно роздивитися, як вона тут влаштована. Тут же ціле місто, цивілізація, гуманоїди. Однажды сталкера Петрова ранили в перестрілке. Ему говорят, давай к доктору, он рану посмотрит. А Петров говорит, некогда мне к доктору, нет времени на всяку ерунду. Мне слепого пса надо ловить. Зачем? Ну как же? Рану нужно дать собаке полізать. Так бабка научила. Ну і що? Мене також бабка в дитинстві навчала, що треба собаці дати. До чого ти? Да так. У тебя патронів ще много. А, я же вчера спрашивал. Ну і що? На усіх цих мерзотників не вистачить. Ще в мене лопатка є. А чого ти питаєш? Да просто чувствую, якщо нарвемся. Наваляєт нам так, що ніяких собак в зоне не хватить, щоб залізати. Виход на поверхность звал іму Нил. Але между свободою і нами знаходиться поселок бюрерів. Едва ли не сотня мутантов. Придеться ждать. Я отполз від края і прислонився к стене напротив Костика. Вандемейр полностью ушел в научные изыскання і даже кашлять перестав. Похоже, робота поддержала його лучше любых лекарств. Не ест, не пьет, только трудиться. Просто фанатик. Неожиданно для себя самого я почувствовал, що хочеться есть. І дуже дуже хочеться. Я ж не трудоголик наподобие Дитриха. Я полез в рюкзак, втащив флягу, встряхнув. Меньше половини. І галець совсем мало. Костик нащупав в своем рюкзаке банку тушенки і протянув мене. Ему вскрывати неудобно. Одної то левой рукой. Не дрейф, слепой, бодро сказав Тарас. В мене ще є консерви. Три банки. Поживемо ще. Воды мало. Так що я все ж надеюсь, що ночі ми прорвемся, тому що ждати здесь не выйдет. Нужно прорватися, буркнув Дитрих, не отримався від роботи. Другого виходу немає. Але двигатися треба швидко. чи вони нас їдять. От галет і от тушенка. В театрі антракт предлагають пройти в буфет. «Ну?» «Эээ, да, минуточку. Ну-ка, живо. А не той начнется второй акт пьесы, і вас за уши не тянеш пожрать. Знаю вас, театралов». Пока ми ужинали, мутанты внизу бездельничали. Они в самом деле чего-то ждали, расселись кругом около пирамиди и перекликались противными голосами. Мы снова расположились у края. Вот солнце опустилось совсем низко и последние лучи странным образом ворвались в грот снизу, будто отразились от некоего огромного зеркала у входа в пещеру. Может там лужа? Или зеркало расплавленной породы? Тут я в который раз пожалел, что страдаю расстройством зрения. Все, с кем я пытался обсудить этот вопрос, в один голос твердят, что красный свет обладает определенной магией. Жаль, что я не могу оценить этого в полной мере. Мощный пучок света ударил снизу в громадный череп, венчающий пирамиду. Вырвался из отверстий, столбы свечения потянулись от чудовищных костей во все стороны. Стенам гигантской пещеры к своду упали на морды бюрера. Мутанты возбудились, они привставали, колотили себя ладонями по пузам и ляжкам подвывали. Крупный самец комбинезонья поднял церемониальный жезл, здоровенную кость, длинную с него ростом. Если поставить ее вертикально, мутанты замерли. Вожак хрипло прокаркал короткую фразу и взмахнул жезлом. Все кинулись к останкам кабана, столпились, орали, отталкивая друг друга. Даже малыши с писком лезли в кучу малу. Мне стало страшно, что их затопчут в сутолоке. Жалко, не совсем то слово. Маленькие бюреры такой же воплощенные уродство и мерзость, как взрослые. Но когда такая мелюзга лезет под ноги толпе мутантов, все равно немного не по себе. «Они стремятся пролезть к голове», констатировал Ван Демейр, вводя камерой. «Оновидщица». Бюреры подняли внизу такой гвалт, что и Костик заинтересовался. Тоже присел у края и наблюдал поверх головы Дитриха. «Скоро узнаем». «Хороший ответ». Свалка продолжалась несколько минут. Потом мутанты попятились, расходясь в стороны от туши. Морды у них были вымазаны и лоснились, некоторые вылизывали ладони. Вид кабани туши почти не изменился, только череп был обглодан начисто и сиял белизной. Вождь, размахивая костяным посохом, прохрюкал новый приказ. Несколько мутантов покрупней выступили из круга и приблизились к черепу. По знаку старика в комбинезоне они сгрудились так, что едва не касались друг друга локтями, вылупились на череп и все затихло. Потом обглоданная кабанья башка медленно качнулась, раз, другой, приподнялась, подпрыгнула еще выше, еще. Мутанты-телекинетики увлекали череп на другую сторону пирамиды, обращенную ко входу, так что нам не было видно, что произошло дальше. Наверное, череп занял место в ряду таких же. Красный свет, бьющий вершину сооружения, померк, солнцем миновало точку, из которой отраженные лучи попадали в грот. Сразу стало темней, бюрер расселись по кругу около пирамиды. У-у-у! рявкнул старый вожак и ударил тростью по камню. У-у-у! завыли мутанты. Торжественное богослужение окончено, теперь дискотека, объяснил я. Ван де Мейер, а у вашего ангвамы похоже было? Э-э-э, что-что? Ну, бросьте, не разыгрывайте из себя рассеянного ученого. — Я говорю, у вашего ангвамы похоже было. Бюреры под нами выводили. У-у-у-у-у-у. Дитрих прислушался, склонив голову на бок. — Не совсем, но общие черты я, пожалуй, прослеживаю. Слепой, вы подали мне интересную мысль. — Ван Демейр, я хочу вас предупредить. Когда мы будем покидать это место, вы не станете ничего включать, ничего снимать и вообще будете заняты лишь одним бегством. — Я не шучу. Не вовсе не хочется украшать эту пирамиду. — Украшать? А, в этом смысле? В этом, в этом. Не для того моя голова предназначена. Слепой, я ведь обещал. Дитрих был сама невинность. — Нет уж. Я вижу в этой пещере слишком много соблазнов для настоящего ученого. — Поэтому предупреждаю. Будете нас задерживать, брошу вас бюрерами. — Вот зоной клянусь брошу. Тут забеспокоился Костик. — Не слепый. Ты щось не те кажешь. — Я знаю, что говорю. Ван Демейр умеет быть невероятной сволочью, уж поверь. А мне моя жизнь дороже любых научных открытий. И еще, дороже любых красивых жестов одного отчаянного фаталиста. — Да-да, Ван Демейр. Нечего на меня так смотреть. — Ничего не поделаешь, если нас вела судьба. — Так сказал сталкер Петров яичнице глазунья. — Вы знаете, что такое яичница глазунья? — Знаю, конечно. Шпигель-ай. — Вот и нечего на меня смотреть, как сказал сталкер Петров яичнице шпигель-ай. Тут Ван Демейр впал в сентиментальность, начал меня уговаривать, что будет паинькой и вообще. Вот сейчас только, вот чуточку, вот капельку поизучает этих мутантов. Отсюда сверху. А внизу сразу бросит, уйдет в глухую завязку. Я, конечно, не поверил ни единому слову. Однажды дали сталкеру Петрову поручение. Он с зоной поклялся, что выполнит. Да и обманул. — Ему говорят, ты чего? Ты же с зоной клялся. А еще матерый сталкер. А он отвечает, салаги, вы ничего не понимаете. С тех пор выброс случился. А выброс, как нам ветеранам известно, меняет зону нафиг совсем. Так что была одна зона, а после выброса стала совсем другая. Ну а я, говорит Петров, то и старой поклялся. Ее нет больше. Пока Дитрих бормотал, что полностью осознает серьезность моих замечаний, именно так и выразился дословно. Я кивал. Потом объявил, если согласен, пусть спать ложится. Ночью пойдем на прорыв. Значит, всем нужно отдохнуть. Хе-хе. Как я предполагал, Вандемейр начал спорить. Мол, он согласен, но караулить будет первым. Ну разрешите ему, ну еще немного, капельку понаблюдать за поселком мутантов. Когда еще представится такая возможность? Это верно, пришлось мне признать. Другой возможности вам не представится. Я заранее отказываюсь лезть по доброй воле в местечке, подобному этому гроту. Валяйте, стерегите, а я буду спать. Да, и не вздумайте включать фонарик, вас снизу заметят. Мы решили, что вторым буду дежурить я, последним Костик. Я выбрал самое плохое дежурство. Мой режим вышел таким. Три часа сна, три бодрствования, потом снова спать. Не выспишься толком, но я подумал, что Костик ранен. А Вандемейру совсем паршиво. Так что лучше уж пусть отдохнут больше моего. Ничего, завтра утром мы вырвемся из этого подземелья. Через день будем отдыхать в звезде. Внизу завывали бюреры. Похоже, им самим надоело. Голоса делали все тише, завывание все заунывнее. Интересно, где сейчас пустовар? Вряд ли он мчится в припрыжку, скорее передвигается даже медленнее нашего. Избегает всех встречных, старательно обходит десятой стороной любой сигнал, замеченный на ПДА. И весь рюкзаками увешан. Ничего, пусть помучается, пусть напрягается сволочь жирная. Пусть попыхтит напоследок. С этой мыслью я и уснул. Разбудил меня не Вандемейр и не зумер моего КПК. Внизу, под обрывом, стоял ужасный шум. Бюреры рычали, завывали на все голоса, то и дело разражались отчаянными воплями. Что-то трещало, грохотало. Вандемейр замер над пропастью, его силуэт едва выделялся в сером ареве, заполнившем пещеру. Часть лунного света проникала под своды, должно быть, отражалась от того же зеркала, которое обеспечило освещение на закате. Костик тоже проснулся и возился в темноте коридора, в полголоса ворча ругательства. Я подполз к краю и осторожно высунул голову над взломанным краем. Сперва ничего не разглядел в темноте, потом стал замечать фигурки мутантов, мечующиеся в бетонном хаосе. Разглядеть бюреров как следует мешал рост снарядов, которые твари подняли в воздух. Сперва мне показалось, что бюреры сражаются друг с другом. Но вскоре я разглядел причину переполоха. Над городом вились три едва заметно светящиеся точки. Мы называем таких мутантов полтергейстами, а что они собой представляют, я не знаю. Уродливые твари, немного напоминающие форму черепа контролеров, но гораздо менее общительные. В том смысле, что вступать с ними в контакт никому не удавалось. То ли полтергейсты не способны понимать человека, то ли просто не желают. Нрав у них жуткий. Всегда нападают и непременно из-под тяжка. Заметить их непросто. Они умеют ловко маскироваться. Но природа их способности иная, нежели, к примеру, кровососов. Они не становятся полностью невидимыми. Полтергейстов можно заметить, как округлые облачка тумана, в центре которых потрескивают крошечные голубоватые разряды. Когда имеются источники света, их увидеть сложно. Но теперь в темноте облака, подсвеченные изнутри голубым, оказались на виду. Полтергейсты телекинетики не чета бюрерам. Средний бюрер может швырнуть достаточно сильно груз с весом, ну, в пару килограмм. Да и то опасны они лишь вблизи. А полтергейсты запросто кидают железные бочонки, оружейные контейнеры, колеса грузовиков. Да еще бывает, подолгу целятся, удерживая такой снаряд в воздухе. Мне как-то пришлось попасть под обстрел полтергейста. Так я и не подумал отбиваться, сбежал. Один удар канистрой по спине, и у меня пропала всякая охота разбираться, кто из нас альфа-хищник. Вот и сейчас три полтергейста атаковали поселок бюреров, хохотали, завывали, швырялись крупными камнями. Местные отбивались, меча в агрессоров булыжники и груды щебня. Они старались действовать согласованно, собирая по десятку другому снарядов, чтобы поразить наверняка. Полтергейсты вились над развалинами, увертывались, иногда успевали отразить выпад, перехватывая снаряд на лету. «По-моему, сейчас подходящий момент», – предложил я. Они увлеклись. «Гораст», – согласился Костик. «В ты чем, а зараз?» «Но», – начал было Ван Демейр. Я прекрасно его понимал. «Схватка двух банд телекинической мафии. Это безумно интересно для настоящего ученого. Но сейчас мне очень захотелось убраться отсюда подальше. Бюреров на нашем пятачке можно было не слишком опасаться. Но полтергейстам ничего не стоило обнаружить убежище на верхнем этаже». «Никаких «но», – отрезал я. «Ван Демейр, у нас нет времени. Сворачивайте аппаратуру. Нужно срочно делать ноги». «Что, э...» «Втекать треба». Буркнул Костик, увязывая рюкзак. «И шведеньку». Внизу ревели, не умолкая. Битва продолжалась. Так что я надеялся, бюреры не станут глядеть в нашу сторону. Мы по-быстрому похватали манатки, и я первым полез с обрыва. Справа наш коридор ограничивала несущая стена. Она была достаточно широкой. Чтобы по зубчатому неровному сколу можно было спуститься, как по лестнице. Разве что ступени разные. Сперва я в самом деле протопал довольно бодро. Потом пришлось спрыгнуть. Невысоко, чуть больше метра. Рядом со мной тут же оказался Костик. Потом начал спускаться Дитрих. Я не стал ожидать, полез по осыпи на следующий этаж. На наше счастье, эта стена была обрушена так, что образовала довольно пологие склоны. То тут, то там, просто время от времени приходилось перелезать к новому участку. Я все время забирал вправо, чтобы выйти не к центру поселка мутантов, а на окраину. Тем временем, двое полтергейстов подхватили довольно крупного бюрера. Кажется, самку. Подняли за ноги в воздух. Бюрерша, болтаясь в полутора метрах над камнями вниз башкой, подняла жуткий визг. Она брыкалась, изворачивалась. Норовила выхватить из кучи под собой булыжник и долбануть на летчика. Благо, теперь ей было недалеко метать. Я все это неплохо успел разглядеть, потому что достиг нижнего уровня первым. И присев за невысоким обломком бетонной стены, имел возможность насладиться батальным полотном в полной мере. Похищение почтенной дамы вызвало новый приступ ярости у населения поселка. Бюреры вылетали из-за стен, под которыми пытались укрыться от обстрела. Они разъярились и, не щадя себя, устроили мощную бомбардировку. Я разглядел вождя в комбинезоне. Этот забрался на груду обломков и верещал, размахивая костяным жезлом, как дирижер палочкой. Обломки бетона различной величины велись над ним, скручивались спирали и устремлялись к ухающим над головой полтергейстам. Те опешили или, возможно, им мешало то, что они вынуждены поддерживать пленницу. Кстати, похищенная Бюрерши, по-моему, доставалась больше, чем дружакам. Немалая часть камней угодила в нее. С каждым попаданием она визжала пронзительной и громче. У меня сложилось впечатление, что для полтергейстов происходящее является не охотой, а развлечением. Но кто их разберет, мутантов? О полтергейстах вообще ничего не известно. Как они летают? Почему в полете их видно лишь в виде туманных сгустков и крошечных молний? На этот счет сталкеры могут порассказать десятки историй. Одна, другой фантастичнее, по-моему. Дело в том, что существа это таинственные и опасные. Наблюдать за ними себе дороже. Лично я впервые разглядывал полтергейстов настолько долго. Это же случай, что они так увлеклись бюрерами. Впрочем, я не жалел, что встреча выдалась мимолетной. Я торопился убраться подальше и от тех мутантов, и от других. Наконец, мы преодолели спуск и собрались за кутки у самой окраины бюрерского города. Тут полтергейсты выронили бюрершу. Она успела вывернуться в падении и приложилась обетонной головой, но треснулась знатно. Хрустнули косточки, мутантка пронзительно взвыла. Ей ответил хор возмущенных голосов. Бюреры обрушили на врага град камней, но и полтергейсты, освободившись от ноши, набросились на местных с удвоенным усердием. Тем временем мы осторожненько крались от центра руин в сторону к стенам гигантского грота. Схватка, как назло, сместилась к выходу, так что нам пришлось отступать все дальше, удаляясь от дерущихся. Костик дернул меня за рукав и указал на широкий туннель в стене. Вдалеке виднелся бледный свет. Похоже, боковой выход. И снова в который раз у нас не было выбора. Мы поспешили укрыться в туннеле. Я пару раз споткнулся, прежде чем сообразил, что бегу по шпалам. По дну туннеля проходила узкоколейка. Приспособив шаг в промежутках между шпалами, мы двинулись скорее. Костик опережал меня, но я поглядывал на датчик аномалии. И аппарат помалкивал, так что я не спешил придерживать Тараса. Вандемейр пыхтел позади, он так и не выключил своего приемника. И это оказалось верным решением. Потому что Дитрих обнаружил мутантов по радиосигналам. Стойте! Выдохнул Рыжий. Там, впереди, кто-то есть. Мы притормозили. Сзади из грота доносился шум битвы, но и впереди как будто что-то происходило. Туннель плавно изгибался по широкой дуге, так что нам было видно лишь около полусотни метров рельсов. Но впереди находился источник света. И, похоже, именно лунного света. Ох, как забило сердце! За время блужданий по подземельям чувства словно притупились. Мне ведь следовало отчаянно трусить, когда мы увидели поселок бюреров, когда появились полтергейсты. Мне следовало бы дрожать от страха и волнения, пока мы спускались по осыпям, по грудам щебня, по бетонным руинам. А в двух шагах гремела канонада эпической битвы телекинетиков всех мастей. Но нет, тогда я был спокоен. А вот теперь проняло. Ох, как хочется наружу! Мы двинулись медленно, мелкими шажками, внимательно приглядываясь и прислушиваясь. Вот на путях показался вагончик. Платформа на колесах с искореженными остатками кабины. На обращенной к нам стороне. Локомотив, что ли, такой. Возможно, на электрической тяге. Наверное, такую мелочь электровозом именовать много чести. Дрезина, скорее. Теперь я точно различал легкий шорок и курлыканье, доносящиеся из-за электровозика. В тоннеле было совсем темно. Я различал лишь контуры на фоне тусклого света, струящегося навстречу нам из-за поворота. Свет тянул меня словно магнит, но осторожность велила не спешить. Мы переглянулись. Костик шепотом почти беззвучно произнес. Тихенько вперед. Мы пошли, пригибаясь за обломками электровоза и ступая осторожно, чтобы не потревожить щебень, усыпавши колею. Вот и холодный металлический бок электровоза. Шершавый от ржавчины. Я осторожно выглянул. Здесь было куда светлее. Наверное, выход совсем рядом. Перед нами находились двое небольших бюреров. Похоже, мальчик и девочка, подростки. Пока все племя, не щадя живота, сражается с полтергейстами, эти двое удрали и заняты лишь друг другом. Подростки повсюду одинаковы. Мутанты развлекались. По очереди приподнимали друг дружку над землей. Будто на качелях раскачивались. Талантливые детки. Насколько я могу судить, такой труд не каждому бюреру под силу. Вот вверх взмыл мальчик. Довольно курлыкнул и мягко опустился на шпалы. Потом осторожненько приподнял девочку. Та хихикнула, совершенно по-человечески. Я увидел, как Костик поднял ствол калаша, потом опустил. В холодном голубоватом свете я различил, что его лоб пошел морщинами. «Та ни, не можу, ни, ни», выдохнул Костик. Я его вполне понимал. «Что поделаешь, я отлично знаю, что бюрерам чуждо все человеческое. Они способны не то что убить, они могут и сожрать Сталкира заживо. Но тут было двое детей. Все же, как ни крути, двое счастливых детишек». Я поглядел на Ван Демейера. Вот ведь конченый человек. Он не морщил лоб и не хватался за оружие, а склонился над своим дурацким прибором. Этому заминка вроде даже в радость. А я растерялся. Но в самом деле, как быть? До выхода далековато, да и что там снаружи? Может и выхода да никакого нет? Тогда нам не годится выдавать свое присутствие. А детишки поднимут хай, если мы покажемся им на глазах. Мои размышления прервал нарастающий ввозь сзади. Я и сообразить ничего не успел, только обернулся. Из туннеля с хохотом и громом возник сгусток тумана, подсвеченного изнутри холодными разрядами. Полтергейст был вне себя. Он подхватывал по пути все, что попадалось, и швырял в стороны, только грохот стоял от удара в камни и шпалы, а стены и своды туннеля. Причина его ярости тоже была ясна. Топот, стук и возмущенный вопль бюреров накатывали из темноты. Орда преследовала бегущего противника. Я выхватил из-за спины гадюку, даже не вспомнил, что патроны вышли. Тут мутант замер надо мной, его искорки забегали быстрее. Потом, вспоминая этот эпизод, я счел, что полтергейсту уже приходилось иметь дело с огнестрельным оружием. И этот опыт ему крайне не нравился. Видимо, поэтому мутант действовал стремительно и мощно. Я почувствовал, что автомат вырывается из моих рук, ремень больно впился в плечо. Полтергейст дернул оружие так сильно, что приподнял меня. Ноги оторвались от земли, меня хватило ржавый бортик рубки дрезины, потом ремень лопнул. От боли я разжал пальцы. Проклятый мутант завладел МП-5. Прогнивший бортик провалился подо мной. Я покатился по настилу, треснулся головой о какой-то выступ и, пожалуй, ненадолго отрубился. Когда я пришел в себя, то увидел. Костик с Вандемейером сопя толкают дрезину, разгоняют, потом запрыгивают ко мне. Промелькнули растерянные хари маленьких бюреров. Те прыснули в сторону, когда наш ржавый бронепоезд прокатил мимо. Позади стоял адский шум. Полтергейст вступил в бой с преследователями. В узком тоннеле бюреры не могли использовать численного преимущества, а наш состав стремительно катил навстречу серебристому свету. Уклон становился все заметней. Стук колес ускорился. Костик напоследок полоснул очередью из калаша темноту в тоннеле. Наверное, кто-то за нами гнался. Вот мы вывернули из-за поворота. В проеме показалось лиловое небо, усыпанное удивительно яркими звездами. Промелькнула полная луна. Я начал приподниматься, опираясь на локоть. Потом стук колес оборвался. Стены и свод пропали. Стих шум побоища позади. Дрезина стала заваливаться передней частью. Все вокруг жутко загремело. Я снова исчез из этого мира. Возвращение в реальность происходило постепенно. Сперва я услышал зумер своего КПК. Он радостно извещал, что отыскал сетку и что у меня имеется корреспонденция. Вслед за ушами ко мне вернулись ноги. Вернее, левая. Я почувствовал, что у меня отчаянно болит нога. Будто огнем изнутри жжет. Просто душу выворачивает. Потом на фоне этой большой боли проклюнулись мелочи. Что-то колет спину, зудят ссадины на руках, ломит плечо, который рванул ремень автомата. Ну, здравствуй, мир, полный страданий. Я по-прежнему ничего не видел, но зато слышал все лучше. Но как-то ведь надо его вытаскивать, отчетливо произнес совсем рядом Вандемейер. Я спробую. Вот зараза, як ливую не зручно. Зараз я спробую. А вы його тягніть. Як воно піде в гору. Ну, чи готові? Ну? Стойте, стойте. Если я потяну раньше времени, ему будет очень больно. Мне уже очень больно, прохрепел я. Так что не стесняйтесь. Добивайте. Мне уже хуже не сделается. Слепый. Ты як, живий? Ага. А почему так темно? Я думал, мы выбрались из пещеры. Оба смолкли. Я ждал. Здесь довольно светло, осторожно произнес Вандемейер. Вы совсем ничего не видите? Совершенно ничего? Нет, не вижу. Только нога сильно болит. Что со мной? Где я? И тут зрение стало возвращаться. Я сообразил. Болевой шок, что ли? Однажды со мной такое было. Я тогда на стройке работал. Получил сколь с кирпичом по руке. Совсем легонько. Ссадина получилась ерундовая. Но, вероятно, оказался задет нерв. И я несколько минут не видел. Не знаю, нормально ли такое. Или это у меня организм с особенностями. Сейчас я начал различать очертания предметов. Сперва только контуры. Потом окружающее проступило более рельефно. Появились тени, блики. Ночь подходила к концу. До рассвета оставалось, пожалуй, не больше часа. И все окрасилось в сумеречные серые тона. Большую часть горизонта заслоняли встревоженные лица Костика и Вандемейера. Я лежал под холмом у самой подошвы. Надо мной нависал поросший кривыми деревцами склон. Если задрать голову, то можно было разглядеть вывораченные куски бетона и кривые неровно обломанные рельсы. Выход из тоннеля, из которого мы свалились. А то, что колет спину, это мой отощавший рюкзак. Что-то из поклажи вывернулось и торчит острым углом. Ну вот, уже лучше. Уже вижу. Потом я попытался приподняться и тут же осознал. То, что мне до сих пор казалось невыносимой болью, на самом деле совершеннейшая фигня. Вот теперь, когда я потянул локти и попробовал сесть, вот тут-то ногу и пронзило по-настоящему. Но я успел разглядеть. Дальше от ската холма искореженная грудой металла громоздится дрезина, а моя нога скрывается под ржавым бортом. Черт, лучше бы я по-прежнему ничего не видел. Когда приступ боли миновал, я смог выдохнуть, то первым делом объявил. Однажды на сталкера Петрова свалился электровоз. Вантемер сморщился, а Костик очень осторожно погладил меня по плечу. Вот уж этого я никак не ожидал. Ты шуткуй, слепый, шуткуй. Тоби, может, легче, как ты свои дурницы верзешь. — Хорошо, что на голову, — сказал Петров, и ничего не пострадало. — Ну от же... Костик поглядел на Ван Демейра. — Зараз я спробую підтягнути ту залезяку, а вы его тягніть. А меня никто не спросил. Но я же... — Ты лежатимеш, слепый, только лежатимеш. Це не важко, в тебе выйди, не торбуйся. Лежати навіть такий дурник, як ти зможешь. — Хоть обезболивающего в колите, мутанты из кулапы хреновы, я уже не выдержал. Думать о чем угодно, но не о моей беде. — Да, да, конечно, — засуетился Дитрих. — Я сейчас, но у меня все пропало. Этот мерзавец утащил аптечку вместе с рюкзаком. — Так возьмите в моем рюкзаке, он подо мной. Надеюсь, не все разбилось. Думаю, Дитрих вколом не лошадиную дозу, потому что обезболивающее сразу начало действовать, почти сразу. Все поплыло перед глазами, закружилась голова, и я даже ухватился руками за стебли бурьяна, чтобы меня не унесло. Так что некоторое время я воспринимал окружающее не вполне адекватно, и поэтому не уверен, что все было именно так, как мне увиделось. Вандемер подхватил меня за подмышки и приготовился. А Костик встал над моей несчастной ногой, зажатой под бортом электровоза. Ухватился левой рукой снизу за борт, выдохнул, согнул ноги, напрягся. Лицо Костика покраснело. Потом приобрело лиловатый оттенок. Ну ладно, я преувеличиваю, ничего такого я видеть не мог. Потому что еще не рассвело. Но рожа Тараса потемнела, это точно. Я зажмурился. Потом раздался душераздирающий скрежет. Дитрих дернул меня, я почувствовал, что сползаю назад. Стал упираться локтями, помогая насколько можно Вандемейеру. Поднять рухнувший, вбитый падением в грунт электровоз невозможно. Сколько весит такая железяка? Четыре, пять центнеров. Больше. Костик не мог поднять одной левой. Потом я сообразил. Он не поднял всей махины, а смял, отогнул проржавевший насквозь борт. Вот Тарас выдохнул и повалился на колени. К его лицу стали возвращаться нормальные краски. Потом они с Дитрихом склонились над моей ногой. Перелом, вынес вердикт Вандемейер. Закрытый, но выглядит довольно паршиво. Попробуй соорудить лубок. Слепой, как вы себя чувствуете? Можете называть меня хромой. Да шо ему зробите? Якщо шуткуе, то порядок. Робить лубок, доктор. Обезболивающее, наконец, подействовало в полной мере. Нога отнялась совсем. Теперь я мог перевести дух и, наконец, осознал, что дела мои на редкость плохи. Дитрих тем временем спорол на мне брюки, но я не ощущал прикосновений своей несчастной, онемевшей конечностью. Захотелось поболтать, захотелось непременно сказать кому-нибудь гадость, чтобы ни одному мне было плохо. Костик потихоньку ретировался, в моем распоряжении остался лишь Дитрих. Демейр, а зачем вы мне врали насчет носорога? Ученый перестал колдовать над моей ногой и удивленно уставился на меня. Что вы имеете в виду? Какой носорог? Помните свой первый день в зоне, когда вы завалили кабана, то стали втирать мне насчет ампуса снотворным, которым обездвиживаете носорога, ну и все такое. Да, припоминаю. Ну так вот, я заметил, вы стреляли зверю в висок, где череп тоньше. Грамотная работа, но так стреляют пулями, а не снотворным. Ампулой не нужно пробивать кость. Ну так что вы скажете в свое оправдание, лгун? Видите ли, Дитрих отвернулся и занялся лупками. Моего взгляда он старательно избегал. Вы и ваши соотечественники настолько наивно оцениваете людей из Западной Европы, будто все мы сплошь законопослушные идиоты. Мне не хотелось лишать вас этой веры. А сколько носорогов вы убили? Вандемейр тяжело вздохнул. Ну, двух. Вы же понимаете, бывают ситуации, когда зверя остановить невозможно. Тогда приходится отступать от принципов. Где-то поблизости вроде бы топор тюкнул по дереву. Раз, другой, потом еще и еще. Однажды сталкер Петров отступил от принципов и продал хабар ученым на янтаре. Потом полгода прятался от своего перекупщика. Вандемейр, зачем я с вами связался? Вы бессердечный убийца носорогов. Вы превратили меня в калеку, циничный человек из Западной Европы. Дитрих негромко хрюкнул. Не знаю, что он хотел этим сказать. Тут к нам присоединился Костик. Он приволок толстую палку с рогулькой на конце. Похоже, срубил деревце. Чем это? А, да, с оперной лопаткой. Левша, блин. Подковал английскую блоху лопатой. Тарас плюхнулся рядом с нами, зажал палку между ногами и протянул ладонь. Вандемейр, дайте мне ниш слепого. Трохи подревняти треба. Меня теперь зовут Хромой, а не Слепой. Запомни. И вообще, ты бы мог меня попросить, я пока что в состоянии поднять собственный нож. Я протянул инструмент Костику. Тот засопел и стал строгать неровно срубленные края палки. Потом Вандемейр заявил. Ну вот, что можно сделать в походных условиях, я сделал. Слепой, постарайтесь не тревожить ногу, не опирайтесь на нее. А вот тебе и Костылыка. Тарас протянул мне палку. Якщо ты только ногу и голову ударил, то самостоятельно и ты, спроможный. Я? Голову? Ну ты ж сказал, сталкеру Петрову на голову упал электровоз. Когда Тарас передразнивал меня, то говорил по-русски четко и без акцента. А почему вы вообще полезли на этот бронепоезд? Как, почему, слепой? Вы же первым туда запрыгнули. Мне показалась это отличная идея, укатить от мутантов. Рельсы шли под уклон. Хм, я не запрыгивал, меня полтергейст швырнул. Удача, великая богиня и мать богов. Мне обижаться на тебя или вознести хвалу. Я же не хотел прыгать на эту дрезину, которая, покатав меня, вздумала сама поездить по моим ногам. С одной стороны, мы удрались с пещеры и все живы. С другой, я после падения охромел. А парни, ходя и помял их крепко, но отделались ушибами. Наверное, я выберу хвалу. С богами лучше не ссориться. Слава тебе, богиня, удача. Но постарайся больше так не делать. Ну ладно, я приподнялся, опираясь на выстроганную Костиком палку. Получилось. Отлично, стоять я могу. Однако вряд ли мне удастся простоять, пока вы сходите за помощью. Не кажи, дурнить. Мы без тебя не выберемся с этой зоны. Так что, пойдешь с нами. Негоисты. Ладно, я согласен, пойду. Так и быть. И мы пошли. Костик подставил плечо, правое, потому что слева висел калаш. Терминатор сказал. Не сильно тисни, бо рука болит. Так давай и тебе, обезболивающего Колем. Не, я дивився. Небагато у нас леков залишилось. Это верно. Лекарства были большей частью Ван Демейра. А его рюкзак увалов пустовар с зоной водери. Так что я поднимаюсь. Побережи обезболивающий для себя. Я пока еще так можем. Терминатор – железный человек. Ох и выпьем же мы с ним за удачу. Ох и надеремся до поросячьего визга. До бюрерского визга. Вот как. Передвигались мы не слишком бодро. Все устали, спать хотелось. Ван Демейр опять раскашлялся. К тому же в его аппаратуре разрядились аккумуляторы. А без работы, Дитрих, что наркоман без своевременной дозы. Я понял так, что необходимость работать, вернее не так, не необходимость, а возможность работать, поддерживала его, не давала скиснуть. Рыжий словно уговаривал себя, что пока трудится, о неудобствах и трудностях нужно забыть. И ведь успешно уговаривал. Вот в чем штука. А сейчас Ван Демейр напоминал сдувшийся воздушный шарик. Он брел, шатаясь, поминутно кашлял. Да что там. Я даже видел, как он сплевывает в траву. Не на салфеточку, как надлежит благонамеренному господину, а прямо на природу Харкал. На мать нашу природу в ее пыльных пожухлых проявлениях. Я подумал, что не мешало бы подсунуть ему новый допинг. Ван Демейр, старательно изображая голосом тревогу, окликнул я. Вам плохо. Может нам сделать привал? Вы отдохнете, поспите. Черт с ним, с пустоваром. Пусть проваливает. Потому как Дитрих встрепенулся, я понял, сработало. В самом деле, пустовар. Рыжий перестал кашлять и задрал подбородок. Интересно, где сейчас этот подонок? И куди мы идемо? Вставил Костик. К ближайшему КПП. Небось и пустовар, туда же путь держит. После того, как Дитрих понял, что сменному аккумулятору жить осталось недолго, тут же перевел свой КПК в спящий режим. Так он сам выразился. Теперь полноценно работал только мой ПДА. И сейчас я машинально бросил взгляд на монитор. Приближаются сигналы. Четыре человека. Это отлично. Попросим помощи. Погодите, Ван Де Мейр, погодите. Эта зона здесь спешить нельзя. Мы брели по редколесью, и хотя до встречных оставалось несколько сотен метров, пока что никого за деревьями не видели. Я придержал Костика за плечо, и мы встали. Мне не понравилось, как смещаются точки, встреченные сталкеры на моем ПДА. Они передвигались короткими рывками и одновременно растягивались цепью. С чего бы, если они не бандиты? Мы видны на их ПДА как единственный сигнал. То есть четверым одного встречного бояться не с чего, а вот мародерам-одиночка как раз подходящая добыча. Тарас понял меня без слов, помог подобраться к толстому клёну, там где привалился грудью к шершавой коре и вытащил пистолет. Костик присел поодаль в кусты. Ван Де Мейр выбрал позицию поблизости, ему достался клён потоньше. В этом молоденьком лесочке большинство деревьев были слишком тонкими, чтобы служить полноценным прикрытием. Ван Де Мейр, присядьте, как Костик, велел я. Ваш оранжевый костюмчик слишком заметен. И держитесь подальше от меня, потому что только мой сигнал виден на ПДА. В зоне всё серое, что удобно для дальтоника, но учёным здесь играть в прятки весьма сложно. Их оранжевые спецкомбинезоны отлично выделяются на сером. Дитрих послушно сместился в сторону, и мы стали ждать. Когда чужаки приблизились, я убедился, мне не показалось. Они перемещались короткими перебежками, от укрытия к укрытию. Потом мы увидели чёрные куртки, мелькающие за кустарником. Пока ещё достаточно далеко. Чёрные курточки и лиловые треники – своеобразная униформа мародёров. Мне трудно судить, почему они предпочитают одеваться по шаблону, но я вообще плохо понимаю таких людей. Очевидно, что они следуют некоему ритуалу, старательно соответствуют понятиям. Кстати, наш Гоша Кары тоже частенько ходит в куртке и трениках. Да и Костик ведь тоже, в чёрной кожанке под рванным плащом. Я не стал ничего пояснять спутникам, но Костик лучше меня понимал, с кем мы имеем дело. «Хлопцы», – сказал он, – «зачекайте тут, я шведеньку». Я приподнялся, намереваясь выдвинуться из наших боевых порядков. «Погоди, я не мог его отпускать одного, а аномалии, а рука твоя, а?» Костик шагнул ко мне. «Ты целиком правый, слепый, щодо звичайной ситуации. Але ж зараз инакше неможливо». Я понял, что он сейчас рванёт навстречу банде и воспользовался тем, что мы стоим рядом, ухватил его за куртку. «Не отпущу». Я так и не заметил, как Костик меня приложил, почувствовал, что перехватило дыхание. Потом ощутил боль от удара. Тарас лёгким щелчком выбил из-под меня самодельный костыль и, аккуратно придержав, опустил на траву. А я даже слова не мог вымолвить, только ртом воздух ловил, как рыба на разделочной доске. «Ты меня так аж лупил», – успокоил Костик. «Посады поки що». И тут же пропал в кустарнике. Вандемир ничего не понял, но бросился мне на помощь. Подхватил, помог сесть поудобнее. «Что?» Костик пошёл с бандой разбираться, один. «Это неправильно». «Ага, у него неполный магазин. Я не договорил, за кустами началась канонада. Треск дробовиков, сухой кашель пистолетных выстрелов, грохот автоматных очередей. Среди многоголосой пальбы я слышал короткие в два-три патрона выстрелы Костика. Мы переглянулись, я потянул к себе костыль и поднялся. Вандемир помог мне встать, а потом рванул первым. Я скакал на одной ноге, ковылял как мог, но мигом отстал. Когда я прибыл к месту схватки, всё было кончено. Единственное, что меня утешало, ну хотя бы от счастья, это что Вандемир тоже опоздал. Костик сидел, привалившись спиной к стволу молодой берёзы. Автомат лежал в стороне. На коленях Костика покоился чужой дробовик. Поодаль, в живописных позах, раскинув конечности, лежали двое мародёров. У одного было прострелена грудь. Куда пули угодили другому, я не видел. Он упал лицом вниз, но под ним расплывалась кровавая лужа. Сперва мне показалось, что Костик мёртв и сердце ёкнуло. Но наш терминатор поднял глаза и печально объяснил. Тут я заметил, что левый рукав его плаща пробит. Просто крови не видно, она стекает под курткой и заливает кисть. Вот чёрт зона дери. Я склонился над Костиком. Костыль подо мной опасно хрустнул. Я поспешно перенёс тяжесть на здоровую конечность. Вторую руку. Ага. Ещё печальный согласился Костик. Непруха. Тепер до витру самостійно не пидёшь. Сам не зможешь ширинку рассебнути. От беда так беда. Вандеме бросился перевязывать раненого, а я помог наложить жгут. А потом проковалял к мертвецам. Проверить рюкзаки и карманы. Не весёлое дело, но иногда приходится. Денег у мародёров при себе было немного. Видимо, у них выдался неудачный сезон. Дробовик с несколькими зарядами, старенький ПММ, пара обоим, да мало жратвы в рюкзачках. Вот и вся наша добыча. Если, конечно, не считать, всё той же древной водки. Три бутылки. Меня куда больше обрадовали запасы воды к отвискованным у покойников. У обоих фляги были полнёхоньки. Да и в рюкзаках оказалась пластиковая бутыль минералки. Один пузырь тут же отобрал Вандемейр. Для дезинфекционных целей. У него, наконец-то, вышли салфеточки. Так что наш врач, прежде чем пользоваться костика, аккуратно протёр руки палёной пшеничной. Боялся внести заразу. При его недуге о такой возможности постоянно приходится помнить. Раны оказались неопасными. Пули прошли на вылет, не задев костей. Но костик потерял довольно много крови. И рукой пока что пользоваться не мог. Когда ему наложат нормальные повязки, и можно будет снять жгут, он снова сумеет самостоятельно расстегнуть шерингу. Тут Тарас преувеличивал свои беды. Но ведь какая непруха, обе руки сразу. Вообще-то, мертвецов бы нужно было похоронить. Но, ей-богу, сил у нас троих инвалидов не осталось. Пусть уж их кореша возвращаются и позаботятся о телах. А мы поспешно ретировались с этой полянки. И бандюков сбежавших боялись. И хищников, которых мог привлечь запах добычи. Отмахав пару километров, мы совершенно выбились из сил. Во всяком случае, за себя я ручаюсь. Выбился. Ван Демейр тоже сопел, как загнанная лошадь. И кашлял, как дюжина чахоточных доходяк. Костик, тот двужильный. Он мог бы и дальше шагать. Но тоже вымотался порядочно. Я же видел, как он бледнеет и потеет. Я уж и так, и этак старался облегчить ему груз. Старался поменьше на него наваливаться. Но с непривычки трудно было на костыле скакать. Наконец, и он не выдержал. Слепый. Ты, как подивиться, тоненький, тощий. А если на шию тиснешь, то как тот слон. Ні, ты не вбирай руку, бо впадешь. Ты в ногу иди, тогда легче. Я стараюсь в ногу. Та бачу, что стараешься. Может тебе требует до доктора? Я чувствую, что такой доктор у зоны есть, что всякую тварь приймает и лекает. Не только сталкеров, а и кабаняров может вылековать. Или бюрера даже, или еще какую-то волоту. Может тебе до того доктора принести? Костик, болотный доктор, легенда. Я в него не верю. Тю, а хлопці казали. Чего казали? А пару раз размовляв зі сталкерами, яких він вылікувал. Кажуть, існує та легенда насправді. Это потому, що вони крепко верували в доктора. Им по вері воздалось. А я не верую, і мені доктор не поможуть. Брось, Костик. Болото далеко отсюду. Ми скорей до КПП выйдем. А там і в больничку. Ти знаєш що? Ти б пісню якусь заспівав. Щобо ногу йти. Хоч трошки б полегшало. І я заспівав. Добрый доктор Айболит, на болоте він сидит. Приходи к нему лечиться. Бюрер, снорк, слепая псица. Всем він, як при коммунізме, забесплатно ставить клизмы. Всем пропишет наркоты, приходи к нему і ти. Пісня помогала слабо, так що ми решили зробити привал. Вибрали подходящий пригорок, вершину которого украшали здоровенні валуны. І расположились. Верній, упали. Містечко, як це зачастую буває, висхоженій вдоль і поперек южна части зони, облюбували вже до нас. Между камні чернело кострище. Вокруг були розбросані консервні банки, окурки, порванна упаковка, гниючі огрызки і тому подобний сорт. Вонять, словно помойка. Зато окрестности видні, словно на ладони. Так безопасній. До КПП ще кілометрів 10. Совсем немного. Але устали ми до смерти. Ось передохнем, а в полдень двинем. До темна должны выбраться за периметр. Едва я опустился в вытоптанную рыжую траву и прислонился спиной к нагретой поверхности валуна, накатила такая слабость, что и руки не поднять. Рядом сопел і ворочался костик. Устраиваясь поудобнее без помощи рук, у соседнего камня отчаянно кашлял Ван Демейер, прижимая к тощей груди рюкзак с головами мутантов. А я наслаждался кратким бездельем и обилием солнечного света. Но долго скучать я не стал. Едва отдышавшись, полез в КПК, что там за почта нападало. И тут же оживился костик. Ну що там? Відгоши єщусь? Да. Я прокрутил страницу в почтовом ящике. Четыре нераспакованных мейла. От Карова, от Ларика, так Кореец и приглашение посетить бар 100 рентген. Оживились они что-то в последние дни. Выброс что ли подействовал? Каждый день зовут, жить без меня не могут. Ван Демейер задумчиво подставил бледное лицо солнцу и заявил. «Как-то даже странно. Странно видит солнце вдыхать свежий воздух». Он энергично втянул носом пропитанное пылью и ароматами помойки душная Марьева. Улыбнулся, зажмурился и закончил. «Странно после всех приключений вернуться в нормальный мир, где светит солнце, где проходят мейлы, где... где воняют отбросы и где можно нарваться на банду отморозков», – подсказал я. Но Ван Демейер не слушал. Он был счастлив. Ему вполне хватало собственных рассуждений, в собеседниках он не нуждался. Просто захотелось выговориться. Это бывает. «Знаете, пока мы блуждали по темным лабиринтам, иногда начинало казаться, что мир исчез, пропал без следа, что нет больше ничего, кроме темноты, заплесневелых подвалов, этой тишины, которая стискивает голову, как клещи. Я кивнул. Знакомое чувство. Я тоже не люблю подвалов». Потом глянул Гошина письмо. Карр был, как обычно, энергичен и лаконичен. «Ладно, выбирайтесь, меры приму. Скажете, кому пропустовара, обижусь. Чужих не надо, сам решу вопрос. Я легко представляю, чем может обернуться Гошина обида. Например, голову открутит. Или не голову?» «Ясно», – кивнул Костик. «Еще бы не ясно». Гоша решит вопрос сам, кто бы сомневался. Прикроет историю с ограблением звезды, а заодно наложит лапу на добычу маленького толстенького пустовара. Шутки шутками, а ведь хаба знатный. С другой стороны, я могу рассчитывать на премию. Я сбросил Гоши наши координаты и номер ближайшего блокпоста. Попросил, чтобы нас кто-то встречал с тачкой. Мол, нам в больничку бы скорее. Спамерскую рекламу от Старринген я, как обычно, стер не читая. Письмо Ларика оставил напоследок. Сладкое на третье. Сперва дела. Кореец писал. «Слепой, спасибо за предупреждение. Лагерь зачистили. Приходи смело». И смайлик поставил. Чувствуется, доволен. Этой историей он упрочил свою позицию лидера на свалке. Ну что ж, пусть так. Лучший кореец, чем какая-нибудь корыстная гнида. Я знаю, что говорю. То и дело приходится иметь дело с жадными болванами, которые захватили контроль над тем или иным приятным местечком. Кореец всяко приличней большинства. Ну и, наконец, Ларик. Девушка писала, что все-все понимает насчет моих командировок. И она непременно будет писать каждый-каждый день. Честное слово. Еще большими буквами набило. Тете Вере снова сон снился. Что, дескать, я чужую смерть у дороги нашел. Да теперь в кармане таскаю. Не обернулась бы чужая смерть своей. Ой, как страшно-то. Хм. А ведь точно тетя Вера предупреждала насчет ноги. Сон в руку. Сказал Петров. Теперь тетя Вера будет диктовать Ларисе всякий бред, какой только приснится. А Ларик исправно слать мне в мейлах. Веселая, однако, жизнь у нас пойдет. Я не мог сообразить, как бы половчей написать ответ. Как бы придумать, чтобы они там не переживали. И чтоб тетя Вера не стала объявлять пророчествами всякий свой чих. Ведь станет же теперь непременно станет. Как бы написать Ларику, как бы половчей соврать. В задумчивости я отключил почтовый ящик и на мониторе высветился участок местности. По умолчанию компьютер выдает актуальную картинку. Мимо нашей стоянки медленно смещался сигнал ПДА. Какой-то одиночка бредет по зоне. Идет, не спешит. Может, Хабара у человека полный рюкзак. Или чего доброго, один из бандюков, сбежавших от Тараса. Вернуться надумал. Нас ищет, идет по следу. Но тех было двое. Вот чужой сигнал медленно-медленно смещается к центру экрана. Вообще-то, пока он далековато. Но мы ведь на холме. Отсюда хорошо видать округу. Я привстал, держась за нагретый солнцем валун. Выглянул. Подробностей, конечно, было не разглядеть. Но оранжевый рюкзак на сером фоне виден отлично. Оранжевый рюкзак и обычный комбез цвета хаки. Ох, какое сочетание. Догадки тут же заструились с плавным потоком. Конечно. Пустовар скинул в укромном местечке экзокостюм. Ведь за периметром в таком виде не пощеголяешь. Потому он и время потерял. Задержался. Значит, скинул черный долговский скафандр. И теперь путешествует налегке. Тащит рюкзаки на себе. Тяжело небось, а? От волнения я сперва не мог произнести ни слова. Только тыкал пальцем и сипел. Вандемейр, похоже, отключился. То ли спал, то ли блуждал по закоукам собственных мыслей. А Костик сразу отреагировал. Стрепенулся и уставился на меня. Оранжевый. Наконец выдавил я из мигом пересохшего горла. Костику этого оказалось достаточно. Он скачил и уставился на пустовара, неспешно бредущего к периметру. Йоо, а це пофартило. Лишенько, та що ж я робитиму без рук. Меня понесеш. Вандемейр, подъем. Свистать всех наверх. Йо-хо-хо, сарынь на кичку. Пиастры. Ох, зона, что там кричат в подобных случаях пираты? А, на абордаж. Я одноногий Джон Сильвер. Стій, нехай ближче підійде. Он не подойдет. Ох, зона, меня возьми. Ну, как же они не понимают? Костик, он не подойдет. Он видит мой сигнал, он увешан хабаром, как новогодняя елка гирляндами. Так что быстро бегать не может. И от любого сигнала на ПДА шарахается. И холмик обойдет вокруг. Вандемейр, возьмите мой КПК. Отойдите в сторону метров на 50, там отключите комп и быстро тем же путем назад. Нехитрый маневр. Ну, что еще можно было сделать? Дитрих схватил мой приборчик и заковылял, куда приказали. Направление я выбрал так, чтобы рыжего пустовара скрывал наш холм. Вандемейр отбежал подальше и отключил прибор. Пусть Дима думает что угодно, но нас здесь нет. Может, ему захочется устроить привал на этом месте? Увы. Привал пустовару делать не хотелось. Он, можно не сомневаться, крепко устал. Но все же не так, как мы. Что ему десяток километров до блокпоста? Два часа. Ну, два с половиной с учетом груза. Пустовар не собирался тормозить в паре шагов от КПП, но мой маневр все же сработал. Дима не стал обходить холм. А попер мимо. Я осторожно выглядывал между камней и держался за сердце. Ну, ну, еще ближе. Ну вот. Когда пустовар свернул у подошвы высотки, я бросил. Теперь. И вскочил. Рядом встали Вандемейр с Костиком. И мы ударили в три ствола. Тарас не мог бы удержать оружие на весу. Он палил, положив перебинтованную руку на камень. И каждый выстрел наверняка отдавался болью. Терминатор стиснул зубы. Хуже другое. Он мазал. Наш лучший стрелок. От волнения мой ПММ ходил ходуном в руках. Я не думал, что целиться сверху будет так неудобно. Да и дистанция, честно сказать, была не для пистолета. Я расстрелял все патроны и едва не рыдал от досады. Промазал. Когда мы открыли огонь, пустовар вздрогнул, присел. Потом сообразил, где засада и припустил на утек. Башмаки так и мелькали. Рюкзаки подпрыгивали и колотили по спине. Тут Ван Де Мейер сменил обойму. Поднял руку. Медленно опустил ладонь левой. Как в кино. Бам! 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 Пустовар окачнула. Он повалился на бок. Бам! Бам! Пауза! Бам! Пустовар попытался встать и не смог. Я видел, как жирная сволочь дернулась снова и опять повалилась в траву. За ним! Рявкнул Тарас. Помоги! Ну, помоги! Я подхватил заряженный дробовик, обнял левой рукой Костика за плечи и мы поскакали с холма. Ван Де Мейер, кашляя и отхаркиваясь на бегу, следом. Пустовар снова поднялся и заковылял прочь. Мы не отставали, но и расстояние не могли сократить. Все, больше не могу. Выдохнул Тарас. Бей, звідси! Он встал, я положил укороченный ствол дробовика ему на плечо, затаил дыхание. Бам! Пустовар подпрыгнул, когда заряд дроби хлестнул его по ногам. Бам! Выстрел заглушил ругань Костика. И в этот раз попал. Но Дима опять сумел подняться. Правда, оранжевый рюкзак он бросил. Я торопливо стал перезаряжать обрез. Ван Де Мейер проковылял мимо. Костик подхватил меня под ребра и поволок, в погоню. На его перевязанных руках выступила кровь. Бинты стали набухать. Вот Дитри добрался до рюкзака, рухнул на него и больше не вставал, пока мы не поравнялись с ним. Ван Де Мейер, вставайте! Здесь нельзя быть одному. У вас остались патроны. Нет, но вы идите. Негодяя нужно догнать. Я швырнул дробовик на траву рядом с Дитрихом, вытряхнул из кармана оставшиеся заряды. И мы с Костиком заковыляли прочь. Ван Де Мейер полз следом, пытался подняться, харкал, надрывался и никак не мог сквозь хрип и качель выговорить требование забрать оружие. Мы с Костиком шагали по кровавому следу. Ой, мало! Ой, мало! Сокрушался Тарас. Я понимал его с полуслова. Маловато кровь из гада вытекает. Легко ранен, легко. Но мы ковыляли и ковыляли. Алые капельки по-прежнему указывали путь. ПДА я так и не включал, потому мы и двигались по следу. Дек прошел пустовар. Там безопасно, аномалий нет. Зато о нашем приближении Дима не догадается, пока не услышит нас. Я не вполне представлял, что мы станем делать, когда доберемся до ублюдка. Он-то наверняка вооружен, хотя ни калаша, ни инфайлд я при нем не заметил. Должно быть тяжелую артиллерию пустовар скинул в тайник вместе с их за костюмом. Не знаю, сколько мы шагали по следу, но в конце концов он иссяк. Скорее всего, пустовар все же оторвался от нас, остановился и сумел унять кровотечение. Делать нечего. Я включил ПДА. Ну что? Прохрепел Костик. Есть, голубчик, это он. Больше просто некому. До КПП прямое. Точно. Ну, да вы мою шию, анаконда Бисова. Да вы. Я ухватил терминатора за помянутую часть тела, хотя анаконда из меня была еще та. Я бы теперь и кролика не сумел задушить. Не то что железного андроида трасса Костикова. Шаг, другой, шаг, другой. Мы вывалились из леса, впереди встал пологий холм, проковыряли на вершину, и тут увидели Диму. Он плелся, как и мы, с черепашьей скоростью, опираясь на палку. Но оставшихся рюкзаков не бросал, жирная сволочь. Так и волок, один на спине, другой на груди. Зона его знает, может мы и попадали, когда палили по нему с холма, да все пули застревали в хабаре. Теперь, когда цель стала видна, у Костика будто второе дыхание прорезалось. Он бодро переставлял ноги и волок меня за собой, да еще умудрялся на ходу говорить. Как не сдожинемо, бери мою лопатку, бий его, по рукам, по рукам его бий. Або, если увидишь пистолета, хапай его пистолет. Якщо він без зброї, я його без рук, без рук, ногами с суку затопчу. Шаг, другой, шаг, другой. Я то и дело вскидывал голову и бросал взгляд на пустовара. Расстояние сокращалось, сокращалось. Давай, Костик, давай. Я даю, слепый. Шаг, другой, шаг, другой. Пустовар несколько раз падал, но всегда успевал подняться, прежде чем мы настигали. Когда он шагал, расстояние увеличивалось. Когда Дима оборачивался, я видел обильную испарину на толстых щеках, затравленный взгляд. Мы выбрались на старое шоссе, а потом вдали показался КПП. Серые бетонные блоки, вагончик с торчащей антенной, нос БТРа в камуфляжных пятнах. От КПП навстречу нам неслись трое военных. Передний что-то орал, но я не слышал, да и слышать не хотел. Я узнал прапорщика, Усаченко. Шаг, другой, шаг, другой. И тут будто затвор в голове передернули. Мысли со щелчком стали каждой на свое место. Беретта сапога, пистолет со спиленным номером, купленный у прапора, Валерой Вальтером Валенком, КПП которому брел с Хабаром пустовар. Усаченко и его партнер сбывал Хабар, проводил за периметр. А не заодно. Вот и сейчас. Дима бежит к нему. Мы должны успеть, прежде чем... Шаг, другой, шаг, другой. Я вспомнил. В накладном кармане над коленом осталась обойна к ПММ с двумя патронами. Я подобрал ее в первую ходку с Дитрихом. Сперва забыл, а после обойма так и осталась в кармане. И до нее было. Сзади хрипло заорал Ван Демейер. Догнал все же. Заорал, и тут же крик сорвался в кашель. А пустовар свалился в обочины и медленно-медленно пополз, цепляясь за траву окровавленными пальцами и неуклюже переваливаясь, из-за того, что на груди по-прежнему был навьючен рюкзак. Метров тридцать до него, не больше. Костик вдруг упал. Я не понял, что он просто споткнулся. Да я не думал, что с ним, если честно. Непослушными руками выудил из кармана в ПММ и обойму. Вставил, взвел. Костик начал подниматься, но я не мог ждать, пока он встанет и подставит плечо. У Саченко и его солдаты уже набегали. Они почти поравнялись с пустоваром. Вот-вот заслонят его. Бросай оружие, оружие на землю. Вот что он кричит, значит. Морда красная. Охрена тебе. Рядовые набегу вскинули автоматы. И стволы Калашниковых потянулись ко мне. Они росли, они закрывали полмира. А я медленно поднимал пистолет. Так медленно, так плавно. Мама, что я делаю? Господи, они же сейчас меня застрелят. Ох, зона, ведь застрелят же. Мама. Прицел Макарова уставился пустовару в жирный затылок. Господи. Автоматные стволы глядели на меня. Зона, мама, господи. Зона, хоть бы не осечка. Бам, бам. Башка пустовара взорвалась красными брызгами. Я уронил руки. Усаченко орал и размахивал крупными багровыми ладонями. Его пацаны сдерживали шаг. Автоматы по-прежнему тянулись ко мне. И тут обзор заслонила спина Костика. Широченная спина, огромная. Что может сделать человек, у которого прострелены обе руки? Он может сделать шаг. Один единственный шаг. А потом Костика во спина поползла вниз. Пропало. Передо мной было небо. Я завалился на спину, потому что ноги перестали держать. И здоровая, и та, что сломана. В поле зрения попал Ван Демейер. Рыжий полз, упираясь одной рукой. Второй он держал над собой тревожный чемоданчик. Палец давил на красную кнопку так, будто Дитрик собирался смять и расплющить прибор. Ван Демейер орал, харкал, задыхался и брызгал слюной. Вокруг суетились люди. Много. Они тоже орали. Даже Гоша Каррин не привиделся в толпе. Почему их так много? Чего они орут? Один я молчал. Мне незачем было говорить. Потому что для меня эта история уже закончилась. С Ван Демейером даже попрощаться не удалось. К тому времени, как я пришел в себя, настолько, что стал воспринимать окружающее, он был уже далеко. Мне потом Костик рассказал, что я очень много интересного пропустил. Оказывается, вокруг моего неподвижного тела кипели такие страсти. По сигналу тревожного чемоданчика прибыл вертолет с итальянскими миротворцами. Потом подтянулись и наземные силы. Эти для разнообразия были из французского и штатовского контингентов. Мало того, что Гоша мне не почудился, он в самом деле там был. Никому не доверил встречать героев, сам пожаловал КПП. Да еще прихватил пару знакомых офицеров из управы. Они там же на блокпосту и торчали, с Усаченко припирались. На ушках началась стрельба, тут же влезли. В общем, натовцам пришлось не нас от Усаченко спасать, а несчастного прапора от Гоши. Впрочем, украинских военных тут же разоружили. Пандемир чего-то наплел, настолько убедительно, что бедного Усаченко взяли в оборот. Едва ли не как международного террориста. Ну, а Дитриха тем же вертолетом и отправили от греха подальше, куда-то в столице. А то и прямиком в Европе. Он мне через день мейл прислал, благодарил, обещал написать. Я тоже, когда под настроение, много чего обещаю. Ну, а нас с Костиком Гоши отвез в поселковый медпункт. Бригада из областной больницы приезжала, посмотрела. Врачи обругали костоправа, который лупки криво наложил. Костику раны промыли, да и убрались обратно в город. Это мне Тарас с Гошей после рассказали, потому что я ничего не помнил. Постравматический шок. Какой-то сложно поименованный синдром плюс сотрясение мозга. Много медицинских терминов, в которых я мигом запутался. Но факт, я ничего не помнил. Я пришел в себя уже в лазарете, в тесной палате. Я лежал у окна на тумбочке в букет полевых цветов. Белье крахмальное, синее, с лиловыми штампами. Все дела. У соседней стены другая койка. На ней Костик лежит. Лыбится. А надо мной склонилась толстая усатая медсестра лет 50. Ворчит и требует, чтобы я пришел в себя. Потому что действие уколов давно должно было пройти. Ну, здравствуй, негостеприимный мир. Медсестра тормошила меня. Потому что пришел следователь из военной прокуратуры. Ему хотелось поболтать о подвигах Усаченко. Я, понятное дело, сказал, что ничего не знаю, ничего не помню. Сотрясение мозга. Тут за дверью раздались голоса. Сердито запричитала давишняя усатая медсестра. И в палату заглянул Гоша. Кивнул прокурору. Дружелюбно так. Мол, вечерком встретимся. Потом обратился ко мне. Слепой. Ты рассказывай, что помнишь. Помоги следствию. Прапорщик-то коррумпированный. Оборотень в погонах. Я тебе потом растолкую. Что к чему. Но прапора по-любому посадят. Понял? Я понял. Но о Усаченко я все равно ничего не знал толком. Я же у него не покупал снарягу. Ну а подставлять знакомых. Нет, это не годится. Вот о подвигах пустовара я бы мог рассказать. И о том, как он клянчил стакан водки, а сам координаты своей ловушки сбрасывал. Как КПКшки ломал. Как хабар мертвецов сбывал через этого самого прапорщика. Но едва я пытался переключить разговор на слепое пятно, следователь скучным голосом меня останавливал. Мол, ему нужно только Бусаченко. А Дмитрием пустоваром будет заниматься мой коллега из гражданского ведомства. Забегая вперед, могу сказать. Никакой коллега нас не опрашивал. Да и вряд ли на пустовар отдела завели. Скорее всего, списали эту мразь втихую. Очень уж богатый хабар при нем был. Если заводить дело, придется хотя бы часть сдать. Как вещдоки. Нас с Костиком оставили в покое. Никому мы не были нужны. Я лежал с ногой в растяжке, а Тарас бодро бегал по лазарету. Свел знакомство со всеми тетками из этой богодельни. Балагурил, шутил, рассказывал мои анекдоты про сталкера Петрова. Потом подробно объяснял, что именно в этой истории было смешно. И когда уходил из палаты, непременно замирал в дверях и значительным тоном бросал мне через плечо. I'll be back. Гоша объявился через несколько дней. Забежал вести в курс дела. На прапора завели дело. Мародерство, растраты, злоупотребление. Целый букет. Но соучастие в убийствах на Усаченко не вешали, потому что убийства никаких и не было. Так что прапор легко отделался, потому он сейчас охотно признается в мелочевке. Он в полной сознанке кается и идет навстречу следствию. Ему лет шесть дадут. И хорошо, если неусловно, разлагольствовал Кары. Так что реально три года отсидит самое большее. Да и то не факт. Не подфартило прапору, не пофартило. Твой Вендемейр шум поднял. Натовцы первый обыск проводили, иначе бы такого не случилось. Ушел бы Усаченко чистым. Ну, а так, взяли на горячем. Не сможет откупиться. При нем паспорт был с фоткой пустовара на имя Дмитрия Михайловича Волохова. Дима завязывать хотел. Последняя гастроль у него намечалась. Ясно. То-то у него хабара полно. Последняя ходка. Дима бы свалил и раньше, но задержался из-за угольщика. Паша пас долину костей, так что пустовар никак не мог уйти по-хорошему. Потом, наконец, и угольщика обработал. Но тут выброс. Потом мы. Пришлось Диме ввалить подземным ходом. Он ведь понимал, какое движение на свалке после выброса начнется. До последнего пустовар держался, не лез в подземелье. Но из-за нас пришлось. Вот ведь как вышло. Ты прикинь, вещал Гоша. Пока я размышлял над превратностями судьбы. Прапор такой дурень. Паспорт приготовил. Вас едва не грохнул из-за Димы, урода жирного. А ведь мог все по уму провернуть. Сам бы пустовара тихо завалил и концы в воду. А он дурак все хотел по-честному. И паспорт пустовару, и долю в хабаре. Вот идиот. Ну ничего, посидит КПЗ. Там ему мозги вправят. В камере может поумнеет. КПЗ слепой, это такая школа жизни, что ты. Там такого за день узнаешь, чего за 10 лет на воле в голову не пришло. Да. Я слушал, помалкивал. Вспоминал контролера в подвалах. Нет, ничего контролер не понимает, когда картинку-обманку нам лепит. Если бы хоть немного понимал, не стал бы натягивать Гошину личину. Побоялся. Но здесь не зона. Здесь тварь ножом не пырнешь. Так что я слушал и молчал. Гоша напоследок пообещал мне премию и убрался. К концу следующей недели забежала девчонка с почты. Вся в таком легком платьице и в макияже, смущаясь и краснея, вручила мне письмо. Международное. Отправитель. Дитрих Ван де Мейер. Странно. Бумажное письмо. Очень странно, если вспомнить, как Дитрих управлялся с оргтехникой. Девица застенчиво объяснила, что в поселке только и разговоров, что обо мне. Костик кашлянул. А нас верней. Не обо мне, а обо всех нас. Смущенно поправилась почтовая девица, оглядываясь на железного человека с мужественно забинтованными руками. Ну вот, заговорила снова. Приходит письмо. А я же в больнице, я же не смогу получить. Так что она вот решила, ну это, доставить, так сказать. Надя ее звать. Надя. Надежда. И снова оглянулась. Как там Костик? Не кашляет ли? Прощаясь, Надя небезъехидство заметила. А та дама, что вам прежде писала, больше ни одного письма не прислала. Ни одного. Вы ей денег отослали, а она ни единого письма. То есть, извините, не мое это дело, но ваша дама... Это не дама, это сестра, вздохнул я. Спасибо, Наденька. Вы знаете анекдот, как сталкер Петров ушел в запой? Нет. Ну вот, ушел в запой, три месяца пил, до чертиков, до белой горячки. Потом друзьям говорит. Это все равно, что в зону сходить. Ощущения те же, да и черти ничем не хуже мутантов. Друзья ему. А хабар как же? Петров отвечает. Так я ж потом бутылки сдал. Девушка хихикнула. Местные знают наш сталкерский фольклор. Им с детства известны названия мутантов и аномалий. Они в курсе цен на артефакты и на снарягу. Молодые, вроде этой девчонки, выросли у периметра. А здесь быт неразрывно связан с зоной. И иной жизни местные попросту не представляют. Спасибо вам, Надежда. Ой, да не за что. Ну ладно, побегу я. Гарно, девчина. Заметил Костик. И Вичлова. Над твоим дурацким анекдотом посмеялась. Щоб тебе не ображати. Що твой профессор пише? Дитрих писал, что зона сотворила с ним чудо. После возвращения его взялись лечить от тысячи болезней. Провели комплексные обследования. Тесты отрицательные. Отрицательные. Нет спида. Что тому объяснением не понять. Может выброс подействовал. Может эмоциональная встряска. Или что другое. Но факт. Тесты отрицательные. Теперь Ван Демейра исследуют в целях изучения сего феномена. Что до результатов экспедиции взыскующие приняли у Дитриха Хабар с энтузиазмом. Он собрал такой материал, что их институту лет на 20 работы привалило. Все это расшифровать и проанализировать. Хотя уже сейчас ясно, что пси-излучение существует и радиоволны всего лишь побочный эффект. Но ясность ясностью. А гранты под исследование выделены. Так что их нужно отработать. К тому же теперь у них есть счастливый исцеленный человек. Доктор Ван Демейр. Воистину артефакт его. Это ли не свидетельство присутствия Всевышнего в зоне? В общем взыскующие довольны и башляют счастливое исцеленному по полной программе. Ну а он, Дитрих Ван Демейр, счастливый, абсолютно здоровый и вполне обеспеченный человек. За что весьма и весьма благодарен мне. В конце приписка. А как вы думаете, слепой, почему я отправил бумажное письмо, а не воспользовался электронной почтой? Потому что написал вам зелеными чернилами. Зелеными, а вы этого не знали, пока не дочитали до этого места. Костик, какими чернилами написано письмо? Зелеными, а что? Да так, вот гад. Ну где, спрашивается справедливость. Ван Демейр излечился, не кашляет, наверное, больше. А я как был дальтоником, так и остался. Вы сволочь, Ван Демейр. Кроме письма, в пакете был другой конвертик, поменьше. Там лежала кредитная карточка и квадратик бумаги с отпечатанным текстом. Слепой. Когда окажетесь рядом с банкоматом, сбросьте мне мейл. Я сообщу активирующий код. Мне сказали, что если я пришлю код вместо с карточкой, то деньги будут украдены. Очень жаль, но я не могу поблагодарить вас более приличным способом. Вряд ли в ближайшее время выпадет возможность снова приехать. Что делать у периметра почтенному ученому из Западной Европы, если, конечно, он не страдает неизлечимой смертельной болезнью? И, наконец, нас посетил Моня, то есть Сергей Сергеевич Петров. Репортер областного издания. Маленький, худенький Петров с очками в толстой роговой оправе. Полная противоположность тезке, герою анекдотов. Моня принес номер газеты за прошлую неделю, протянул мне и робко пояснил. На седьмой странице, снизу, вон там справа, изоблечен оборотень в погонах. Прапорщик украинского контингента миротворческих сил взят с поличным при попытке обеспечить контрабандный пронос запрещенных грузов через КПП. Да, краткость, как известно, сестра таланта. Я написал большую статью на целый разворот. На разворот, стал горячиться Моня. Должна была получиться бомба, взрыв, горячий материал. Название придумал, конец серийного убийцы, представляете? Вы представляете слепой. Но не знаю, что они там себе думают, а материал зарубили. Они таки зарубили, зарезали. Вы не догадаетесь, что мне сказали в редакции. Петров вскочил, стал размахивать руками. Очки грозно блистали в алых лучах закатного солнца, проникающих в распахнутое окошко. Несвоевременный материал, сказали, предположил я. Не та и нынче политическая обстановка, чтобы... Вот именно! Моня выпустил пар и уже немного успокоился. Но я еще напишу об этом. Вот увидите, я подниму старые связи, я еще... Только заголовок неудачный, заметил я. Назовите лучше слепое пятно. Слепое пятно. Вся зона слепое пятно. Мир не хочет видеть зону, не хочет знать, что здесь происходит. Мы все в слепом пятне. Мы не герои, не жертвы. Нас нет. Мы в слепом пятне. Здесь могут сколько угодно убивать и спасать друг друга, совершать величайшие подвиги и величайшие предательства, проявлять подлость и великодушие. Но мир за периметром этого не увидит. Ноосферный пробой, прямой канал связи с Господом, чушь. Зона слепое пятно планеты. Ни больше, ни меньше. Но что могут знать о слепом пятне люди с нормальным зрением? Да и нужно ли им это знать? На свалке в унылых распадах, где счетчик трещит, как шальной. Продяга судьбу проклиная, тащился с пустою сумой. Комбез весь изодранный в клочья, Зубами ослепших собак. Патроны, ака на исходе, Потерян с хабаром рюкзак. Патроны, ака на исходе, Потерян с хабаром рюкзак. Бродяга к барьеру подходит Навстречу, родимая мать. Спасибо, скажи контролеру, Что мамку помог повидать. Спасибо, скажи контролеру, Что мамку помог повидать. Посты он прошел темной ночью, Прел в ночь непогоду их мать. Идти дальше нет больше мочи, Пред ним расстилался янтарь. Идти дальше нет больше мочи, Он кости сложил на янтарь.